Тия Александр. Год 2150. Глава 11. Неда. Меня разбудил звук хлопнувшей двери, когда Карл уходил на свои утренние занятия. Было ещё совсем рано, без четверти восемь. Я лежал в кровати, сожалея о том, что со мной рядом нет Кэрол. Как жаль, что мне не под силу преодолеть эти сто семьдесят четыре года и перетащить её сюда, в эту комнату. Я улыбнулся, представив себе, какой фурор произвела бы Кэрол, приведя её в студенческий клуб. Её чудесное тело ростом шесть футов три дюйма, её лицо невероятной классической красоты, удивительная жизнерадостность и энергичность наделали бы много шума. То-то началась бы возня. Я представил себе, как наши микролюди передерутся за возможность просто приблизиться к ней. А как я бы себя чувствовал? Ну, подумал я, со своей микроперспективой я наверняка не захотел бы делить её ни с кем, поэтому не позволял бы ей даже выходить из дома. В итоге я пришёл к выводу, что это даже хорошо, что я не могу переместить Кэрол в 1976 год. Люди семидесятых не готовы правильно её воспринять, и пока я нахожусь в 1976 году, я тоже, наверное, не готов к её прибытию. Эта последняя мысль навеяла на меня размышления о том, что бы произошло, если бы мы с Кэрол поехали на микроостров. Разумеется, жители острова уже привыкли видеть членов макрообщества, но часто пытались их убить. Как бы я отнёсся к тому, что кто-то пытается убить Кэрол? Мне не пришлось долго думать, чтобы ответить на этот вопрос. Я бы дрался и убил другого человека, будь это необходимо для её защиты. Замечательно, — подумал я. Теперь я собираюсь на микроостров, чтобы, словно средневековый странствующий рыцарь, искатель приключений, защищать жизнь и честь своей дамы сердца. Я покачал головой, удивившись собственной ограниченности. Во всем, что касалось Кэрол, я позволял себе опускаться до микроощущений. Я решил, что сегодня попытаюсь использовать свои макроспособности в общении с микролюдьми и проверю, смогу ли я разрешать конфликты получше, чем в той ситуации в супермаркете. Было бы неплохо научиться правильно вести себя с микролюдьми, прежде чем я поеду на микроостров. В конце концов, 1976 год — лучшее место для таких тренировок. За завтраком я решил, что, записав все последние происшествия в дневник, я пойду на улицу, поищу конфликтных ситуаций и проверю, смогу ли их разрешить. Через три часа я сидел за столом в студенческом кафе, в котором всегда было полно народу, и пил горячий шоколад, пытаясь телепатически прочитать мысли людей, которые меня окружали. Поначалу я различал лишь типичные микротревоги и беспокойство по поводу экзамена в конце семестра, предстоящего сегодня баскетбольного матча или любовного свидания. Кто-то переживал из-за денежных проблем, кто-то из-за своей непопулярности среди других студентов. Последнее беспокойство очень часто носило сексуальный характер, в частности, у группы парней, сидевших за соседним столиком и тоскливо пялившихся на проходивших мимо студенток. Их презрительные замечания относительно одной из них заставили меня поднять глаза и присмотреться к объекту насмешек. Это была высокая девица почти дистрофической худобы. Прямые волосы неопределенного цвета спускались на плечи неряшливой массой. Лицо с острым хрящеватым носом было едва ли не самым отталкивающим из всех девичьих лиц, какие я видел. Длинное бесформенное одеяние висело на ней, как брезентовый мешок на швабре. Я на мгновение установил контакт с ее разумом, но сразу же отключился. Никогда еще я не ощущал такой тоски и горькой безнадежности. Я потряс головой, чтобы освободиться от чувства отвращения, которое эта девушка у меня вызвала, а затем снова взглянул на нее. Она уныло искала глазами свободный столик, где могла бы уединиться, но был почти полдень, и все места были заняты. Хотя за моим маленьким столиком вполне поместился бы еще один человек. Я решил пригласить некрасивую девушку подсесть ко мне. Я устремил на нее силы своего разума, желая заставить ее на меня посмотреть. Она взглянула на меня, и я ответил ей улыбкой, жестом указывая на свободное место рядом с собой. Она огляделась, чтобы убедиться, что я, не обращаясь к кому-то другому, и ответила мне изумленным, трогательно неуверенным взглядом. Я послал ей поток теплых оптимистических мыслей. Выражение ее лица медленно изменилось. Я увидел в нем слабый, недоверчивый луч надежды. Когда девушка подошла к столу, я помог ей поставить поднос, на котором она с трудом удерживала в равновесии, миску с супом и стакан молока, она шепотом поблагодарила, быстро уселась и немедленно принялась за свой суп, используя миску как стену, за которую можно спрятаться. Я продолжал бомбардировать ее сознание самыми нежными и успокаивающими мыслями, на какие только был способен. После пяти минут напряженной борьбы с ее отчаянием и хронической подозрительностью я начал брать вверх. Девушка уже чувствовала себя со мной более комфортно и даже украдкой поглядывала мне в лицо. Тогда я решил попробовать заговорить. «Я Джон Лейк», — сказал я, — «пишу докторскую по психологии». Девушка затравленно глядела на меня. Я чувствовал, что она не знает, что ответить. Я улыбнулся самой обворожительной из своих улыбок и сказал, «Думаю, вы не знаете, как отнестись к тому, что я заговорил с вами, ведь мы незнакомы. Просто мне показалось, что вам одиноко, а со мной такое тоже бывало». Она молча кивнула и уставилась в свою пустую миску. Я проник в ее разум поглубже и обнаружил там огромное желание мне ответить, но в то же время ничуть не меньшую боязнь быть отвергнутой или показаться глупой. Два самых распространенных страха микрочеловека. Я продолжал излучать положительную доверительную энергию. Мне было интересно, как ее зовут, и я хотел, чтобы она сама мне представилась. После недолгой внутренней борьбы она сдалась. «Меня зовут Неда Криксри», — прошептала она так тихо, что, не прочитая я имя телепатически, мне пришлось бы переспросить. «Неда», — сказал я, — «мне нравится ваше имя, и вы сами». Сказав это, я почувствовал, что по какой-то причине мне действительно нравится эта девушка. Я смог проникнуть сквозь непривлекательную оболочку и установить контакт с ее душой, которая показалась мне очень приятной. Не задумываясь, я протянул руку и взял ее худую костлявую ладонь в свою. Ее лицо вновь приобрело испуганное выражение, но я хотел, чтобы она приняла этот жест как доказательство доброты и искреннего участия. Я почувствовал, как напряжение в ее руке и теле медленно ослабевает, и решил, что пришло время сделать следующий шаг. «Расскажите мне о себе». «Неда», — попросил я. «Я хочу знать о вас все». Я почувствовал ее удивление. С чего это вдруг я заинтересовался ее жизнью? «Потому что вы мне нравитесь», — ответил я на эту невысказанную мысль, «и я думаю, что могу помочь вам решить ваши проблемы». «Откуда вы знаете, что у меня есть проблемы, которые вы можете помочь решить?» — прошептала Неда. «Ну», — ответил я, — «у каждого есть свои проблемы, и одна из целей моей жизни — помочь как можно большему количеству людей избавиться от проблем». Она думала целую минуту, а затем сказала, «Спасибо за то, что вы так добры ко мне. Я никогда еще не встречала такого человека, как вы. Не знаю почему, но я убеждена, что я вам действительно чем-то нравлюсь, и вы хотите мне помочь. Я очень вам за это благодарна». «В таком случае вы доставите мне удовольствие, если позволите угостить вас десертом», — сказал я, «как насчет мороженого, шоколадное или клубничное?» Она застенчиво улыбнулась и не ответила. Однако я уловил ее мысль о том, каким вкусным должно быть клубничное мороженое. «Хорошо», — сказал я, — «сделаю вам сюрприз, а вы постерегите мое место». Встав из-за стола, я послал девушке за прилавком с мороженым самый сильный мысли импульс, на какой был способен, и пока я шел к ней, она уже готовила две порции — шоколадная и клубничная. Я подождал, пока она закончит, поблагодарил, что она прочитала мои мысли, и расплатился, поворачиваясь, чтобы идти к своему стольку. Я отметил выражение лица мороженщицы и ощутил ее изумление, как-то она прочитала мои мысли. Клубничное мороженое полностью раскрепостило Неду, и она начала мне рассказывать о себе. Ей двадцать лет, она студентка гуманитарного факультета, но живет не в студенческом городке, а с матерью и отчимом. Хотя она не сказала об этом ни слова, я прочитал в ее мыслях, что Неда просто мечтает сбежать от деспотичной мамаши, ненавидящей дочь за ее уродство, и грубого насмешливого отчима, который обожает издеваться над ее внешностью. Неда не знала, что будет делать. Окончив университет, и хотя училась она отлично, занятия были для нее сущей мукой из-за ее застенчивости. Специализировалась она по английскому языку и литературе, в чтении книг убегала от мира и уже сама пробовала писать. Я внимательно слушал о том, как Неде нравится сочинять рассказы, и заметил, что чем больше она об этом говорила, тем более оживало ее лицо, темные глаза заблестели, голос поднялся от шепота до почти нормального звука. Я прочитал в ее мыслях, что я второй человек, которому она рассказала о своем писательстве. Первой была пожилая школьная учительница английского, которая умерла вскоре после того, как Неда закончила школу. Поскольку эта пожилая женщина была единственным другом Неды, девушка очень тяжело перенесла потерю. Как я понял, Неда полностью согласилась с мнением матери о том, что она уродливое пятно, отравляющее жизнь родителей. В результате ее переполняло отвращение к себе и острое чувство собственной бесполезности и неполноценности. Неудивительно, что она доизбегала общения с людьми, ведь она верила, что такая внешность сразу же отталкивает всех, кто ее видит. И чем я мог помочь ей? Каждую ночь я получал доступ ко всем знаниям макрообщества, хранящимся в службе информации. А мои макроспособности, как они могли изменить жизнь Неды? Хорошо, подумал я. Начнем вот с чего. Что мне хотелось бы сделать? Я хочу, подумал я, помочь ей начать новую жизнь, в которой она научилась бы любить себя и окружающий мир. Но разве мне не понадобилась бы вся сила и мудрость раны, чтобы совершить такое чудо? Тайком рассматривая лицо и тело Неды, я сомневался, что даже макроспособности десятого уровня осознания хватило бы, чтобы изменить ее самооценку. Но все же решил попробовать. Спросив у Неды, умеет ли она печатать, и узнав, что она очень даже хорошая машинистка, я предложил ей работу. Перепечатывать материалы нашей с Карлом диссертации. Когда она наконец поверила, что мне действительно нужна ее помощь и что она окажет мне огромную услугу, если согласиться на эту работу, я решил сделать еще один решительный шаг. — Неда, — сказал я, — я хочу, чтобы вы переехали из дома своей матери в одну из квартир дома, в котором я живу. — Да, — продолжил я, прежде чем она успела возразить, — я знаю, что у вас не так много денег, но поскольку дом, в котором мы живем, принадлежит нам с Карлом, то арендная плата может вычитаться из вашей месячной зарплаты. А поскольку мы с Карлом будем жить совсем рядом с вами, вы сможете работать не только машинисткой, но и лаборантом-исследователем. Я говорил очень быстро все, что приходило в голову, а затем сделал паузу, чтобы посмотреть на реакцию Неды. Я настолько плотно обложил ее уверениями и аргументами, что сопротивление было сломлено. Я чувствовал, что она уже полностью воспринимает добрую и любовную энергию мыслей, которые я посылал ей уже целый час. Правда, с другой стороны, какой человек, изнывающий в аду, откажется от приглашения в рай? И я сказал, что прямо сейчас помогу ей перебраться в новую квартиру. Через пятнадцать минут мы на такси приехали к ней домой. Семья жила в двухэтажном неряшливом доме в захудалом районе. Я попросил таксиста подождать и пошел вслед за Недой к дому. Перед дверью она заколебалась, но я сам спокойно и уверенно открыл дверь и ввел ее внутрь. И моментально понял, почему она колебалась. Из кухни вылетела на нас старая корга самого жуткого вида, какой только можно вообразить. Это и была мать Неды. Она начала кричать, ругая Неду, за опоздание и подозрительно поглядывая на меня. Все объяснения Неды перекрывал пронзительный крик ее мамаши. Я решил взять разговор в свои руки. Я велел девушке пойти к себе в комнату и собрать вещи, и даже слегка подтолкнул ее в нужном направлении. Затем я прервал мамашу на полусловие и, прибегнув к ПК, подтолкнул ее так, что она громко плюхнулась на диван. «Успокойтесь, миссис Криксли», сказал я, «и выслушайте меня». Она сидела с открытым ртом и вытрущенными глазами, пока ей не удалось выговорить, «Ты толкнул меня?» «Вы прекрасно знаете, миссис Криксли», ответил я, что я вас и пальцем не трогал. Посмотрите, где я стою, а где вы. Теперь прошу немного внимания. Я предложил вашей дочери работу машинистке и лаборантке у меня и моего партнера. Мы занимаемся психологическими исследованиями в университете. Я попросил Неду переехать в квартиру недалеко от университета, чтобы она жила поближе к работе. Первую зарплату я выплачу ей вперед, чтобы она смогла заплатить за квартиру и имела деньги на жизнь. У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? Миссис Криксли явно не привыкла выслушивать возражения, тем более высказанные столь решительным тоном. Она несколько раз открыла и закрыла рот, чем-то напомнив мне уродливую камбалу, вытащенную с морского дна на берег. Я решил не ослаблять давление, дабы она не успела перейти в контратаку. — Разумеется, — продолжил я, — это освободит вас от бремени содержания дочери и оплаты ее образования. Ее зарплаты хватит на то, чтобы оплатить оставшиеся курсы в университете. Я решил идти до конца. Поскольку мы с Карлом вложили свое наследство в дом, в котором жили, у нас было достаточно средств, чтобы удовлетворять свои скромные нужды и осуществить мой проект с Недой без особых затруднений. Миссис Криксли изумленно качала головой. Все происходило слишком быстро для ее понимания. — Неужели действительно можно сплавить эту уродину? — думала она. Я с легкостью уловил ее мысли, однако мне было неприятно читать в уме этой женщины. Никакое физическое уродство даже сравниться не могло с ее внутренним уродством. Ее голова была бурлящим котлом злости, жадности, ревности и ненависти. Я с содроганием и отвращением разорвал мысленную связь с ней. Тут как раз в комнату вошла Неда с маленьким потертым чемоданчиком в руках. В нем поместилось все ее имущество. Когда мамаша стала кричать, что чемодан ей самой нужен, я быстро всучил ей двадцатидолларовую бумажку в возмещение этого убытка. Пока она жадно рассматривала купюру, я отобрал у Неда чемоданчик, и мы поспешили к такси, дожидавшемуся нас. Мы вышли у супермаркета, у другого, где накупили на сорок долларов разной еды, а через полчаса я уже закладывал в ее холодильник в новом доме Неды. Это была довольно большая, хорошо меблированная квартира, состоявшая из спальни, гостиной и кухни. Неда в счастливом изумлении бродила по комнатам, все время повторяя «Даже не знаю, что и сказать, не знаю, как и благодарить вас, мистер Лейк». «Пожалуйста, называй меня Джоном», поправил я, раскладывая продукты по полкам холодильника. «И запомни, я живу всего этажом выше, в триста третий. Это на случай, если тебе что-нибудь понадобится. Завтра у нас установят телефон, так что ты сможешь позвонить мне в любой момент». Неда оправилась от первого изумления и спросила «Но когда и где я начну работать?» «Завтра», сказал я, «ты начнешь работать здесь, в своей квартире. Сегодня вечером я зайду к тебе с портативной электрической печатной машинкой. Она останется у тебя и пользоваться ею очень легко». Затем я уговорил ее посидеть со мной в ее новой удобной гостиной. Следующие полчаса мы разговаривали. Начав с писательского хобби Неды, я плавно перешел к университету и убеждал ее закончить все начатые курсы, потому что чувствовал, что она смотрит на свою новую работу, как на возможность бросить учебу. Все время, пока я был с ней, я старался постоянно поддерживать поток положительной, жизнеутверждающей энергии, которую я посылал ей телепатически, когда я уходил, Неда сияла от счастья, и лицо ее было уже не таким некрасивым. Вернувшись в свою квартиру, я ощущал потребность в отдыхе. Практическое применение моих новых способностей отнимало энергию, и мне было очень приятно наконец-то присесть. Передохнув несколько минут, я обновил свой дневник. Когда Карл пришел домой, я вручил ему дневник и отправился на кухню приготовить пару бифштексов. Жаль, что я был лишен кулинарных удобств 2150 года. Оставив Неду одну, я каждые 15 минут устанавливал с ней мысленный контакт, передавая ей заряд любящего понимания и уверенности в себе. Это неплохо работало. За ужином мы с Карлом обсуждали мой проект, связанный с Недой, и я попросил у него помощь. Он с готовностью согласился с тем, что мы должны ей помочь и сказал, что будет рад больше не зависеть от машинописного бюро-университета. Я не стал раскрывать перед ним своих намерений, предполагавших формирование у Неды совершенно новой самооценки. Я решил познакомить Карла с Недой, а уж потом обсудить с ним дальнейшие планы. Часов восемь вечера мы с Карлом спустились к Неде, захватив с собой печатную машинку. Неда поздоровалась немного застенчиво, но довольно бойко обсудила с Карлом требования к печати наших материалов. Я дал ему возможность все сказать за нас обоих, и почти через час, когда мы уходили, поздравил себя с прогрессом в решении проблем Неды. Однако Карл вернул меня на землю. «Да уж, Джон, сказал он, когда мы вернулись домой, ты не шутил, когда говорил, что она не красавица? То есть тебя она не впечатлила?» спросил я. Карл засмеялся. «Впечатлила?» «Впечатлила?» «Еще и как!» «Слушай, Джон, возможно, она очень даже хороший человек, но ты на нее смотрел?» «Боже мой, это же ходячая катастрофа!» «Хм!» произнес я. «Ты правда считаешь, что все настолько плохо?» Карл покачал головой. «Знаешь, если ты ездил с ней за продуктами и предоставил квартиру, то мог бы уж заодно купить ей приличную одежду?» «Да, я знаю, Карл», согласился я, «одета она неважно. Я хотел бы подобрать ей что-нибудь получше, но совершенно не разбираясь в женской моде, может быть, какая-нибудь из твоих подружек помогла бы тебе выбрать еще что-нибудь приличное, а ты бы ей потом это подарил?» «Ты хочешь, чтобы я это сделал?» спросил Карл удивленно. «Конечно», объяснил я. «Чем больше позитивного мужского внимания она получит, тем скорее ее отвращение к себе сменится уверенностью?» «Но, но, Джон», пробормотал Карл, «ты же не можешь дать ей новое лицо и фигуру, поэтому несправедливо так ее обманывать». «Я ее не обманываю, заверил я, она ценная и достойная личность, как бы она ни выглядела, и я хочу доказать ей, что, по крайней мере, мы с тобой так считаем». «Да, но как насчет всех остальных, возразил Карл, как ты поможешь ей приспособиться к тому, что все остальные по-прежнему будут видеть в ней ее старое некрасивое я, только из-за этого она будет жить с заниженной самооценкой до конца своих дней». «Я думаю, она вполне сможет стать физически привлекательной», сказал я. «В конце концов, набрав побольше веса, она уже не будет выглядеть такой тощей». «Это да», ответил Карл, «мы ее хорошенько откормим, но даже если она наберет вес и станет более фигуристой, куда ты собираешься спрятать этот нос?» «Хм, размышлял я, с носом ты, пожалуй, прав. Думаю, небольшая пластическая операция ей не повредит. Мы же можем себе это позволить, как ты считаешь?» Карл испуганно взглянул на меня. «Да ты, парень, совсем взбрендил. Конечно, мы все можем себе позволить, Джон, но ты соображаешь, что ты говоришь? Ты имеешь хоть малейшее представление о том, сколько будет стоить этот твой проект? Так я тебе скажу, он нам выльется в целую кучу денег. Я не смог бы найти этим деньгам лучшее применение, Карл, сказал я, а кроме того, если у меня все получится, то через три месяца мне уже не нужны будут деньги. «Но если не получится, то у тебя на банковском счету будет шаром покатить». Пессимизм Карла меня рассмешил. «Не унывай», сказал я, «если микрочеловек может заработать миллион своим эгоизмом, то с помощью макроспособностей я наверняка заработаю миллион бескорыстно». «У тебя еще какие-то проекты?» «На уме?» спросил Карл саркастически. «Не знаю точно, сказал я, может быть, стоит вначале посмотреть, как осуществится этот, прежде чем выдвигать другие идеи». «Вот это чертовски правильная мысль», облегченно вздохнул Карл. «Мы еще немного поговорили о 2150 годе, затем я сказал, что хочу пораньше лечь спать, чтобы поскорее вернуться к Си и задать ей несколько вопросов, в основном о том, как мне лучше осуществить то чудо, которое я задумал». Глава 12. Прыжок с 15-ти метровой высоты. «Я проснулся от нежного прикосновения теплых губ к моим кубам и от звуков наших душевных нот, которые начинали резонировать у меня в голове. Я с готовностью ответил на поцелуй Карл, и вскоре мы слились в экстазе физической и эмментальной близости. Это наслаждение все нарастало, пока мы не ощутили объединяющую радость макро-погружения. Когда мы тихо лежали, все еще сплетясь в объятиях, я снова подумал о том, насколько сексуальные отношения с Карл отличались от опыта моего микро-прошлого. До встречи с Карл и макро-погружения интимная близость не приносила мне ничего, кроме чувства вины, страха или просто неудовлетворенности. Мне было интересно, достигал ли кто-то макро-погружения до появления макро-общества. «Считанные разы», ответила Кэрол на мою мысль, «и почти всегда это происходило между близнецовыми душами». «Но поскольку близнецовые души очень редко воплощаются вместе», рассуждал я, «это прекрасно объясняет причину сексуальной неудовлетворенности микро-человека». «Сексуальные отношения, в которых нет макро-погружения, приносят лишь мимолетное удовлетворение», объяснила Кэрол. «Подожди минутку», сказал я, «но это же означает, что подавляющее большинство сексуальных отношений до появления макро-общества не приносило людям удовлетворения». «Да, конечно», кивнула Кэрол, «такие отношения обычно оставляют у партнеров тайное желание начать все заново, потому что их истинное желание не удовлетворено». «То есть ты хочешь сказать, что мы не получим удовлетворения от любой сексуальной близости, которая не закончится макро-погружением?» «Так и есть», подтвердила Кэрол, «теперь ты можешь оценить, насколько самоотверженно девушки нашей Альфы соглашались на сексуальные отношения с тобой». «Они знали, сказал я, что ноты наших душ настолько не похожи, что мы не сможем достичь макро-погружения, но чтобы помочь мне это понять, они были согласны на союз, который не доставил бы им удовлетворения?» «Однако», заметила Гару, «если ты самоотверженно жертвуешь собой ради блага другого человека, это не такой уж неприятный опыт». Я покачал головой. «Это объясняет, почему у микролюдей секс вызывает такое чувство вины, тревоги и разочарования. Они практически всегда используют секс для удовлетворения собственных, эгоистичных потребностей, поэтому неудивительно, что все в итоге заканчивается лишь эфемерным удовольствием». «Правильно», ответила Гару, «и даже микровоззрение о том, что секс священен, если его цель лишь произведения потомства, тоже неверна, потому что микрочеловек считает детей своей собственностью и использует их в своих эгоистичных целях, одна из которых с помощью детей достичь бессмертия, подхватил я. «Да», сказала Кэрл, улыбаясь, «веками человек стремился к достижению так называемого бессмертия небесного рая, где он будет целую вечность порхать с облака на облако, сарфой в руках и блаженной улыбкой на лице. Он просто еще недостаточно эволюционировал по мм-континууму, чтобы помнить свои жизни, не может понять истинное значение бессмертия, как слепой от рождения человек не может понять, что такое желтый цвет. Многие ваши религии спотыкались на этом, продолжала она, любая религия, которая, лишая человеческую душу ее бессмертного прошлого, не может убедительно проповедовать бессмертное будущее. Поразмыслив над этим, я сделал вывод, и в этом одна из величайших проблем христианства. В том числе, согласилась Карл, любая религия, истина которой зависит от духовенства, это микро-религия. Макро-человек познает истину, читая с помощью ретро-познания вселенские хроники Акаши, в которых содержится полный отчет обо всем, что когда-либо происходило. Ты хочешь сказать, спросил я, что если в своих личных хрониках Акаши я не найду какой-то информации полезной для моего развития, ее можно найти в этих вселенских хрониках. Да, это как всемирная оси, в которой есть видеозаписи всего, что происходило в нашем мире, объяснила она. Тогда человек уже не зависит от чужого толкования мира, сказал я. Зачем спорить о том, что говорили и чего не говорили Лао-Дзи, Гаутама или Иисус, если можно обратиться к вселенским хроникам Акаши и стать очевидцем любого события из их жизней. Кэрол кивнула. Совершенно верно. Мы изучили таким образом жизни всех великих философов мира. «Боже мой, это же просто уму непостижимо. Ты можешь научить меня это делать, Кэрол? Может быть, сегодня?» спросил я, желая как можно скорее воспользоваться этим новым удивительным источником знаний. «Все зависит от тебя, Джон. Однако я должна предупредить, хотя чтение вселенских хроник Акаши это замечательный способ обучения, он не поможет тебе развить макроосознание, для этого нужно черпать энергию из того же источника мудрости и любви, из которого ее черпали все великие мировые макрофилософы, из макрокосма или вселенского разума, а затем применять в повседневной жизни то, чему ты научился при контакте с этим источником». Я расстроился, услышав, что этот замечательный метод, к использованию которого я хотел немедленно приступить, не поможет мне достичь моей цели. «Третьего уровня макроосознания». С неохотой пришлось согласиться, что я смогу уделить время этому новому методу только тогда, когда решу свою главную задачу. Почувствовав мою внутреннюю борьбу, Кэрол безмолвно заверила, что это мудрый выбор, после чего пригласила меня принять с ней освежающую ванну, а затем позавтракать в компании остальных членов нашей Альфы. После завтрака Кэрол предложила мне воспользоваться Си-терминалом, который находился в нашей комнате, пока она сходит в центр Си. Я сказал, что лучше я тоже пойду в центр и полюбуюсь по пути прекрасным озером, деревьями, цветами и чистым голубым небом чудной природы этого незагрязненного мира. Я могу читать о вашем замусоренном мире, сказала она, а также видеть его во всей его мрачности в видеозаписях, но только вспомнив свою прошлую жизнь в тот период, я могу по-настоящему оценить красоту нашего мира. Ах, да, твоя ближайшая прошлая жизнь была в конце двадцатого столетия, не так ли? Ты сказала, что умерла в девяностые годы, вспомнил я. Да, ответила она, в твоем 1976 году. Я тоже была аспирантом. Мы тогда всячески боролись с преступным загрязнением нашей планеты. Однако, несмотря на всенародные протесты, заинтересованные стороны продолжали делать все по-своему, и через десять лет семидесятые годы уже казались чуть ли не идеалом экологической чистоты. Все становилось хуже и хуже, сказал я, и ничего не предпринималось для исправления ситуации. Да нет, что-то пытались сделать, ответила Карл, но было уже слишком поздно. Надо было менять систему в целом, а не лечить отдельные ее части. Требовалось всемирное сотрудничество, управляемое мировым правительством, но это противоречило микрофилософии тогдашнего микрочеловека. Для создания объединенного мирового правительства требуется макро-взгляд на жизнь и искренняя озабоченность здоровьем, безопасностью и благополучием всего человечества. Микрочеловек не хотел приносить жертвы, совершенно необходимые для достижения этой цели. Наверное, задумался я, я смотрю на мир в микроперспективе, когда сочувствую страданиям, жалкой жизни и мучительной смерти микрочеловека. Я знаю, что только таким образом он мог узнать о последствиях своих эгоистичных микродействий, но я сожалею обо всех этих трагических смертях. Микрочеловек должен был умереть для того, чтобы родился макрочеловек, категорично возразила Кэрл. Смерть кажется ужасной только тогда, когда ее вырывают из контекста развития души и накопительного макроэффекта. Разговаривая, мы вышли из гамма-корпуса и отправились берегом озера к центру Си. Внезапно я остановился и показал пальцем на фигуру посреди озера. «Посмотри, Карл», сказал я удивленно, «неужели этот человек действительно ходит по поверхности воды?» «Да», ответила она, «наверное, это восьмой или девятый уровень, тренируется в левитации». «А почему не десятый?» спросил я. «Саму», ответила Карл, «что достигшим десятого уровня уже не надо тренироваться». Фигура человека была слишком далеко от меня, чтобы я мог хорошо рассмотреть левитацию, и вскоре она совсем исчезла под водой. Кто бы это ни был, он, видимо, устал, сделал я вывод. «Может быть», ответила Карл, «а может быть, ему просто теперь захотелось поплавать, почему бы нам немного не потренироваться? Ты ведь тоже можешь научиться левитации». С этими словами Карл поднялась на метр над землей и почти десять секунд висела в воздухе, а потом снова мягко приземлилась. «Я и не знал, что у тебя это так хорошо получается», сказал я. «О чем ты при этом думаешь?» «Я просто представляю себе, как парю в воздухе», ответила она. «Хм», пробормотал я, «думаю, я тоже могу хотя бы попробовать». Я на секунду поднялся в воздух, но почти сразу же вновь приземлился. Почувствовав мое замешательство, Карл сказала, «ты забыл повысить свои вибрации воспоминанием о макроконтакте, о твоем макрокосмическом единстве со всем сущим». Я последовал ее совету и вскоре почувствовал радость спокойствия и бодрости. Затем я представил, как взмываю на два метра над землей и моментально поднялся в воздух. Я продержался в воздухе примерно пять секунд, а затем мною овладела усталость, и я начал медленно спускаться вниз, но где-то на полуметровой высоте обессилел и с грохотом упал на землю. Я был в восторге от своего невероятного успеха. Только подумать, я, Джон Лейк, парю над землей. Ух ты! Я решил, что могу подняться и на десять метров над землей или даже выше, но тогда мне придется сразу же спуститься на землю. Однако я устал от своей первой попытки и решил больше не пробовать, пока хорошенько не отдохну. «Ты бы установил и новый мировой рекорд по прыжкам в шестом», ответила Кэл, «И тебе даже не нужен был бы шест, но микрочеловек обычно пугается, если кто-то может делать что-то необычное, поэтому лучше будь осторожен». «Да», сказал я, «а что происходит, когда микрочеловек боится? Я не хочу, чтобы меня забрали в психиатрическую больницу или чего доброго стали использовать для нужд обороны». Кэрл кивнула, «У микрочеловека есть склонность ненавидеть тех, кто заставляет его чувствовать себя ниже их, поэтому тем, кто еще недостаточно разбил себе макроспособности, опасно посещать микроостров». «Кстати, о микроострове», сказал я, «я хочу, чтобы мы поехали туда, как только ты почувствуешь, что наших общих микроспособностей хватит, чтобы себя защитить». «Хорошо», ответила Кэрл, «когда мы подошли к моей комнате Си, я тебе скажу, когда почувствую, что мы готовы». Затем она нежно сжала мою руку, сказала, что мы увидимся за обедом и пошла дальше по длинному коридору. Удобно усевшись в своей любимой комнате с видом на озеро, я тотчас начал задавать Си вопросы о том, как мои макроспособности могут помочь микрочеловеку. Си много раз повторяла мне, что никому нельзя помочь, пока он сам не захочет и не будет готов принять эту помощь. По ее словам, здесь тоже надо иметь желание и веру. Спросив, как конкретно я могу помочь Неде, я узнал, что с помощью ПК можно оказывать влияние на семь гормональных центров тела и таким образом производить изменения в физическом облике человека. Я провел все утро, изучая устройство системы желез внутренней секреции, и получил целую кучу советов по использованию ПК для улучшения внешности Неды. Вначале все это казалось невероятно запутанным и сложным для понимания, но Си замечательный источник информации, обладающий нескончаемым терпением. К полудню я поверил, что у меня есть шансы сделать Неду покрасивее. Когда Кэрол присоединилась ко мне, мы приняли наши питательные таблетки, запив их водой, и пошли в зону отдыха. По пути мы снова отрабатывали ПК на камешках, а я заодно рассказывал Кэрол о своих надеждах помочь Неде в 1976 году. Кэрол согласилась, что это хорошее применение моим быстро развивающимся макроспособностям. В какой-то момент я остановился с занесенной ногой. Передо мной грелась на солнце двухметровая змея. Кэрол очевидно ее не увидела, потому что продолжала идти вперед. Я схватил ее за руку и потянул к себе. Она удивленно посмотрела на меня, затем, вспомнив о том, что для меня здесь многое внове, обнадеживающе сказала, «Все в порядке, Джон, я не боюсь, потому что змея не может причинить мне вреда». Кэрол взяла меня за руку, и я с неохотой подошел вслед за ней, поближе к змее, на хвосте, которой теперь отчетливо виднелись, кольца по гремушке. Я остановился и сказал, «Может быть, тебя, Кэрол, гремучая змея и не тронет, потому что ты не пугаешься, а вот я боюсь ее до смерти». «Тогда оставайся здесь», предложила Кэрол, «А я тебе кое-что покажу». С этими словами она подошла к ядовитой гадине, наклонилась, просунула под нее руки, спокойно подняла змею и пошла с ней ко мне. У меня пересохло во рту, сердце учащенно колотилось под воздействием такой дозы адреналина, с которой с трудом справлялась нервная система. Змеи всегда пугали меня, и та, которую Кэрол держала в руках, не была исключением. Затем я услышал зловещее тарахтение, увидел, как голова змеи дергнулась и приняла атакующее положение, а ее глаза смотрели на меня со смертельной угрозой. «Пожалуйста, не подноси ближе, Кэрол», запинаясь, произнес я и отступил на пару шагов. Кэрол остановилась и начала успокаивающе разговаривать с раздраженной змеей, которую держала в руках. К моему удивлению, через несколько секунд яростное тарахтение прекратилось, и я увидел, что тело змеи начало расслабляться. Глядя на чудо, происходящее передо мной, я вдруг осознал, что с момента, когда Кэрол подняла змею, я был убежден, что ей ничего не угрожает, даже когда опасное присмыкающееся было больше всего рассержено. Я боялся только за себя. Я ощущал стыд и смущение. Я не виню тебя за то, что тебе было страшно, сказала Кэрол. Очевидно, в твоих прошлых жизнях змеи тебе причиняли страдания, муки, а может быть, даже были причиной твоей смерти. Страх, который ты тогда ощутил, был настолько велик, что остался в тебе до сих пор. Не могу в это поверить, ответил я. Сколько себя помню, я всегда боялся змеи. Очевидно, ты гадина почувствовала мой страх и ответила на него. Правильно, Джон, согласилась она, ни одно животное не станет нападать на человека, исполненного макролюбви. Да, признал я, макрочеловек не боится, но я, видимо, еще не очень макро в этой сфере. Что я могу сделать для того, чтобы избавиться от страха? Так как у тебя уже был макроконтакт, тебе достаточно просто вспомнить его, и твой разум очистится от страха. Ты же не можешь бояться самого себя, ответила Кэрл. Я воспринял этот совет скептически, и только с телепатической помощью Кэрл мне удалось воскресить в памяти макроконтакт. Затем мы поддерживали сильную телепатическую связь, чтобы я мог сохранять макроконтакт в памяти, и только минут через сорок пять я смог наконец-то подойти к змее, дотронуться до нее и даже подержать ее в руках. Разумеется, причиной таких сложностей были мои собственные сомнения. Мы положили змею обратно на залитое солнцем место и продолжили свой путь. Я спросил у Кэрл, излечился ли я, по ее мнению, от страха перед змеями. Она засмеялась и сказала, что не все так просто, но после столь удачной борьбы с фобией мой страх значительно уменьшился. Если я буду регулярно с ним бороться, как мы только что делали, он постепенно уйдет. Я признался, что никогда не представлял себе, что когда-нибудь смогу держать в руках живую ядовитую змею, не чувствуя страха. Затем я спросил Кэрл о других диких животных. Она сказала мне, что многие животные практически вымерли во время загрязнения планеты и кризиса перенаселения. Однако раннее макрообщество сделало все возможное для того, чтобы спасти как можно больше видов. Сейчас земная фауна в значительной мере восстановлена, потому что человек перестал уничтожать животных и разрушать их цепи питания. Я был рад услышать, что выжили даже такие крупные кошачьи, как леопард, тигр и лев. Но что вы будете делать, если они слишком размножатся, спросил я. Не волнуйся, сказала она. Мы контролируем экологический баланс нашей планеты. Мы не убиваем животных, но поддерживаем естественное равновесие таким образом, что ни один вид не сможет долго размножаться в слишком больших количествах. Кстати, о перенаселении, сказал я. Знаешь, меня очень удивляет то, что во время наших прогулок от центра к зонам отдыха я не видел других людей, кроме нас. Почему? Нам не нужно собираться толпой, ответила Карл, потому что мы не боимся быть одни. С телепатией мы никогда не бываем одиноки, и у нас нет необходимости нарушать ментальное и физическое уединение другого человека без его согласия. Кроме того, ты еще не видел большей части нашей дельты, только территорию нашего гамма-корпуса. Это правда, согласился я, хотя в свой первый визит я прошелся по вашим садам и лесам. Лия была единственным человеком, которого я там встретил. Не забывай, напомнила мне Кэрол, что каждая дельта имеет по 260 квадратных километров в жилой площади, большая часть которой занята лесопарками. Десять тысяч людей могут жить в одной дельте, не стесняя друг друга, конечно, если они ведут макрообраз жизни. Когда-нибудь сказал я, я должен буду обойти все озеро и осмотреть другие гамма-корпуса. Почему бы не сейчас, предложила Кэрол, но усомнился я, если я правильно помню, длина озера восемь километров при трех километров ширине, поэтому нас ожидает достаточно длинная прогулка, километров двадцать пять от того места, где мы сейчас находимся, а я хотел сегодня увидеть Нила и Джин. Мы успеем сделать и то, и другое, ответила Кэрол, мы просто пробежим большую часть пути, используя энергию макроконтакта. Ты хочешь сказать, спросил я, что каждый раз, когда мы будем уставать, мы будем вспоминать последний макроконтакт и пополнять запасы своей энергии, одновременно избавляясь от усталости? Что-то в этом роде, кивнула она, мы будем поддерживать память и наш последний макроконтакт, что позволит нам, отчасти задействуя ПК, бежать быстро и легко. Представь себе, что твое тело весит всего несколько килограммов, а земное притяжение стало раз в десять слабее. Вначале мне трудно было поверить в то, что это возможно. Я начал бежать, прилагая много усилий, что выглядело очень смешно, но через какое-то время с помощью телепатического контакта я увидел, как Кэрол использует свой разум. Затем, благодаря той же телепатической связи, которая помогла мне преодолеть страх перед змеей, я научился бегать так, как бежал Алия в мое первое прибытие в 2150-й год. Для человека, которому всегда нравилось бегать, это ощущение полета, когда мы неслись по воздуху колоссальными шагами, время от времени подпрыгивая от восторга на 15 метров ввысь, было наивысшим физическим самовыражением. Наша скорость менялась, когда мы пробегали мимо интересующих нас мест, таких, как другие гамма-корпуса, тогда мы замедляли шаг, чтобы осмотреться, и я увидел столько людей, сколько еще никогда не видел в нашей дельте. Мы обогнули гамма-корпуса, вначале бежали по берегу озера, любуясь чудесными косами песчаных пляжей, где купались и резвились на солнышке красивые обнаженные макро-люди. Они телепатически приветствовали меня в мире 2150-го года. Мы пробегали мимо садов и цветников, мимо парков, разбитых позади каждого гамма-корпуса, мимо огромных огородов, принадлежавших гаммам. И все равно людей везде было относительно немного. Даже вокруг огромных гамма-корпусов, в каждом из которых, как я знал, жило по тысяче человек, я видел в лучшем случае небольшие кучки людей. Только в громадных зонах отдыха одна на две гаммы, если я правильно понял, народу было побольше. Но даже здесь не было больших толп, в каждой зоне отдыха человек по сто. Я был рад, что на планете, которая чуть не умерла от перенаселения, макрочеловек восстановил такой замечательный баланс, но при этом полностью отказался от микрочеловеческого идеала, отдельный дом для каждой семьи. Когда мы достигли административного корпуса, расположенного за озером, я отметил, что пробежав не менее десяти километров, совсем не чувствую усталости и пребывая в самом бодром расположении духа. Это здание окружали стройные ряды деревьев, которыми я невольно залюбовался. Затем я увидел, как из центрального входа выходит самый низкорослый человек из всех, кого я до сих пор встречал в 2150 году. Он был чуть выше метра восьмидесяти, а когда мы подошли поближе, я заметил признаки старения, рано выглядело на 45 лет, а этому человеку можно было дать и все 55. Когда мы остановились перед ним, Кэрол взяла его за левую руку и нежно поприветствовал. Затем он обратился ко мне, «Добро пожаловать в Дельту 927, Ях-Юга, ваш Дельтар». Он сразу же мне понравился, и меня не удивило то, что Дельта выбрала его своим лидером, ибо он источал потрясающее тепло и спокойную силу. «Спасибо», сказал я, «не могу выразить словами, насколько я счастлив быть здесь». Кэрол рассказал их юга о нашей прогулке вокруг озера Дельты, а затем он ответил на мой невысказанный вопрос о его возрасте. «У меня 197 лет», объяснил он, «родился в Бразилии в 1953 году. Да, я мог бы выглядеть моложе, но я вырос в то время, когда люди еще старели, и поскольку я собираюсь скоро эволюйти, я позволил себе постареть». «Вы хотите сказать, что планируете умереть?» удивленно спросил я. Си помнится говорила мне, что когда члены макрообщества решают, что они уже научились сему, чему могли в данной инкарнации, они разрывают связь между своим астральным физическими телами, в результате чего последнее умирает, а душа может свободно продолжать свое развитие по ММ-континууму, они называют этот процесс эволюходом. Самоубийство – это бегство от прошлого, эволюход, новый термин, образованный от слов, эволюция и уход – это скачок в будущее. Да, я хочу присоединиться к своим близнецовым душам в другом измерении, ответил Хьюго, кроме того, я сделал все, что мог в этой жизни, так что пора двигаться дальше. Он засмеялся, заметив мои сомнения, и продолжил, не стоит волноваться, Джон, я не собираюсь эволюйти прямо сейчас, на самом деле моего преемника выберут лишь через несколько месяцев, а я, разумеется, не могу оставить вас, пока новый дельтар не приступит к выполнению своих обязанностей. Я сказал, что, надеюсь, еще встретиться с ним в этой его жизни, затем мы с Кэрол вновь тронулись в путь. Я заметил, что на другой стороне озера прибавилось купающихся и загорающих людей. Кэрол объяснил, что послеобеденное время лучшее для отдыха на открытом воздухе. Она спросила, не хочу ли я ускорить бег, чтобы Нил и Джин не заскучали без нас. Насколько быстрее мы можем бежать, спросил я. Намного быстрее, ответила Кэрол, просто думая об этом легко и сильно. Мы свернули с берега озера и вбежали в менее людный парк, расположенный позади гамма-корпусов. Вскоре наш бег больше походил на полет, низко над землей. Я не знаю, какова была наша скорость, но через очень короткое время мы обогнули озеро и подлетели к зоне отдыха третьей триады. С того момента, как мы начали прогулку, прошло не больше часа, и хотя уже заметно уставший, я все-таки не чувствовал себя изнуренным. Подождав несколько минут, пока Нил и Джин закончат играть в футбол, мы вновь решили сыграть в теннис. На этот раз договорились, что в первом сете не будем использовать ПК. Без помощи ПК мы с Джин выиграли сет, совсем чуть-чуть опередив в счете проигравшую пару. В следующих двух сетах уже с использованием ПК мы проиграли, но не с таким сильным отрывом в счете, как вчера, я развивался быстрее, чем сам ожидал. Закончив с теннисом, мы вновь пошли плавать, после чего началась интересная и очень сложная игра, похожая на трехмерные шахматы, играли в нее командами. Учитывая мою неопытность в этой игре, мы с Кэрл играли против обоих детей, и я вновь поразился сообразительностью этих семилеток. Они разгромили нас три раза подряд, но к последней партии я начал вникать в премудрости этой игры, и мы с Кэрл даже чуть было не победили. Затем пришло время возвращаться в наши гаммы и альфы для макротанцев. Мы снова побежали, но на этот раз рядом со мной бежала Джин, а чуть впереди Кэрл Нил. Я никогда еще не видел, чтобы дети так быстро бегали. Я уверен, что эти семилетки могли бы с легкостью побить любой мировой рекорд в двадцатом веке. Перед входом в наш гамма-корпус мы помахали друг другу на прощание и разошлись по своим альфам, сопровождаемые телепатическими напоминаниями о том, чем мы собираемся заниматься вместе завтра. Вернувшись нашу альфу, я во второй раз исполнял восхитительное, динамичное сочетание балета, народного танца и гимнастики, называвшееся макротанцем. Захватывающее музыкальное сопровождение предоставляло нам служба информации через колонки, расположенное таким образом, что музыка, казалось, лилась отовсюду. Благодаря своим постоянно развивающимся телепатическим способностям я уже поспевал за мгновенными переменами в действиях других танцоров. Я уже не удивлялся тому, что на моих плечах вдруг оказывалось Джойс или Аллан подкидывал меня в воздух. Мы то образовывали живую пирамиду, то внезапно все бросались в рассыпную, обладая телепатической связью с другими. Я знал, какое движение будет следующим и был более или менее готов пробовать то, что мне в первый раз казалось совершенно невыполнимыми акробатическими трюками. Если первый опыт макротанца привел меня в замешательство и я не верил своим собственным глазам, то теперь я уже не считал макроспособности чудом, несмотря на всю их удивительность и необычность. Однако постоянное обращение к ПК дало себя знать, и через пятнадцать минут я уже очень устал и был благодарен всей Альфе за то, что из уважения ко мне они закончили макротанец раньше обычного. Вскоре я спокойно качался на поверхности воды в бассейне, с удовольствием глядя на энергичную возню в воде остальных девяносто девяти членов нашей беты. Я не сомневался в том, что перед моим взором предстали самые великие атлеты, каких прождал род человеческий. Я был уверен, что мои товарищи достигли вершин физической ловкости, грации и сверхчеловеческой выносливости. Несколько пар беззаботно занимались любовью, покачиваясь на волнах, повторяющих движения их соединенных тел. Кэрол нырнула под воду и вскоре я почувствовал, как ее влажная грудь скользнула по моему животу, затем она обняла меня ногами, и мы слились в радостном экстазе. Оценив раскрепощенную радость свободного и открытого выражения любви, я взял себе на заметку, что надо бы извиниться перед Карлом и Синди. Перед тем, как мы вышли из бассейна, наш Беттер Лео организовал что-то вроде балета в воде, бесподобную игру, за которой было ужасно интересно наблюдать. Я поклялся себе, что завтра обязательно в ней поучаствую. После ужина я слушал удивительное пение моей альфы и обнаружил, что у Нэнси и Стива, голоса которым позавидовали бы великие оперные певцы двадцатого века, чтобы услышать музыкальное сопровождение, надо было просто попросить Си поставить нужную запись, а уж в Си хранились записи всех мыслимых музыкальных произведений. Карл объяснил, и что они поют после ужина практически каждый день, и только из-за моего прибытия и наших долгих бесед я до сих пор этого не слышу. Я бы мог слушать их пение всю ночь, и даже почувствовал, что с помощью телепатии могу иногда подпевать. Однако наступил момент, когда Аллан сказал, что пора встречаться с наставниками, и я отправился на встречу с Раной. Я был очень рад, что сегодня вечером мы встречаемся именно с ней, потому что надеялся, что ее макросила поможет мне установить третий макроконтакт. Рана мгновенно уловила мое намерение или, возможно, предвидела его, потому что сразу же спросила, каким образом, по моему мнению, она может содействовать моему макроконтакту. Ну, я... я не знаю, ответил я, удивленный ее вопросом. В конце концов, ты на десятом уровне. Если кто-то знает, как мне можно помочь, то это ты? Да, ответила Рана, но в нашу прошлую встречу я сказала тебе, что все определяют желание и вера. Никто не поможет тебе их найти. Понятно, признал я, но я думал, что если бы я смог установить сильную телепатическую связь с тобой, мне было бы легче добиться еще одного макроконтакта. Рана покачала головой. У нас это не получится, потому что наши душевные ноты слишком разные, а вот у вас с Леем может получиться, если ты сумеешь полностью победить свое сопротивление. Но опять-таки для этого тебе потребуется желание и вера. Даже при телепатической связи с Леей у тебя может не получиться макроконтакт, если твои желания и вера недостаточно сильны. Более того, в этом случае ты можешь также помешать установить макроконтакт своей близнецовой души. Разумеется, поскольку Лея использует свои макроспособности, чтобы поддерживать твое перемещение в пространстве времени, она вообще все это время не могла установить макроконтакт. Читая мои мысли, Рана сказала, «Нет, Джон, более легкого пути не существует, по крайней мере, я о таком не знаю, а ведь я потратила много жизни в поисках легких путей, вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свой личный духовный рост. Я не помню, как прошла остальная часть речи с Раной, я был не на шутку разочарован и встревожен. Позже вечером, перед самым сном, мне пришла в голову мысль о том, что с тех пор, как Рана сказала, что не сможет мне помочь так, как я хотел, я блуждаю в тумане уныние. Прочитав эту мысль, Кэрл сказала что-то о том, что уныние результат подавления своих чувств. Я невнимательно ее слушал, потому что мой ум вновь занялся решением, как мне казалось, неразрешимой задачи, достижения третьего уровня всего за три месяца. Мне вновь не удался макроконтакт, и это настолько огорчило меня, что вслед за этим не получилось и макропогружение. Я долго лежал без сна, думая о своих неудачах и о задаче, стоявшей передо мной. Глава тринадцатая Проколы Я уже почти два месяца ничего не записывал в дневнике. За это время в моей жизни произошло столько неудач и провалов, сколько не было за все предыдущие годы вместе взятых. Я хотел бы сказать, что у меня не было времени все это записывать, но это правда лишь отчасти. На самом деле мне хотелось писать только о своих успехах, а не о провалах, но, к сожалению, совесть не позволяет мне писать об одном, не упоминая о другом. В конце концов все та же совесть и заставила меня продолжить свой дневник. Хотя у меня остался всего месяц, чтобы продемонстрировать третий уровень развития осознания, мне не помешает оглянуться назад и проанализировать все, что произошло за последние два месяца. Мои проблемы вызваны тем, что я, как и все другие, отказывался принять макрогосмическую истину о том, что любой провал ведет к успеху, а любой успех к следующему провалу, то есть к следующему жизненному уроку. Начну с успеха, который превратился в провал. Это касается моих отношений с Недой и моего желания изменить ее жизнь, превратить ее из никем нелюбимой уродины хотя бы в просто симпатичную девушку. Я упросил Карла привлечь консультанты одну из его подружек и купить Неде новую одежду, а сам загрузил ее работой по перепечатыванию наших научных материалов. Одновременно я работал над ее внешностью, задействовав свои макроспособности телепатии и ПК. Я продолжал засыпать девушку положительными, любящими мыслями, которые помогали ей чувствовать себя счастливой и с оптимизмом смотреть будущее. Фактически, в первый месяц знакомства с Недой я целыми днями ментально фокусировался на ней, не только посылая ей положительные, жизнеутверждающие мысли, но и подсказывая, что ей нужно есть и какие упражнения выполнять. Я был решительно настроен изменить ее внешний облик как можно скорее, но знал, что психокинеза, силы с помощью которой осуществляется любое исцеление, будет в данном случае недостаточно. Однако, я был приятно удивлен тем, насколько могущественны силы ПК, если направлять их на нужные железа и нервные центры тела. В 2150 году я регулярно уделял время изучению принципов чудодейственного и ментального исцеления и развития открытых макроучеными. Я узнал, что разум и чувство управляют физическим развитием тела и ответственны за все изменения, которые в нем происходят. Си объяснил, что это автоматический рефлекторный процесс, который называется клеточной реакцией. Каждая клетка нашего существа старательно играет ту роль, которую отводит ей наш разум и эмоции. Воспользовавшись новой информацией, полученной от Си, я сосредоточил быстро растущие силы своего ПК, а также разума и эмоций на изменении физического облика наде и одновременно на стимуляции положительной клеточной реакции, что создавало другую красоту внутреннюю. Вначале я очень медленно продвигался вперед, из-за чего начал падать духом и сомневаться в том, хватит ли трех месяцев, чтобы произвести глубокие изменения во внешности Неды. Но к концу четвертой недели я развил себе макроспособность ясновидения и начал видеть не только ее ауру, но и все семь центров внутренней секреции и даже нервное сплетение ее тела. Теперь я отчетливо видел, куда я должен направить силу своего ПК. Сразу же видны были мне и результаты этих усилий. После этого прогресс стал настолько очевидным, что Карл в недоумении качал головой и что-то про себя бормотал. К концу пятой недели физическое преображение Неды было закончено. Она стала выше ростом на два дюйма и поправилась на сорок пять фунтов. Я, как скульптор, извоял ее новое, чувственное, точеное женское тело, взяв за образ лучшие в телах Ли, Кэрол и Дианы из моей Альфы. Мой успех был выше понимания Карла через несколько дней после того, как я закончил работу над изменением внешности Неды. Он в очередной раз долго просидел у нее в гостях, а по возвращении сказал, что нам нужно поговорить. Я больше не сомневаюсь в твоих невероятных макроспособностях и в существовании макрообщества 2150 года, но ты соображаешь, что ты сделал с Недой? Что ты имеешь в виду? Спросил я. Ты же знаешь, что я с ней сделал. Я превратил ее физическую и психологическую ущербность в торжество красоты и душевного спокойствия. Что касается ее физического облика, ответил Карл, то здесь возражений нет. Боже мой, я никогда не смогу понять, как тебе удалось до такой степени изменить ее лицо, нос и все остальное, что не стали такими привлекательными и утонченными. На нее просто любо-дорого смотреть. Я не могу от нее глаз оторвать. Уловив его мысль, я вставил. Но тебе не совсем нравится ее психологическая трансформация. Карл долго буравил меня испытующим взглядом, а затем сказал, «Я не понимаю тебя, Джон. Неужели ты не видишь, что она не только физически, но и ментально твое творение? Она думает только о том, о чем ты хочешь, чтобы она думала, а ты позволяешь ей не очень-то широкий диапазон мыслей, например, отказываешь ей вправе сомневаться в будущем или даже беспокоиться о нем? Подожди, Карл, перебил я, а что плохого в том, что я помогаю ей быть уверенной в своем будущем? Черт тебя побери, Джон, взорвался он, она же не кукла, хотя ты, как я вижу, считаешь себя кукловодом, она имеет право сама разбить себе свою силу, совершая свои собственные ошибки. Ты похож на родителя собственника, который не позволяет ребенку поступать неправильно, дабы не чувствовать себя неуютно, и что в результате? Ты знаешь так же хорошо, как и я, что происходит, когда ребенку не позволяет самому справляться с проблемами этого микромира? Он становится полностью зависим от родителей, и у него вырабатывается заниженная самооценка. Господи, Джон, после стольких месяцев, потраченных на исследование, мы знаем это, как никто другой. Ты спас ее, освободил от одних отвратительных, мерзких родительских оков, но тут же заковал другие, только теперь ты сам играешь роль родителя. Вначале меня обидело и разозлило то, что Карл не оценил моей огромной, бескорыстной помощи Неде. Я послал ей телепатическую команду прийти в нашу квартиру и помочь опровергнуть Карловы обвинения. К этому времени я уже пребывал в такой неразрывной связи с умом Неды, что не сомневался, она скоро будет у нас. Моим единственным разочарованием было то, что я совсем не смог развить в Неде макроспособности. Хотя она получала мои телепатические послания, но не понимала, что они приходят от меня, и поэтому настоящая телепатическая связь между нами была невозможна. В ожидании Неды я пытался как можно объективнее проанализировать обвинения, выдвинутые Карлом. Я подумал, что, возможно, я слишком далеко зашел в своем желании уберечь Неду от несчастий, но я точно не обращался с ней, как с куклой. Карл слишком драматизировал и сгущал краски, особенно после всего того, что я для Неды сделал. Я решил напомнить Карлу о других моих самоотверженных макродеяниях. Карл, сказал я, на прошлой неделе я пошел в нашу университетскую больницу и удачно применил целительные силы своего ПК на двух безнадежных раковых больных. Не зная о моих усилиях, они легли на операцию просто потому, что предпочитали быстро умереть под ножом хирурга, а немедленно угасать от рака. Не догадайся, что произошло. Хирурги не нашли опухолей. Правда, некоторые медики-скептики предполагают, что были неверно поставлены диагнозы, потому что нельзя полностью излечиться от этого вида рака так быстро. Карл медленно покачал головой и устало улыбнулся. Ты пытаешься убедить меня в том, что делаешь людям только добро. Ты считаешь, что нет ни одной болезни, которую нельзя излечить твоими макроспособностями. Ты прав, Карл, сказал я. Я прошелся по палатам этой больницы и вылечил десятки самых сложных пациентов. Не далее, как вчера вечером, я всего за несколько минут исцелил человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Задеты были легкая и почка. Когда я его увидел, он умирал, ожидая операции. Я почти полностью излечивал диабет, туберкулез, артрит, пневмонию, эпилепсию, порог сердца, рассеянный склероз, сифилис, церебральный паралич, почечную недостаточность, уже не говоря о переломах. Ладно, ладно, перебил меня Карл, я верю тебе, но Неда уже стоит у нашей двери, и я думаю, надо ее впустить. Карл открыл дверь и пригласил Неду войти. Затем он спросил, не пришла ли она за очередной порцией материалов для перепечатывания. Да нет, ответила она, у меня еще много, ты же забегаешь ко мне с материалами почти каждый час, так что мне хватит работы до конца недели. Да, засмеялся я, кажется, у старины Карла в последнее время появилась страсть, я сделал паузу, а затем ехидно закончил, к печатному слову. Карл смутился, но ты же знаешь, что у нас накопилась целая кипа неперепечатанных материалов и услуги собственной машинистки пришлись как раз кстати. Я снова рассмеялся, я заметил, как тебя переполняет удовольствие по этому поводу. Должен признаться, я редко видел тебя таким счастливым, как в последние несколько дней. Да, я это самое начал было Карл, затем посмотрел на Неду и окончательно увял. Ты хотел спросить у Неды, подсказал я, зачем она пришла сюда. Ах, да, с благодарностью кивнул Карл. Верно, Неда, мы можем тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, ответила Неда, сверкнув ровным рядом чудесных белых зубов, которые я для нее сделал. Мне просто вдруг показалось, что Джон хочет со мной поговорить. Ах, тебе показалось, сказал Карл, глядя на меня с подозрением. Во время работы тебя вдруг начало переполнять ощущение, что Джону захотелось с тобой поговорить. Так и было, Карл, ответила Неда, снова озарив нас своей ослепительной улыбкой. Я не могла сосредоточиться на работе, я чувствовала, что мне надо прийти к вам и узнать, что нужно Джону. Вот так Свен Галли. Примечание Свен Галли, злодей-гипнотизер из романа Джорджа Дю Мурье Трилби 1894 здесь человек, контролирующий психику другого человека. Сказал Карл, метнув на меня свирепый взгляд. Спасибо за подтверждение моим словам. Теперь ты, по крайней мере, помнишь свою прошлую жизнь в роли рабовладельца. Вот откуда у тебя такой опыт. Но, Карл, возразил я, это несправедливо. Я просто хотел, чтобы Неда сама нам рассказала, нравится ли ее новая жизнь. Ах, Джон, воскликнула Неда, ты знаешь, я и не подозревала, что могу быть так счастлива. На самом деле, я до сих пор не могу все это поверить. Новая внешность, новая жизнь, с тобой и Карлом, мне приходится все время напоминать себе, что это не сон, который закончится, и я не проснусь снова уродливым созданием, в том же кошмаре, в котором я жила до встречи с тобой. Хорошо, ответил Карл, если ты так счастлива, Неда, то почему с тех пор, как приехала сюда, ты ни разу не выходила из дому? Почему ты перестала ходить в университет? Ты как будто уволилась из рода человеческого? Но мне просто не хотелось выходить на улицу, ответила Неда, вы с Джоном обеспечили меня всем, что мне нужно. Что же касается моей учебы, то я решила, что работа над вашей диссертацией для меня сейчас намного полезнее и важнее. В конце концов, Карл добавил я, ты же сам заваливаешь ее работой, так что она занята двадцать четыре часа в сутки. Ну ладно, кивнул Карл, приношу мои извинения, вынужден признаться, что каждый раз, когда я приносил тебе все эти бумаги на это, я просто хотел тебя видеть. Я никогда еще не видел такой красивой девушки, какой ты стала сейчас, я просто не мог оторвать от тебя глаз, но теперь, когда я в этом признался, ты уже не обязана проводить весь день за работой, ты можешь пойти погулять вообще, поразмяться. Но я достаточно разминаюсь, ответила Неда, особенно после того, как Джон купил мне все эти тренажеры, я на них с удовольствием каждый день тренируюсь. «Да, я знаю», сказал Карл, «но нет, раз ведь тебе не хочется увидеть еще кого-нибудь кроме меня и Джона, а надо, чтобы я виделась с другими людьми», спросила она, «хорошо, если вы с Джоном хотите, чтобы я выходила в город и встречалась еще с кем-то, я с удовольствием буду это делать». «Боже мой», простонул Карл, «ты слышишь, Джон, она хочет делать только то, что мы ей велим делать, то есть только то, что ты ей велишь делать, телепатически или на словах». Холодок пробежал у меня по позвоночнику. «Неда», сказал я, «возможно, мне придется уехать, и я больше не смогу вернуться, что ты тогда будешь делать?» Мы с Карлом увидели, как ее прелестная личка медленно исказилась гримасой страха. Она затрясла головой и жалобно застонала, не веря своим ушам. Карл метнул осуждающий взгляд мою в сторону, обнял Неду и начал шептать ей на ухо слова утешения. Огромные слезы потекли по ее потемневшим щекам, и она вновь и вновь качала головой, отказываясь поверить в возможность того, что однажды я могу уйти из ее жизни. Я положительные радостные мысли, но мой ум как будто онемел, и я понял, что бесполезно пытаться установить с нею телепатический контакт. Я сам был слишком расстроен для того, чтобы управлять своим разумом. Я продолжал повторять про себя, что я наделал, что я наделал. Через некоторое время нам с Карлом удалось успокоить Неду, и он отвел ее вниз в ее квартиру. К тому времени, как Карл обернулся, почти час спустя, я тщательно все обдумал и пришел к очень неприятному выводу. Первым делом Карл сказал, что он опять хочет говорить со мной. Я тоже хочу поговорить с тобой, Карл, ответил я. Теперь я понимаю, что ты был прав, когда называл меня кукловодом и рабовладельцем. Я отвергал мысль о том, что мне не удастся сделать Неду счастливой, поэтому я начал полностью контролировать ее разум. До этого вечера я не осознавал, насколько она стала от меня зависима. Нет, не она стала от меня зависима, а я сделал ее зависимой от себя. Карл медленно покачал головой. Тебе понравилось играть в Бога, сказал он. Вспомни старую истину, власть развращает. Судя по твоим рассказам о 2150 годе власть не развращает макро человека, но она, черт возьми, явно развращает микролюдей, таких, как мы с тобой, Джон. Да, кивнул я, и хотя мне удалось развить себе макроспособности, я не научился бескорыстно их использовать, рано предупреждала меня, что если я начну использовать свои новые силы в корыстных целях, то стану очень несчастлив. Я был уверен, что мне нечего бояться, потому что, как мне казалось, я использую их бескорыстно. Теперь я понимаю, что она имела в виду. — Ты понимаешь, спросил Карл, что ты хвастался, рассказывая мне, скольких людей ты вылечил в больнице? Ты понимаешь, что ты служишь не людям, а своей гордости? Я кивнул головой, с неохотой соглашаясь и сказал, другая старая истина гласит, что возгордившийся будет усмирен. — Ладно уж, сказал Карл, я уверен, что если бы у меня вдруг развилась макроспособность, я бы тоже начал ею злоупотреблять. К этому времени я бы, наверное, уничтожил половину населения Земли, особенно этих гадов, которые знают, что загрязняют нашу планету, но все-таки продолжают это делать, лишь бы набить свои микрокарманы деньгами. Я бы, наверное, не стал лечить людей ради гордости, скорее, убивал бы из ненависти. Но да бог с ним, наша задача сейчас возместить тот ущерб, который ты нанес, Недя. Мне ужасно жаль, извинился я, не хотел причинять ей вреда. Затем, немного помедлив, я добавил, «Возможно, я опасен, Карл?» Я не переживаю по этому поводу, Джон. Давай просто приведем Неду обратно в нормальное состояние, прежде чем ты приступишь к выполнению других своих проектов. На следующий день я начал обучать Неду макрофилософию. Я был доволен тем, как быстро она уловила суть этого мировоззрения. Я знал, что если она начнет смотреть на себя и на других с макропозицией, ей уже не будет одиноко и страшно. Никакой жизненный опыт больше не будет причинять ей боль. Поработав неделю ее наставником по личной эволюции, я дал Неде почитать свой дневник. Я заранее обговорил это с Карлом, и хотя он поначалу был против столь быстрого ознакомления Неде с этими новыми для нее идеями, мне удалось его убедить, что лучше не оберегать ее от потрясений. Наши усилия были вознаграждены, ибо Неда с огромным энтузиазмом восприняла макрофилософию и мое решение покинуть мир 1976 года и стать постоянным членом макрообщества будущего. Хотя изучение макрофилософии и мое наставничество по личной эволюции очень помогли Неде, она бы все равно еще долго переживала последствия разрыва наших нездоровых отношений с зависимостью. Если бы Карл не влюбился в нее окончательно и бесповоротно, почти все свое время свободное преподавание он проводил с Недой. Карл вытащил ее наконец из квартиры и пригласил на первое в ее жизни свидание. Тем не менее, ему не удалось вернуть ее в университет просто потому, что девушки, значившиеся в списках студентов под именем Неда Криксли больше, не существовало. Однажды вечером Карл пришел домой после свидания с Недой и сказал, что не знает, как нам узаконить личность Неда. В каком смысле? спросил я. Сам подумай, ответил Карл, она не может вернуться в университет, потому что ее преподаватели и сокурсники никогда не поверят, что это и есть та самая Неда Криксли. Мы думали было записать ее под вымышленным именем на следующий семестр в сентябре, но ее в любом случае не примут в университет без школьного аттестата, а мы не знаем, где достать поддельный аттестат. Что-нибудь придумаем, сказал я. По-моему, это будет не так уж сложно. Да, сказал Карл, криво улыбаясь, но я еще не все тебе рассказал. Мать Неды звонила в университет и узнала, что Неда перестала посещать занятия, а на факультете психологии она не числится машинисткой ни по одной теме. Откуда ты все это знаешь, спросил я. На доске объявлений нашего факультета висит сообщение, объяснил Карл, что Неда пропала без вести и всех, кто знает о ее местонахождении, просит обращаться в полицию. Ну, как задумался я, может, мне стоит позвонить ее мамаши и все ей объяснить. Карл покачал головой. Я бы не советовал, сказал он. Я обсудил это с Недой, и она считает, что мать ищет ее только потому, что теперь, когда у нее есть работа, из нее можно выкачивать деньги, и потом мать захочет ее увидеть, но мы же не сможем представить ей ту прежнюю Неду Крикси. Иными словами, сказал я, ты считаешь, что ее мать обвинит меня в похищении, а то и в убийстве? Вот именно, ответил Карл, и ни она, ни полиция, ни присяжная не поверят тебе, хотя твой приговор может быть смягчен по причине невменяемости. Несколько следующих часов мы спорили о том, стоит или не стоит разговаривать с миссис Криксли. Карл был решительно против этого и пытался убедить меня придумать Неде новую личность, и пусть это останется просто еще одним нераскрытым делом о пропаже без вести. Я обратил его внимание на то, что имя Неде было на почтовом ящике без стебель, и телефон тоже был записан на ее имя. Это значительно облегчит работу полиции, когда ее начнут искать. Несмотря на протесты Карла, я все же настоял на том, что утром встречусь с миссис Криксли и попытаюсь убедить ее в том, что ее дочь в безопасности, хотя она не может ее увидеть. Я заснул с мыслями о том, как бы мне это лучше сделать. В 2150 году я получил свой первый опыт предвидения, разговаривая с Раной. Я просматривал свои прошлые жизни, когда в мое сознание вдруг ворвались два полицейских. У меня было сильное ощущение, что эта встреча произойдет на его в ближайшем будущем. Когда Рана подтвердила мои опасения, я рассказал ей о проблеме с удостоверением личности Неды, и мы обсудили разные выходы из этой ситуации и возможные последствия. Мудрый наставник по личной эволюции никогда не говорит человеку, что тот должен делать, а просто помогает увидеть проблемы в макроперспективе и изучить способы их решения и возможные результаты. Поэтому я не получил от Раны готового рецепта, но я нашел выход из ситуации, который обещал самые лучшие долгосрочные последствия для Карла и Неды. И моментально заснул прямо в комнате для наставлений с сильным желанием проснуться рано утром в 1976 году. Я проснулся в пять утра, позвонил Неде, попросил ее одеться и как можно скорее подняться к нам. Затем я разбудил Карла, заявив ему, что скоро в нашей квартире и квартире Неды будет полиция. Он не стал интересоваться, откуда я это знаю, а только спросил, сколько у нас времени до прихода гостей. Я ответил, что у нас есть чуть больше двух часов и что Неда скоро придет к нам на завтрак. К приходу Неды мы с Карлом оделись и побрились. Пока мы завтракали на скорую руку, я наметил план действий. Вначале мы перенесем все имущество Неды в автомобиль Карла. К счастью, она еще не успела накопить столько вещей, чтобы они не помещались в багажник универсала. Затем Карл должен будет собрать свой чемодан и уехать с Недой в ближайший штат, где они поженятся и проведут медовый месяц. Карл заулыбался и сказал, «Это твой самый лучший план, Джон. Надеюсь, Неда со мной согласна», добавил он, беря ее за руку. Неда улыбнулась нам с Карлом восхитительной застенчивой улыбкой и сказала, что она тоже одобряет мой замысел. Итак, они согласились с первой частью моего плана, и я приступил к объяснению следующего этапа. Некоторое время я буду преподавать вместо Карла в университете и всем рассказывать, что мой брат уехал со своей новой сногсшибательной подружкой. Неда выйдет замуж за Карла под фиктивной фамилией Дейли, но всю оставшуюся жизнь будет Недой Джонсон. Карл забеспокоился о том, будет ли брак законным, если Неда выйдет замуж под фиктивной фамилией, но Неда сказала, что ей все равно. Главное, чтобы Карл ее любил, а если в 2150 году обходится вообще без брака, то они с Карлом уж как-нибудь переживут не совсем законное бракосочетание. После завтрака я помог Неде погрузить вещи в машину, пока Карл собирался бы чемодан, с учетом того, что его не будет несколько недель. Мы договорились, что Карл позвонит мне в конце недели, а если ему не удастся связаться со мной, то он позвонит с Нафи и узнает новости от него. Около семи утра Карл и Неда помахали мне рукой на прощание, сели в машину и растворились в утренних сумерках. В семь пятнадцать двое полицейских постучались в дверь нашей с Карлом квартиры. Они показали мне мою университетскую фотографию, по которой миссис Криксли опознала человека, похитившего ее дочь. Я объяснил, что предложил Неде Криксли работу и снял ей квартиру, но работа ей не понравилась и она уехала куда-то всего несколько дней назад. Затем я предложил офицерам осмотреть квартиру, которую она освободила. Они обыскали не только квартиру Неду, но и нашу с Карлом. Я был необычайно доволен тем, что эти полицейские не обладали высоко развитой способностью ясновидения, как некоторые из моих друзей в 2150-м иначе, они бы почувствовали энергии тела Неды, которые все еще сохранились на ее постели. Когда я объяснил, что мой сосед по квартире уехал вчера в свадебное путешествие со своей молодой женой, они вначале очень заинтересовались этим обстоятельством, но я показал им свежую фотографию Карла и Неды, и они увидели, что новобрачная не имеет ни малейшего сходства с пропавшей девушкой. Я направил все свои макроспособности на то, чтобы убедить их не арестовывать меня, дескать, я удурат прийти в полицейский участок во второй половине дня и пройти проверку на детекторе лжи или ответить на любые вопросы, которые у них могут возникнуть. Я так любезно с ними поговорил, что они даже подвезли меня к университету, дабы я не опоздал на лекции. Днем того же дня, проведя три занятия вместо Карла и пошутив со студентами по поводу его бегства с новой возлюбленной, я отправился в полицейский участок. Там я увидел двух знакомых полицейских, которые объясняли своему начальнику, почему они отпустили меня утром. Я появился как раз в тот момент, когда их уже отсылали за мной. Я вновь повторил утреннюю историю о Неде, но на этот раз меня подключили к детектору лжи, а полицейский начальник и два суровых детектива допрашивали меня с пристрастием. Разумеется, благодаря способности управлять своим умом и телом, я прошел эту проверку без особых проблем. Меня выпустили после не очень-то приятной встречи с миссис Криксли, во время которой я с помощью макроубеждения доказал полицейским, что если с Недой что-то и произошло, то к этому наверняка причастна сама мамаша. Когда я уходил, она тоже проходила проверку на детекторе лжи. На следующей неделе я прочитал в местной газете статью об исчезновении студентки университета. Там была и фотография Неды, естественно, прежней Неды. Две другие студентки тоже недавно исчезли. Их изнасилованные и изувеченные тела были раскопаны две недели назад в лесу, недалеко от студенческого городка, поэтому первая мысль у всех была о том, что Неда стала жертвой того же убийцы. Однако, глядя на фотографию Неды, трудно было себе представить, что она пала жертвой сексуального преступления, поскольку ее мать и отчим были очень бедны, не могло быть и речи о похищении ради выкупа. Я еще раз приходил в полицейский участок и узнал, что полиция подробно изучила мою биографию и пришла к выводу, что я не похож на похитителя людей или маньяка. Инвалид вьетнамской войны и уважаемый аспирант, который больше интересовался учебой, чем девушками, политикой или студенческими вечеринками, совершенно не вписывался в образ преступника. К концу недели, когда Карл позвонил, я уже перестал переживать по поводу полиции и сказал ему, что нашим проблемам пришел конец, и он может спокойно наслаждаться медовым месяцем. Тем не менее, он настоял на их с Недой возвращение, чтобы он мог продолжать преподавание. Они вернулись в воскресенье и въехали в квартиру Неды как мистер и миссис Джонсон. На следующее утро Карл вновь отправился читать лекции, а Неда продолжила перепечатывать нашу диссертацию. Мне удалось присутствовать при допросе Карла и Неды и убедить полицейских, что эти люди не имеют ни малейшего отношения к исчезновению Неды Криксли. Так с Недой Криксли было покончено раз и навсегда. Исчезновение одной студентки и обнаружение трупов двух других вызвали невероятный страх и напряжение в нашей университетской среде, а я во второй раз ощутил свою способность предвидения. Это было в воскресенье, ровно через неделю после возвращения Карла и Неды. Я проснулся, и у меня в голове появилась четкая картина центрального парка в районе 109-й улицы. Я отчетливо увидел, как двое людей свирепого вида гонятся за молодой девушкой. Я чувствовал, что они виновны в изнасиловании и смерти двух студенток, чьи тела были недавно найдены. Я проснулся с побуждением немедленно бежать в парк, потому что мое предвидение вот-вот сбудется. Через 10 минут я был уже у парка, сожалея о том, что здесь я лишен своего потрясающего тела 2150-го года. Было почти 7 утра, и парк был безлюдным. Я понял, что могу очень долго здесь бродить и так никого и не найти. Тогда я воспользовался силой телепатии, как радаром, чтобы просвечивать густые заросли парка. Я бродил по дорожкам почти 10 минут и, наконец, уловил мысли девушки, которые я не видел, потому что нас разделял холм. Я сфокусировал свой разум на ее разуме и узнал, что она едет по парковой дорожке на новом велосипеде. Она ездит здесь каждое утро и каждый вечер до и после занятий в школе, а велосипед ей подарили недавно на ее тринадцатый день рождения. Я остановился, чтобы сосредоточить всю свою энергию на телепатическом контакте с девушкой. Я стоял на месте, ожидая, что она скоро появится на вершине холма. Деревья чернели под холодным утренним солнцем. Во время недавней оттепели растаял почти весь снег, остатки которого осели вокруг зарослей кустарников и вдоль дорожек грязными белыми кучками. Внезапно я похолодел от того, что увидел через ментальную связь с девушкой. Ее преследовали двое мужчин на мотоциклах. Я представил, что мое тело легкое, как пушинка, и огромными неуклюжими прыжками добрался до вершины холма. Я посмотрел вниз на дорожку, обрамленную деревьями, и увидел девушку, скорее девочку, которая бежала вглубь парка, спасаясь от преследования двух молодых людей в грязных мотоциклетных костюмах. Девочка бросила свой велосипед, надеясь без него затеряться в кустарнике, но мужчины тоже слезли с мотоциклов и уже догоняли ее. Я установил связь с их умами и прочел похоть и злое веселье, когда один из преследователей с длинными вислыми усами ухватил наконец прядь светлых волос девочки. Я с возрастающим ужасом увидел, как этот смуглый человек одним ударом сбил ее с ног, схватил за талию и поднял высоко воздух, как знамя победы. Его невысокий и толстый приятель начал колотить ее своими огромными мясистыми кулачищами, и они оба стали срывать с нее одежду. Внезапно в моем сознании вздыбились красные волны гнева. Я вернулся назад во времени и вновь стал индейским шаманом, который дрался с белыми солдатами, насиловавшими и убивавшими женщин и детей моего племени. Я бежал все быстрее и быстрее к этим гадам. Вдруг я почувствовал, что мои руки уперлись в твердую влажную землю. Я осыпал проклятиями свое искалеченное тело за то, что оно подводит меня в такой момент. Между мной и моими врагами было еще большое расстояние. Душераздирающий крик девочки вновь привел меня в чувство, и я заорал на насильников, стараясь подняться на ноги. Они посмотрели на меня с удивлением. Толстяк засмеялся над дерзостью инвалида. То, что я на протезе, они сообразили сразу, который бросал вызов двум здоровым парням. Я доковылял до него и резко бросился ему в ноги. Прием сработал, борьба продолжилась в портеле. Мы катались по земле. Он пытался высвободить руки, чтобы осыпать меня ударами. Я старался держать его покрепче, припоминая навыки армейского рукопашного боя. Ярость поначалу сделала меня неуклюжим, но я быстро успокоился и с холодной злой жестокостью начал бить его по лицу и шее короткими, мощными ударами. Скрипнув от бешенства и боли, он вырвался из моих рук и вскочил на ноги. На нем были тяжелые ботинки самого зловещего вида. Я телепатически уловил его намерение и успел увернуться. Ботинок пролетел совсем рядом с моей головой. Я схватил толстяка за ногу и резким рывком повалил на землю. Прежде чем он успел опомниться, я уже изо всех сил яростно колотил его кулаками по челюсти. Не знаю, сколько это длилось, но еще один крик девушки заставил меня очнуться, и я понял, что бью уже бессознательное тело. Оглянувшись, я увидел, что верзила растянулся на девочке и одной своей огромной ручищей мнет ее маленькую грудь, а другой срывает с нее остатки одежды. Я встал и направился к нему. Мои легкие издавали безумный пронзительный свист. Он скачал на ноги и двинулся ко мне, выкрикивая черные ругательства. Мне опять удалось провести прием, и мы упали на землю, но на этот раз противник был слишком ловок для меня. Я оказался прижатым к земле, надо мной склонилось его злорадное усатое лицо, а две сильные руки схватили меня за горло и били головой об землю. Я удвоил усилия, стараясь вырваться, но его руки, словно стальные кольца, сдавили мою шею. У меня уже потемнело в глазах, не хватало воздуха, мне оставалось надеяться только на одно. Я полностью расслабился. Еще примерно секунду я чувствовал железную хватку вокруг своей шеи, затем, после последнего болезненного толчка, она ослабла. Я старался не терять сознание, я чувствовал над собой его горячее лицо, мои пальцы нащупали его глаза, и я всадил в них два коротких удара. С пронзительным криком враг упал навзничь и начал кататься по земле, обезумев от боли, я старался глубоко дышать, чтобы вернуть себе силы, затем, когда он подкатился ко мне, я поднял обе руки, собрал остатки сил и обрушил два удара ему на затылок. Послушался хруст, и его тело обмякло. Я с трудом поднялся на ноги, устало поскакал на одной ноге к тому месту, где на холодной мокрой земле лежала растерзанная девочка. Она была либо в обмороке, либо избита до бессознательного состояния, но изнасиловать ее подонок не успел. Я кое-как привел в порядок разодранную одежду девочки, укутал ее в свое пальто и попытался установить связь с ее бессознательным разумом. Почувствовав ее ужас и отвращение, я послал ей мощное уверение, что все хорошо, и она в полной безопасности, используя пака и ясновидение, я воздействовал на ее тело, чтобы ускорить процесс заживления ссадин. Вскоре ее веки задрожали. Когда девочка открыла глаза, я начал мягко, но уверенно объяснять ей, что теперь с ней все в порядке, и она может спокойно ехать на велосипеде домой. Я помог ей встать и проследил, чтобы она застегнула свое пальто на все оставшиеся пуговицы, и лишь потом забрал назад мое. Сопровождаемая моими телепатическими и словесными утешениями, она села на велосипед, поблагодарила меня за помощь и быстро уехала домой. Я хотел было, чтобы она вызвала полицию, но затем решил избавить бедняжку от этого испытания, встречи со своими преследователями в полицейском участке. Вместо этого я решил сам разобраться с ее обидчиками. Я не знал, что мне с ними делать, и решил, для начала отведу их в квартиру на четвертом этаже нашего дома, которая в данный момент пустовала. Там пусть и посидят, пока я не решу, что мне делать с ними дальше. Однако вначале мне надо было их исцелить и установить гипнотический контроль над их поведением, чтобы они меня слушались. Я вернулся к тому месту, где растянулся мой последний противник и начал осматривать его повреждения, задействуя ясновидение. Вскоре я понял, что он умирает от перелома шеи. Я начал изречивать его травму, пока еще не было поздно. Си говорила мне, что целительные силы высшего разума безграничны, если их направлять в правильное русло, чтобы излечить человека надо побороть сопротивление его микроличности. Меньше чем через тридцать минут мне удалось полностью залечить шею насильника. По нормам 2150 года это было очень медленно, но я был доволен собой, потому что сделал все, что мог. Прежде чем позволить мужчине прийти в сознание, я наполнил его мощным подсознательным внушением повиноваться мне и заодно узнал, что его зовут Гриффом. У его толстого приятеля Джадда была сломана челюсть, и он все еще был без сознания, поэтому я возобновил свою целительскую деятельность. Мне вновь удалось проникнуть глубоко в разум человека и подавить его внутреннее сопротивление. Затем я начал работать над его гормональными и нервными центрами, применяя к ним свои целительные силы. Вскоре челюсть срослась, а ум поддался моему гипнотическому контролю. Толстяк послушно встал на ноги и пошел к своему мотоциклу. Приведя Гриффа в чувство, я тоже направил его к мотоциклу. Затем я сел на мотоцикл Гриффа, обхватил его сзади и стал указывать ему путь, а Джад следовал за нами. Так мы и доехали до моего дома. Войдя через редко используемую дверь черного хода, мы поднялись на четвертый этаж, не встретившись ни с одним человеком. Запустив пленников в квартиру, я запретил им пытаться выходить без моего разрешения и велел вместо этого лечь и спать, пока я их не разбужу. Спустившись на третий этаж, я вошел в свою квартиру и рухнул на кровать, как убитый. В первый раз почти за два месяца я не проснулся в 2150 году. Вместо этого мне приснилось, что Лия стоит в ногах моей кровати и печально на меня смотрит. — Почему ты такая грустная? — спросил я. — Потому что теперь я не могу переместить тебя в 2150 год, ответила она. Твой гнев разорвал пространственно-временную связь. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил я. — Я хочу сказать, что твое жестокое обращение с людьми этим утром настолько снизило чистоту твоих вибраций, что мы теперь не можем переместить твои вибрации в наше временное измерение, ответила Лия. — То есть из-за того, что я спас эту девочку от изнасилования и, возможно, даже смерти, я не могу вернуться к тебе и моей макросемье? — Это невероятно, и это совершенно несправедливо, запротестовал я, уверенный в том, что произошла какая-то ошибка. — Да, Джон, несправедливо, что из-за спасения девочки ты не можешь больше перемещаться во времени, ответила она. — Однако не все так просто. Ты защищал ее не любовью и принятием всего сущего, как должно быть в макроперспективе, а с ненавистью и гневом своего микро-я. — Но я же не мог с ними драться на макро-уровне. — Что мне еще было делать? — спросил я. — На макро-уровне, ответила она, тебе бы вообще не нужно было с ними драться, а просто восстановить равновесие их умов. — Но я не мог восстановить равновесие этих извращенных умов, они же настоящие выродки, защищался я. Поэтому ты поддался своим ограничивающим убеждениям, осудил этих людей за насилие и подрался с ними со свойственной микролюдем жестокостью. Парировал Алия. Незапно я почувствовал мучительную боль в челюсти и шее. Я с изумлением понял, что они сломаны. Затем я услышал голос раны. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Матфея, глава 7, стих 1-3. «Ладно, сказал я, я ощущаю на себе боль, которую причинил сегодня, но ведь они ее заслуживали». «Конечно, заслуживали», ответил Илья, «но только микро-человек наказывает. Если ты хочешь вести микро-образ жизни, ты обрекаешь себя на жизнь в микро-мире». «Ты хочешь сказать, что я лишил себя шанса жить в макро-обществе?» спросил я. «Ты не сможешь вернуться в 2150 год, пока не уравновесишь отрицательные вибрации, которые создал внутри самого себя», объяснила она. «Если в течение месяца тебе удастся уравновесить отрицательные вибрации положительными, ты сможешь продолжить свой путь к достижению осознания третьего уровня, однако ты разорвал пространственно-временную петлю, а для ее восстановления потребуется очень много энергии, наверное, это уменьшит количество времени, которое тебе осталось для достижения третьего уровня в 2150 году». Мне так жаль, Лия, я не хотел все испортить, я просто не мог сдержаться, если бы я опять оказался в той ситуации, я бы, наверное, сделал то же самое, хотя я знаю, что не должен был этого делать, мне надо расти, надо начинать уравновешивать отрицательные вибрации, которые я создал, что для этого нужно делать, Лия, спросил я, она печально улыбнулась, если ты до сих пор не знаешь ответа на этот вопрос, Джон, то ты можешь не надеяться снова вернуться в 2150 год в этой жизни. Под эти слова я и проснулся от мучительной боли в челюсти и шее. К счастью, я исцелил своих жертв, поэтому они недолго страдали от боли. Я вспомнил, что по закону кармы моя собственная боль тоже скоро должна пройти. Затем я неожиданно осознал, что, вероятно, нанес огромный удар в своей макроперспективе, потому что не мыслил категориями кармы со времени своей первой недели в 2150 году. Это тогда я узнал, что карма действует только в микроперспективе. Когда мне пришли в голову эти мысли, боль начала уходить, и вскоре я полностью избавился от страданий, которые сам себе причинил. Я справился с одной болью, но мысль о том, что я никогда больше не увижу свой новый мир, оказалась еще более болезненной. Я должен был как-то сбалансировать отрицательные вибрации, и я был уверен, что лучше всего мне это удастся с помощью хулиганов, которых я оставил наверху. Если бы я заставил их пойти в полицию и сознаться в изнасиловании и убийстве двух студенток, что я и хотел вначале попробовать, возможно, вопрос был бы решен. Их бы приговорили, если не к смерти на электрическом стуле, то хотя бы к пожизненному заключению в одной из наших тюрем. Но такая жестокая кора обычно наполняет преступников еще больше ненависти, а макрофилософия учит, что умирающие с ненавистью в душе зачастую выбирают скорое перевоплощение с целью отмщения. И так микрочеловек не видит, что ненависть и месть порождают еще больше ненависти и месть. Нет, нельзя уравновесить отрицательную энергию, используя микрочеловеческий подход к проблеме. Это не решение. Но где же тогда решение? Я сам себе печально улыбнулся, когда вспомнил, что на решение микрочеловеку открыто указывали все великие макрофилософы мира. Так называемые христианские народы знали это решение как одну из заповедей их великого учителя. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». От Иоанна, глава 15, стих 12. Да, эта заповедь кажется не слишком практичной, с микропозиции, но мне открыли более широкий угол зрения, так называемую макроперспективу, которую я и должен теперь использовать, чтобы найти решение моей проблемы и вернуться в 2150 год к моей любимой Лии. Значит, я не могу сдать своих пленников полиции, но я не могу их и отпустить, чтобы они вернулись на тропу убийств. Интересно, смогу ли я их перевоспитать? Теперь, когда я исцелил их тела своими макроспособностями и удачно переместил свою квартиру, смогу ли я исцелить их испорченные микроумы? Я знал, что могу управлять их умами и заставить их делать то, что я им прикажу, но это будет не перевоспитание, а тюремное заключение, где я буду исполнять роль надзирателя их умов. Я должен как-то помочь им увидеть далеко идущее болезненное последствия их микросуществования. Обдумывая, как совершить это чудо, я нагрузил на поднос тарелки, ложки, пакет молока, коробку овсяных хлопьев и отправился со всем этим к ним в квартиру. Когда я вошел, молодчики все еще спали гипнотическим сном. Я быстро разбудил их и привел в кухню, где мы все сели за обеденный стол. Вначале они смотрели на меня с испугом, но страх постепенно сменился замешательством, когда я сказал, что они мои гости, что я излечил их от ран и скоро начну лечить их умы. Я сказал, что если мне это удастся, я их отпущу, и они смогут жить новой, полезной жизнью, не опасаясь полиции. Если же нам не удастся, я сделал ударение на слове «нам» создать совместное предприятие, где на них и на мне будет лежать одинаковая ответственность, то их ждет будущее полное несчастья и страданий». Долговязый гриф почесал затылок и начал дергать себя за усы. «Слушай, чувак», заговорил он в конце концов, «я не понимаю, что происходит. Как тебе удалось затащить нас сюда и почему ты не вызвал копов?» Я не знал, как ответить на эти вопросы, поэтому немного подумал и сказал, «я загипнотизировал вас, поэтому вы пришли сюда, а почему я не сдал вас в полиции, очень сложно объяснить. Понимаете, я знаю, что вы изнасиловали и убили тех двух студентов, и если бы я хотел вас наказать, то я бы сразу же вызвал полицию, но я попытаюсь показать вам другую жизнь, которая так вам понравится, что вам больше никогда не захочется никому причинять вред». «Эй, братан!» воскликнул Джат, «ты, наверное, чокнутый сектант? Хочешь спасти нас от наших грехов?» «Нет», уверил я его, «я просто хочу вам кое-что рассказать, и если то, что я вам скажу, покажется вам бредом, я отпущу вас, и вы сможете делать все, что вам хочется». Они посмотрели на меня с подозрением, потом Гриф сказал, «что нам мешает уйти прямо сейчас?» «Ручка входной двери наколена до красна, если вы попытаетесь ее открыть, то обожжетесь, то же самое произойдет, если вы дотронетесь до оконных задвижек», сказал ему я. Я видел, что они не верили мне, оба встали, и Гриф сказал, «У тебя, чувак, не все дома, с этой дверью все в порядке, я думаю, это тебе лечиться нужно». Джад первым потянулся к двери и попытался ее открыть, но едва дотронувшись до ручки, он испустил крик и отскочил назад. «А-а-а-а!» застонал Джад, бешено махая рукой в воздухе, «Черт возьми, этот чокнутый ублюдок прав, посмотри на мою руку!» Он показал свою покрасневшую руку Грифу. Гриф, видимо, поверил в то, что Джаду было действительно больно, потому что повернулся ко мне и сказал саркастически, «Ладно, чувак, но как тебе удался этот чертов фокус?» «С помощью гипноза я заставил вас поверить в то, что дверь наколена», объяснил я, «Вы ничего с этим не могли поделать, потому что я работаю с вашим подсознанием, а не с сознательным разумом. Пока ваш подсознательный разум находится в моей власти, вы не сможете выйти через эту дверь». Все еще, держась за обожженную руку, Джад гневно посмотрел на меня и сказал, «Если все происходит в моей голове, почему тогда у меня на руке эти проклятые волдыри?» «Тому что твое тело делает то, что приказывает ему, твой разум», ответил я, «твой разум верит в то, что рука обожжена, направляет в нервные центры сигналы боли, твоя гормональная система порождает волдыри». «Ладно, профессор», кивнул Гриф, «мы поверим твоей научной лекции, но за то, что ты проделываешь с нашими мозгами, ты ответишь, сегодня утром тебе просто повезло, не думаешь же ты, что сможешь справиться с нами двумя одновременно, мы тебя сейчас возьмем и разорвем напополам». «Сегодня утром я совершил ошибку», признался я, «и теперь за нее расплачиваюсь, я больше не буду с вами драться». «Ты хочешь сказать, что будешь просто так стоять, пока мы будем тебя рвать на части?» презрительно усмехнулся Джат. «Могу себе это представить». «Нет, сэр, сегодня утром ты дрался как бешеный, и сейчас будешь делать то же самое, стоит нам только поднять кулаки». «Нет, не буду», ответил я, «в этом нет необходимости. Отныне, если кто-нибудь из вас попытается причинить другому человеку вред, вы причините его только себе». «Они скептически смотрели на меня, я продолжу. Если вы еще не научились мне верить, попробуйте и увидите сами, но я вас предупреждаю, что вы только причините себе страдания». «Дай ему разо, Гриф», сказал Джад, «крутой нашелся». «Чтоб ему стало так же больно, как тебе?» спросил я. Гриф осторожно и неуверенно двинулся ко мне. Наконец он робко подошел на расстояние удара и смирил меня, как ему казалось, страшным взглядом. Я продолжал стоять на том же месте, улыбаясь. «Помни», сказал я, «я тебя предупреждал, что любой вред, который ты попытаешься причинить другому человеку, ты причинишь самому себе». «Ладно», сказал Гриф, «я верю тебе, чувак, я не буду делать тебя больно». После этих слов он сделал вид, что хочет отойти, но наполовину отвернувшись от меня, внезапно коварно развернулся обратно и попытался с размаха ударить меня в челюсть. Как вскоре понял Гриф, это было очень мощный удар. Его кулак пролетел мимо моего подбородка, бумерангом вернулся к нему и пришелся прямо в его собственную челюсть. Через секунду изумленный Гриф тяжело рухнул на пол. «Что за черт?» вскрикнул Джат. «Ты даже не двинулся, а Гриф сам себя уложил». «Что происходит?» «Я говорил вам, а вы отказывались мне верить?» «Какую боль вы должны причинить себе, чтобы поверить?» Гриф поднялся на ноги, осторожно дотрагиваясь до ушибленной челюсти. Он с грозным видом направился ко мне и остановился в нескольких шагах. Его глаза выражали смесь ярости и удивления. Подняв кулак, он засомневался и ткнул меня в грудь одним указательным пальцем. Разумеется, палец попал в его собственную грудь. Гриф задумчиво посмотрел на меня. Мне показалось, что он уже готов внимательно выслушать то, что я хотел рассказать. «Вы увидели, что если верить в истинность чего-то, посредствия вполне реальны», сказал я. «Я пытаюсь показать вам, что то, что происходит с нами, зависит от того, как мы думаем. Если мы позволяем себе отрицательные мысли, они будут иметь отрицательные последствия для нас самих. Если же мы мыслим позитивно, то наши мысли приведут к положительным результатам». «Ну вот дерьмо», воскликнул Джат, «теперь нам будут читать проповедь о силе позитивного мышления, да?» «Не», сказал я. «Вам эту силу наглядно продемонстрируют, с этого дня любая ваша злая мысль, по какому бы то ни было поводу, будет вызывать у вас сильнейшую головную боль. Она будет продолжаться, пока вы не перестанете думать злое». «А, господи, братан!» закричал Джат, хватаясь за лоб. «Что такое?» спросил Гриф. «Этот сукин сын обонзает кинжалы мне в голову!» закричал Джат. «Ой-ой-ой!» «Я не могу больше этого выносить!» «Хватит!» «Прекрати!» «Только ты можешь прекратить свою боль, Джат», объяснил я. «Как только ты перестанешь думать злое, боль пройдет». «Делай, как он говорит, Джат», посоветовал Гриф. «Этот козел нас околдовал. Наверное, лучше делать, как он говорит». Боль достигла той точки, когда Джат мог думать только о ней, и злые мысли вскоре сменились мыслями о том, как ему избавиться от боли. Его перекошенное от боли лицо постепенно расслабилось, и он вздохнул с облегчением, вытирая лоб рукавом рубашки. «Вот видишь, — сказал я, — все, что нужно было сделать, чтобы голова перестала болеть, это перестать думать злое. Теперь я оставлю вас одних, чтобы вы могли обдумать то, что я сказал, и если вы еще сомневаетесь в правдивости моих слов, то всегда можете их проверить, у вас есть ко мне какие-нибудь вопросы». «Слышь, — сказал Гриф, — сколько ты собираешься держать нас здесь? «Этого молока и хлопьев вам хватит до завтрашнего утра, тогда я к вам и приду, — ответил я. — Ты держишь нас здесь, как легавые держат людей в тюрьмах! — закричал Гриф и плюнул мне в лицо. Через секунду он бытирал свое лицо одной рукой, а другой держался за пульсирующий лоб. Он застонал. «Я не хотел! Извини, черт возьми, я же сказал! Извини!» «Не надо убеждать меня, — ответил я, — убеди себя в том, что ты не зришься. И боль мгновенно уйдет. Ну что ж, увидимся завтра. Желаю вам мыслей о любви и счастью». С этими словами я их оставил и пошел в квартиру Карла и Неды. Было уже далеко за полдень, и я как раз попал на обед, приготовленный Недой. Поскольку я весь день ничего не ел, то сосредоточился на удовлетворении своего зверского аппетита, позволив Неде и Карлу развлекать меня новостями. Покончив же с едой, я рассказал им о своих происшествиях этого дня. Как я и ожидал, Карл настаивал на сдаче моих пленников в руки полиции. Ему не нравилась мысль о том, что два насильника будут жить в одном доме с его прекрасной молодой женой. Пододвинув к ней стул, Карл обнял ее, показывая, что пытается ее защитить. Однако Неда согласилась с моими доводами о том, что пленников нужно перевоспитать. В конце концов, Карл, повторяла она, посмотри, что Джон сделал со мной, если он смог из гадкого утенка сделать белую лебедь, почему бы ему не совершить чудо и с этими хулиганами? Да, ответил Карл, но я кое-что понял о макрофилософии Джона и знаю, и Джон со мной согласится, что нельзя помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали. Человек должен активно сотрудничать, он не смог бы помочь тебе, если бы у тебя не было сильного желания и веры в его силы. Это правда, согласился я, не доверила в возможности изменений, которые в ней произошли, поэтому они и остались с ней навсегда. Вот видишь, сказал Карл, размахивая ложкой, из этих бандитов никогда ничего не выйдет, потому что они уж точно не хотят становиться образцовыми гражданами и еще меньше верят в то, что это возможно. В этом ты прав, Карл, согласился я, сейчас им явно не хватает желания и веры, но к завтрашнему дню они два раза подумают, прежде чем сомневаться в истинности того, что я говорю, и завтра я начну учить их макрофилософия. Это смешно, возразил Карл, это же самый низший вид микроотбросов на лице Земли, и ты много раз говорил, что макропозиция кажется микрочеловеку нелогичной. Действительно, с микропозиции идея о том, что мы все едины, кажется просто бредом. Зачем тратить время зря, Джон? Почему бы просто не сдать их в полицию? — Черт возьми, они душевно больные и очень опасные люди, они не заслуживают... Ты хочешь сказать, что эти парни не заслуживают помощи? Перебил его я. Если это так, то я предупреждаю тебя, будь осторожен в своих суждениях, помни о предупреждении, которое процитировала рано, и подумай над своими словами, ты тоже можешь оказаться на их месте. Карл открыл было рот, чтобы ответить, но Неда быстро приложила свой нежный палец к его губам. Пожалуйста, Карл, попросила она, подумай над тем, что говорит Джон. В конце концов, его ведь не пускают обратно в 2150-й год из-за подобных осуждающих мыслей. Хватит нам на сегодня трагедий. Неда умела убеждать Карла лучше меня, поэтому меня не удивило, что он покорно кивнул головой и уступил ей. Кстати, Карл, сказал я, ты не возражаешь, если Неда напечатает мой дневник. Я надеюсь, что к концу недели наши новые гости будут готовы ознакомиться с тем, что там написано. Если они этому поверят, может быть, они захотят научиться жить макрожизнью. Неда хотела начать немедленно, но к тому времени, как мы закончили нашу дискуссию, уже наступил вечер. Когда я уходил от них, я был убежден, что Неда намного лучше меня, объясняет Карлу основные принципы макрообщества и макрофилософии. Зная, что не попаду в 2150 год, я все равно лег спать рано, планируя с самого утра начать свою работу над Грифом и Джадом. Следующие три дня были самыми тяжелыми в моей жизни. У моих пленников все время болела голова. Это их злило, что в свою очередь вызывало головную боль, которая их злила еще больше, несоответственно, еще больше усиливала боль и так далее. Пребывая в отчаянной ярости, они несколько раз пытались на меня напасть, и, разумеется, все это заканчивалось тем, что они причиняли себе еще больше страданий. Они также несколько раз обжигали руки от дверь. Вначале я был поражен, с какой болью они были готовы мириться, вместо того, чтобы усвоить простые уроки, которые я пытался им преподать. В конце концов, я понял, что нелегко избавить людей от привычки убегать от ответственности за свою собственную жизнь. А Гриф и Джад были чемпионами по забывчивости и вытеснению неприятных воспоминаний. Они постоянно забывали, что их собственная злость вызывает головную боль, что дверь накалена, и что если они попытаются меня ударить, то сами же от этого пострадают. Конечно, если бы они так не злились из-за того, что не могут выйти, то учились бы намного быстрее, но, как однажды сказала мне рано, любой гнев это гнев на самого себя, вызванный тем, что человек называет какое-то событие неприятным и считает себя не в состоянии изменить эту плохую или нежелательную ситуацию. Она также сказала, что поскольку микрочеловек обычно отказывается принять на себя ответственность за свой неприятный жизненный опыт, он неосознанно винит в своей беде других. Перекладывая свой гнев и вину на других, он оправдывает сам себя. Это всего лишь временное бегство от действительности. Но микрочеловек об этом забывает и этот тип поведения превращается в укоренившуюся привычку, от которой очень трудно избавиться. Этот порочный круг я не виноват и был основной проблемой грифа и джада. Глядя на свою жизнь, я нашел ту же самую повторяющуюся модель поведения. Я проанализировал не только свою настоящую жизнь, но и несколько прошлых из всех извлек один урок. Все мои проблемы были вызваны отказом принять макроистину о том, что любое обучение основывается на запоминании, принятии того, что каждая наша ошибка имеет образовательную ценность. Вспоминается еще одна древняя истина. Тот, кто забывает свое прошлое, обречен его повторять снова и снова. В конце первого дня Карл предупредил меня, что мне лучше бы жить в таких же условиях, которые я создал своим пленником. Я уверил его, что полностью согласен ощущать головную боль каждый раз, когда буду поддаваться микропривычке злиться. Я был уверен, что с моей более широкой перспективой не буду сердиться. Я не осознавал, что любая неудовлетворенность порождает гнев. Другими словами, когда я видел что-то как скорее отрицательное, чем положительное, я сердился, и ко второму дню у меня самого болела голова. Я понял, что с макропозиции все сущее является одновременно и плохим, и хорошим, и безобразным, и красивым, и провалом, и успехом, но я не догадывался о том, насколько я сам был не в состоянии видеть две стороны медали, то есть иметь сбалансированную макроточку зрения. Я, который считал, что придумал идеальный способ научить своих пленников позитивно мыслить, попался в свою собственную ловушку. К концу третьего дня мы с Грифом и Джадом уже могли посоревноваться, у кого больше болит голова, и мне даже казалось, что я их на голову, извините, за каламбур, опережал. К счастью, на следующий день дела пошли лучше. Причиной послужили несколько факторов, самым главным из которых была Неда. Когда Неда увидела, каким несчастным я был вечером третьего дня, она уговорила нас с Карлом позволить ей сходить к Грифу и Джаду, захватив с собой напечатанные листы моего дневника. Мы оба были против этого, но Неда убедила нас. Они не причинят ей никакого вреда, потому что все, что они попытаются ей сделать, вернется к ним самим. Я возразил, что не хочу так рисковать. К сожалению, от моего спора с Недой у меня только сильнее разболелась голова. Я подумал, что возможно, она и права. Я согласился, с условием, что пойду с ней и буду ее охранять. Мне пришлось попросить Неду открыть дверь в их квартиру, потому что я настолько вошел в роль, что тверная ручка теперь обжигала и мои руки тоже. Неда так очаровала Грифа и Джада, что их головная боль скоро прошла. Ей удалось долго пробыть в их квартире, потому что она начала читать им мой дневник. Я был уверен, что ни один из них еще не был готов принять его всерьез, и они посчитают его глупостью, плодом моего болезненного прерываясь иногда, чтобы что-то объяснить или ответить на вопросы, Гриф и Джад проявили такой интерес, что не давали Неде остановиться. Я сказал, что уже поздно, но они согласились нас отпустить, только когда Неда пообещала им прийти на следующий день и дочитать им дневник. На следующий день Неда провела с Грифом и Джадом почти шесть часов, но все еще не дочитала огромное количество вопросов о ее жизни и о происшедших с ней изменениях. К моему удивлению, дневник не вызвал у них скептического отношения, а потом Неда еще и заставила меня продемонстрировать некоторые из моих макроспособностей. Их впечатлила и левитация, и психокинез, я поднял в воздух несколько диванных подушек. Они также вспомнили, что я исцелил их от ран, и по просьбе Неды вылечил ожоги у них на руках. С тех пор у нас уже не было проблем с дверью, они к ней не подходили, и я тоже перестал обжигаться. К концу четвертого дня я увидел, какую огромную помощь Неда оказывает мне в обучении Грифа и Джада. Меня также поразило изменение характера Неда. Она стала уверенной в себе, общительной, терпеливой, доброй, и, что самое удивительное, полной юмора, радости и смеха. Когда я спросил у нее о природе этих психологических перемен, она ответила, «Я живое доказательство того, что макрофилософия будущего способна преодолеть любую проблему». «Неда». Но зная о деяниях Грифа и Джада, «Неужели ты их не боишься?» спросил я. Неда засмеялась. «Пока я помню о своем прошлом, ничего в будущем меня не пугает». «Подожди», перебил ее я, «Ты что, не боишься, что тебя изнасилуют или убьют?» Она шаловливо пкачала головой. «Извини, если мое бесстрашие беспокоит тебя и Карла, но это не значит, что я веду себя безрассудно. Я просто верю в макрофилософию, которая говорит, что у нас абсолютно справедливая вселенная и с нами произойдет только то, чего мы хотим. Каждый, в конце концов, познает истинность того, что все едино. Поэтому в будущем нам станет только лучше. Мы достигнем высшего осознания и будем сильнее любить друг друга. Со мной произойдет только то, что я выбрала для себя в качестве урока, дающего возможность роста. Так чего же мне бояться? Я никак не могу понять, как тебе удалось так быстро научиться смотреть на жизнь с макропозиции, сказал я, качая головой. Разве не ты мне говорил, что все человеческие проблемы вызваны сопротивлением неизбежным переменам, которые должны произойти в наших жизнях, напомнила она мне. «Да», ответил я, «но тогда пойми», перебила она, «у меня в жизни произошло столько перемен, что я постепенно научилась им радоваться». «А что, если ты попадешь в аварию, предположил я, и потеряешь всю эту недавно приобретенную внешнюю красоту, ты с радостью примешь и эту перемену?» «Да», ответила она, «думаю, что приму, потому что теперь я знаю, что эта красота всего лишь внешняя оболочка, я знаю, почему я ее обрела, потому что мы создали ее с помощью твоей, нет, нашей веры в философию единства, я знаю, почему я ее могу лишиться, потому что я сама сделаю такой выбор и воплощу свое решение в жизнь, я твердо верю, Джон, что буду обладать этим телом столько, сколько хочу». «У тебя хватает веры и желания», заметил я, «пока они у тебя есть, ты можешь получить все, что хочешь, если, конечно, не откажешься от этого противоположным желанием или верой». «Я очень хотела быть красивой и счастливой», сказала она, «но не верила, что это возможно. Из-за этого я сторонилась других людей, дабы они не видели мою невзрачную внешность. Мой страх перед отказом, из-за которого я старалась не общаться с людьми, был настолько сильным, что он перевешивал мое желание быть красивой и счастливой». «Звучит настолько запутанно, когда мы высказываем это словами, что я не знаю, как нам объяснить все это грифу и джаду», вздохнул я. «Неда поддразнила меня». «Это потому, что тебе не хватает веры, Джон. Я вот верю в то, что это возможно, и хочу это сделать, поэтому у меня все получится». Я засмеялся. «Ты убила меня моим же оружием, Неда. следующее несколько дней я послежу за твоей тактикой. Наверное, ты ответ на мой крик о помощи в эти первые три изнурительных дня. Просите, и дано будет вам». От Матфея, глава 7, стих 7. «Что ж, я попросил, и вот она ты. Я лучше уйду с твоей дороги, и не буду тебе мешать делать то, что ты задумала». «Своим пленником я отвел неделю для проявления хоть каких-то признаков растущего осознания, не ожидая, правда, значительных перемен. Однако к воскресенью, через неделю после того, как я привел их сюда, поведение Грифа и Джада настолько изменилось, что временами я не верил, что это те же люди, которые напали на трех девушек, изнасиловали и убили двух из них. И все благодаря Неде». «Она убедила наших молодчиков слушать ее и соглашаться с ней, а затем уговорила их и меня слушать». Я вовсе не хочу сказать, что Гриф и Джад уже были готовы вести макрообраз жизни, потому что человек всему учится на практике, и даже неделя интенсивного обучения, как та, которую они здесь провели, не сможет компенсировать годы их прошлой жизни. Однако парни сделали первые шаги к качественно новому образу мышления, который уже давал удивительные результаты. Узнав о реинкарнации и о том, что наша душа сама выбирает себе уроки для разностороннего развития, Гриф вначале очень расстроился. «Что же нас теперь ждет в будущем? Если то, что вы говорите правда, то в следующей жизни мы, наверное, родимся девушками, которых потом изнасилуют и убьют», с неохотой заметил он. «Тогда я объяснил, что это произойдет лишь в том случае, если они откажутся развивать себе макромировоззрение, в котором то, что мы подразумеваем под кармой, не существует». «То есть, уточнил Джад, есть способ избежать этой проклятой кармы?» «На самом деле, ответил я, закон кармы это проблема лишь микрочеловека, потому что за свою жизнь он испытывает больше ненависти и позволяет себе больше отрицательных мыслей и действий, чем добрых и положительных. На макро уровне люди живут по закону любви, который не предполагает наказание. Этот образ жизни основывается на благодарном принятии любых ситуаций как уроков, специально выбранных каждой душой для ее развития». «Они начали нас расспрашивать о законе любви, и Неда сказала, если вы можете с любовью принять все, что с вами происходит, тогда в будущем вас не будет ждать ничего плохого или неприятного». «Но как же можно этому научиться?» спросил Гриф. «Желая научиться», ответила Неда, и веря в то, что это возможно. Гриф продолжал задавать вопросы, а мы с Недой старались как можно доходчивее на них ответить. Вдруг Гриф удивил нас тем, что попросил блокнот и ручку, чтобы кое-что записывать. Начав писать, он всю ночь провел за письменным столом, конспектируя идеи макрофилософии и мечтая о том, как она поможет ему перестроить всю его жизнь. В конце этой недели у нас практически не было головных болей, и Гриф и Джат уже проявляли большее осознание, но Карл все еще сомневался в их искренности. В конце концов, предупреждал он, они ведь знают, чтобы вы их отпустили, им нужно просто притвориться, что они с вами согласны и пообещать, что они будут жить той жизнью, которую вы им предлагаете. Но они действительно не лгут, убеждала его Неда. Откуда ты знаешь, спросил Карл. Не забывайте, что эти парни чемпионы по вранью, от них правда не добьешься. Карл, ты бы не относился к ним так скептически, если бы провел с ними столько же времени, сколько мы с Джоном. Кроме того, Джон может посмотреть на их ауры, и мы убедимся в их прогрессе. Это правда, Джон? Вообще-то, ответил я, я не смотрел на их ауры с того времени, как впервые их увидел в парке, потому что тогда это навело на меня ужасную тоску. Но завтра я опять попробую. Телепатически я чувствую, что они быстро продвигаются вперед, однако если ауры покажут, что они лгут, я оставлю их здесь еще на некоторое время. А если цвета аур будут хорошие, то завтра ты их отпустишь? Да, конечно, и предложу им приходить хотя бы несколько раз в неделю для наставлений по личной эволюции. То есть, сказал я, удивившись своему внезапному открытию, получается, что я теперь Л. Э. наставник. Ты представляешь, Карл? И Неда тоже? Это невероятно, просто невероятно. В воскресенье Неда и Карл провели большую часть дня, беседуя с Грифом и Джадом, а я посвятил свою энергию изучению их аур. До обеда я наблюдал за их ответами на бесконечные вопросы Карла. Иногда парни сердились, но очень редко, хотя я чувствовал, что Карл временами очень сильно на них давил. Тем не менее, их ауры все равно выглядели светлее и отчетливее, чем всего семь дней назад. В конце концов, я задал парням самый важный вопрос. Вы бы хотели остаться здесь еще на неделю? Наступило долгое молчание. Они поглядывали то друг на друга, то на Неду, Карла и меня. Наконец, Джад прочистил горло кашлем и сказал, я очень многому научился за прошедшую неделю. Может, мне не помешает тут еще немного зависнуть, если вы не против. Затем мы посмотрели на грифа, который сидел уставившись в пол. Карл начал что-то говорить, но Неда взглядом остановила его, и он замолчал. Мы все ждали. Затем гриф поднял голову и пристально глядя на меня, сказал, я хочу уйти. У меня в тетрадке записано, что мы учимся на практике, и я должен проверить, чему я научился за эту неделю. Я не смогу об этом узнать, сидя здесь, на четвертом этаже, оторванной от всего мира. Неда поцеловала вначале грифа, а затем Джада. Я посмотрел на Карла, но он ничего не сказал. Тогда я сказал, я пообещал вам обоим, что когда вы выслушаете меня, то будете свободны, и я не собираюсь нарушать своего обещания. Гриф, надеюсь, что ты будешь приходить сюда несколько раз в неделю, чтобы поговорить со мной Недой, но это как ты сам решишь. Услышав это приглашение и почувствовав, что оно относится и к нему тоже, Джад решил уйти с грифом, но они оба изъявили желание приходить как можно чаще и продолжать беседы с Недой и со мной. После этого я снял с них гипнотическое внушение, которое превращало гнев в головную боль и накаляло дверную ручку и мы с ними попрощались. Я последовал за Карлом и Недой в их квартиру, где мы вплоть до позднего вечера обсуждали жизненные уроки прошедшей недели и обдумывали возможное развитие событий в будущем. Перед сном я решил согласиться с Недой в том, что эта неделя была самым важным обучающим опытом за всю мою жизнь, потому что я много рисковал, делал много ошибок и добился важных положительных результатов. Затем я вспомнил обычай 2150-го года благодарить прошедший день за то, что он предоставил нам новые возможности для развития и эмментально подтверждать план нашего жизненного роста. Глава 14. Вызов. Я проснулся на огромной тахте в нашей альфа-комнате и понял, что уже утро. Кэрол и остальные члены нашей альфы столпились у тахты, глядя на меня. С возвращением, Джон, сказала Кэрол, обнимая меня. Затем меня поздравили и все остальные. Оказывается, Лия, Рана и другие девятые и десятые следили за моими действиями в 1976 году. Они заметили, что я, наконец, продемонстрировал любовь, лидерство и мудрость, три макрокачества и развил некоторые макроспособности, так что теперь моя аура была свежего желто-оранжевого цвета с оттенками розового, зеленого, голубого и белого. Я достиг второго уровня макроосознания. Позже, тем же утром, сидя в привычной комнате с видом на озеро, я попросил Си предоставить мне еще какую-нибудь информацию об уровнях осознания. Поскольку это был слишком общий вопрос, я вскоре понял, что получаю намного больше данных, чем способен усвоить за один раз. Прервав Си, я начал задавать ей более конкретные вопросы и получил следующую информацию. Хотя с самого начала макрообщества, то есть с 1970-х годов признавалось существование десяти основных уровней макроосознания, до 2025 года никому не удавалось достичь уровня выше третьего, восьмой, девятый и десятый уровни оставались недосягаемыми до 2100-го года. Из-за относительно низких уровней осознания раннего макрообщества имели место регрессии, возвращения к более низким уровням осознания, они почти всегда были связаны со злоупотреблением макроспособностями или силой лидерства. Некоторые из таких людей оказались на микроострове, где они захватили власть и стали правящей элитой. Но за последние 30 лет ни один человек выше второго уровня осознания не регрессировал. Можно хорошо развить себе макроспособности, но так и не достичь второго уровня, потому что уровень осознания определяется степенью личной эволюции, а не степенью развития макроспособностей. Самый большой риск, которому подвергаются люди, достигшие первых семи уровней осознания, это посещение микроострова, поэтому для меня наилучший способ быстро достичь третьего уровня осознания, отправиться туда. Однако, как заметила Си, на микроострове я также рискую потерять свой второй уровень осознания и регрессировать к первому. решив, что чем скорее я туда попаду, тем лучше я начал задавать всевозможные вопросы о микроострове. Самая важная информация была об опасностях, которые меня там ожидали. Первое. Любого члена макрообщества могут убить, если он не защищен макроспособностями. Самыми большими героями микроострова считаются те, кому удалось убить макрогостей или уговорить их отказаться от членства в макрообществе и остаться на микроострове навсегда. Второе. В данный момент все лидеры микроострова являлись бывшими членами макрообщества, у них были в той или иной степени развитые макроспособности, но они использовали эти силы лишь для того, чтобы добиться славы и богатства. Это позволяло им управлять другими островитянами. Этих людей прелестило желание власти, дарящей славу и поклонение. Итак, последним и самым мощным препятствием для эволюции души к высшему осознанию становится гордость. Третье. Чтобы достичь третьего уровня осознания, я должен продемонстрировать такую степень личной эволюции, которая позволит мне преодолеть последнее, но самое сильное микрокачество гордость. Для этого я должен добровольно отказаться от защиты макрообщества и всех его высокоразвитых членов, включая Лию и Рану. Я подробно расспросил Си об этом последнем нюансе и получил объяснение, что нельзя научиться хорошо плавать, заходя в воду в спасательном жалеть. Из этого я сделал вывод, что если кто-то другой поможет не справиться с гордостью, я не достигну третьего уровня осознания. После встречи с Грифом и Джадом мысль о нападении жителей микроострова уже не очень меня пугала, однако, если бы на меня напал кто-то с такими же макроспособностями, как у меня, или даже большими, это было бы уже другое дело. Вечером я поговорил об этом с Карл и Раной, и новости были неутешительными. Оказывается, лидеры микроострова ждали меня. Но как они могут меня ждать, спросил я у Рана, я ведь никогда не был на микроострове. Тебе уже сказали, ответила она, что лидеры микроострова бывшие члены макрообщества, и некоторые из них обладают высокоразвитыми макроспособностями. С помощью телепатии, ясновидения и предвидения они уже многое о тебе узнали. И они, добавила Кэрол, хотят убить тебя или уговорить отказаться от макрообраза жизни. Но почему они вообще мной заинтересовались, спросил я. Потому, ответила Рана, что они знают, что ты близнецовая душа Лии, которой с помощью других девятых и десятых удалось первое перемещение в пространстве времени. Они хотят остановить наш проект, убив тебя или уговорив тебя отказаться от макрообщества и остаться у них на микроострове. Но это же смешно, сказал я. Они уже знают, что если я останусь у них, то не смогу достичь третьего уровня осознания и потеряю шанс навсегда переместиться сюда. Прежде чем ответить Рана, посмотрела на меня долгим оценивающим взглядом, затем она произнесла «Есть еще один способ остаться здесь навсегда». Лия и все мы уже проложили канал пространственно-временного перехода, доказали, что это осуществимо. И теперь, пока ты находишься в 2150 году, микролидеры могут переместить тебя в этот мир навсегда, если ты добровольно согласишься с ними сотрудничать. Но это же невозможно, воскликнул я. Си сказала мне, что никто с осознанием выше седьмого уровня никогда не переходил на микроостров, у них просто не хватит макроспособностей. К моему изумлению, Рана и Кэрол покачали головами, опровергая мое заявление. Затем Рана сказала, на микроострове живет более тысячи бывших членов макрообщества с разными уровнями развития макроспособностей. Когда они установят ментальную сеть, то есть их умы соединятся, у них будет достаточно психической силы, чтобы с твоей помощью, конечно, завершить твое перемещение в пространстве времени. Но в данном случае, хотя ты и останешься навсегда в мире 2150 года, это будет осуществлено без помощи твоей близнецовой души, и прежде, чем ты достигнешь психического баланса третьего уровня личной эволюции. «Вот это да!» воскликнул я. «Они могут предложить мне жизнь в 2150 году, и мне даже не придется достигать третьего уровня?» Рана кивнула. «Они планируют предложить тебе не только постоянное пребывание в нашем мире, но и место в их правящей элите. Ты станешь третьим по могуществу человеком на микроострове». «Да», добавила Кэрл, «Выше тебя будут только президент Эл-Гон и вице-президент Сэла». Эл-Гон был единственным человеком, который, достигнув седьмого уровня, начал регрессировать. Это так его разозлило, что 80 лет назад он решил покинуть макрообщество и стать президентом микроострова. Десять лет спустя ему удалось уговорить бывшую альфа-партнершу Сэлу, которая тогда была на шестом уровне, стать его вице-президентом. «Как это получается?» спросил я. «Что они могут завершить мое перемещение во времени, а совместных усилий всех девятых и десятых на этой и на близлежащих планетах для этого недостаточно?» «Почему же? Вполне достаточно», спокойно ответила Карл. «Но они решили не переводить тебя сюда, пока ты не продемонстрируешь третий уровень осознания». «Подожди», сказал я. «Я правильно понимаю, макрообщество может удержать меня здесь даже сейчас, но они не хотят этого делать, потому что не удовлетворены моим уровнем осознания». «Именно так», ответила Рана, «но, как ты догадываешься, это не потому, что мы снобы». «Почему же тогда?» спросил я немного обиженно. «Мы считаем», сказала Рана, «что если мы осуществим твое перемещение во времени до того, как ты обретешь психический баланс хотя бы третьего уровня, ты не сможешь противостоять микродавлению, быстро регрессируешь на первый уровень и в конце концов навсегда уйдешь жить на микроостров». «Ты уверен?» спросил я. «Нет», сказала Рана откровенно, «мы не уверены даже в том, что ты не регрессируешь и не покинешь макрообщество, достигнув и третьего уровня». «Но мы обсудили этот вопрос и решили рискнуть». «Си сообщила мне», добавила Кэрол, «что почти треть десятых была против твоего постоянного перемещения к нам до достижения седьмого уровня, но это было до того, как они узнали, что Лия сможет удерживать тебя здесь только три месяца, не совершая полного перемещения». «Я покрылся холодным потом от смешанных чувств понимания и разочарования». «И на каком минимальном уровне осознания вы сошлись до того, как узнали об ограничении во времени?» «На пятом», ответила Карл. «Несколько секунд я просто молча смотрел на них, переваривая эту неприятную информацию». «То есть вы хотите сказать, что даже после достижения третьего уровня неизвестно, смогу ли я продолжать расширять свое осознание в 2150 году?» «Это так, Джон», ответил Рана, «многие очень сомневаются в твоих будущих успехах в макрообществе. Из-за того, что ты родился и вырос, не в этом веке. Многие считают, что трех месяцев по вашему времени будет недостаточно, чтобы ты преодолел тягу к своему микропрошлому. Но мы проголосовали и договорились дать тебе шанс, если ты духовно разобьешься до третьего уровня. На этот раз я окинул рану долгим, оценивающим взглядом. Затем сказал, «С твоей мудростью и силой предвидения десятого уровня, что ты видишь в моем будущем?» Она улыбнулась и ответила, «Будущее можно знать только как совокупность вероятности или возможностей, которые можно изменить своим желаниям и верой. Предсказывать твое будущее сейчас было бы глупо, но я с удовольствием помогу тебе изучить несколько альтернатив». Я покачал головой и сказал, «Не все равно, не понимаю, почему вы думаете, что я брошу свою близнецовую душу Лию, свою альфа-партнершу Кэрол, тебя и все макрообщество ради того, чтобы навсегда уйти жить в микрообщество. В конце концов, я прожил в микрообществе 1976 года, уже 27 лет, и знаю не понаслышке, какое оно жалкое и эгоистичное». «Преимущество микрообщества», ответил Рана, «заключается в том, что там ты сможешь удовлетворить свои эгоистичные желания. Тебя будут почитать как патриота, выдающегося государственного деятеля и героя». Кэрол взяла меня за руку, затем, пристально глядя мне в глаза, сказала, «Но я верю в тебя, Джон. Я знаю, что ты сможешь преодолеть свое микро-я». «И я тоже верю в тебя», сказала Рана. «Моя вера убедила совет десятых согласиться принять тебя, когда ты продемонстрируешь третий уровень осознания». Затем я вздрогнув, услышав телепатическое послание Лии, «И я верю в тебя, всегда верю». Кэрол и Рана улыбнулись мне, тоже, услышав послание Лии. Рана сказала, «Рана сказала, мы втроем знаем тебя лучше всех, а поэтому своей верой должны помочь тебе преодолеть твои микросомнения». Я ответил, «Пока я жив, сильное желание не утратить связь с вами сремя поможет мне осуществить все, что необходимо». «Замечательно», сказала Кэрол, «и остается только один вопрос, когда мы уезжаем на микроостров?» «Завтра», ответил я, Рана протянула ко мне руку и сказала, «Я очень рекомендую тебе подождать еще неделю, чтобы получше развить макроспособности, я чувствую, что они там себе очень понадобятся». «Это твое предвидение?» спросил я. «Нет», засмеялась она, «это мое логическое рассуждение». «Хорошо», согласился я, «мы подождем еще неделю, а я сделаю все возможное, чтобы как можно лучше развить себе макроспособности, но тогда у меня останется чуть больше двух недель, чтобы достичь третьего уровня или попрощаться с 2150 годом». На следующей неделе мы снова и снова играли в ПК-теннис с Кэрол, Нилом и Джин. Устав переходили к шахматам и еще одной очень развивающей, новой для меня игре под названием «Слияние». Целью этой игры было слиться воедино с каким-то предметом, животным, человеком или процессом, чувствовать так, как они чувствуют, двигаться так, как они двигаются, думать так, как они думают, в общем, на некоторое время стать ими. Какая это возбуждающая и забавная игра, самой сложной ее частью всегда является отказ от своего «я». После долгой практики и рискованных упражнений я узнал, что на самом деле у меня и не было настоящего «я», кроме того, которое видно с микропозиции. Я узнал, что, во-первых, нельзя потерять то, чего ты никогда не имел, то есть самого себя. Поскольку ощущение обособленности – это всего лишь иллюзия, которую ты сам себе создаешь, это чувство возникает, когда человек в нем нуждается, когда человек хочет, чтобы оно возникло, нельзя потерять свою сущность, и никто другой не может ее отнять. Сливаться с людьми очень интересно, но при этом сложнее и болезненнее всего, зато это очень развивает. Для взрослых опаснее всего сливаться с предметом, в то время как детей жизнь удивляет, и они не могут жить без приключений, взрослые иногда устают от проблем и опасностей. Если в этом состоянии усталости человек попытается слиться, например, с огромным дубом или с красивой большой нерушимой скалой, ему бывает очень сложно вернуться в первоначальное состояние, а поскольку желание опережает действие, то надо хотеть быть человеком больше, чем дубом, чтобы оставить дуб и вновь стать человеческой личностью. Вернувшись 1976 год, я посетил несколько больниц и попрактиковался в целительстве. Я задействовал не только ПК, но и телепатию, ясновидение, основы предвидения и мою новую способность сливаться с людьми и предметами. Когда я, прохаживаясь по коридору, видел, что больного в скором времени ожидает смерть, то старался изменить эту вероятность в будущем. При этом я, наконец, в полной мере познал истину свободного выбора. Однажды я уговорил, что стоило мне огромных телепатических усилий, старшую медсестру и двух врачей-стажеров позволить мне посетить отделение интенсивной терапии. Там я и увидел Бруно. Это был невысокий человек, 45 лет от роду, который оправлялся после сердечного приступа, происшедшего утром. По словам стажера, состояние его было стабильным, но когда я осмотрел больного с помощью макроспособности ясновидения, то заметил, что его аура очень расплывчата и увидел его лежащим в гробу на катафалке. Поскольку обе эти вещи означали смерть, я решил, что мне лучше немедленно приняться за исцеление Бруно. Когда я установил с ним связь, меня ждал большой сюрприз. Бруно тихо спал, пока я его просто осматривал, но как только я телепатически прикоснулся к его сознанию, он вдруг произнес «Здравствуй, Азар, давно уже наши пути не пересекались. Почти пятьсот тысяч лет назад у меня была инкарнация в Атлантиде, и тогда меня звали Азаром. Я был жрецом-целителем. Когда больной назвал меня этим древним именем, я вдруг остро почувствовал, что разум, с которым я установил связь некогда, обитал в теле, которое я излечил в Атлантиде. Я сказал «Мне кажется, в одной из прошлых жизней мы вместе жили в Атлантиде, но как ты меня так легко вспомнил?» Сознательный разум Бруно все еще спал, а бессознательный ответил «Если бы я не спал, я бы сознательно не помнил тебя, но когда мой сознательный разум спит, я нахожусь на свободе. Я наблюдаю за тобой с того момента, когда ты вошел в эту больницу. Я заметил, как ты задействовал телепатию и гипноз, чтобы уговорить стажера пустить тебя сюда. Я видел, как ты осматривал некоторых больных при помощи ясновидения, и тогда я вспомнил, что твой разум жил когда-то в теле человека, которого звали Азаром, и который меня исцелил. «Я и не почувствовал, что за мной следят», сказал я. «Знаю», ответил Бруно, «твой сознательный разум все еще очень слаб по сравнению с твоим макропотенциалом». «Хе-хе-хей», удивился я, «откуда ты знаешь о макропотенциале?» «Дело в том, дорогой старый друг, что один из сегментов моей души живет сейчас в 2150 году, который ты так часто посещаешь, а еще один сегмент занят установлением обособленной культуры на микроострове. Ему нужен опыт обладания силой и практика правильного использования силы. Однако к 2085 году он умрет, объяснил он. «Подожди-ка», прервал его я, «но ты же находишься здесь в 1976 году, ты же еще не дожил даже до 2000 года, не говоря уже о более позднем времени». «Нет, Азар, это ты еще не дожил до понимания синхронности времени, не говоря уже об использовании этого качества в твоих уроках». «Я случайно прочитал в твоем уме намерение воспрепятствовать моему эволюходу, так вот я не позволю тебе это сделать. Спасибо тебе за твою помощь в прошлый раз, но теперь я в ней не нуждаюсь». «То есть ты не хочешь больше жить и выбираешь смерть?» «Да», ответил он, «в этой больнице есть еще несколько душ, которые готовы оставить свои тела». «Но почему?» спросил я, «ты же сравнительно недолго прожил, у тебя, наверное, есть семья, которая будет по тебе тосковать». Он телепатически засмеялся и сказал, «когда я воплотился в этом теле сорок пять лет назад, то пообещал себе, что как только достигну своей цели, сразу же эволюйду». Я и так уже задержался здесь дольше, чем планировал. Могу я спросить, что это за цель? Я хотел сбалансировать свои вибрации. Вначале я решил родиться сыном женщины, на которой я, наверное, женюсь в моей жизни в двадцать первом веке, но затем ее брошу. В этой жизни я был ее любящим сыном и ухаживал за ней последние двадцать лет ее жизни после того, как умер ее муж. Шесть месяцев назад она к нему присоединилась. Как же можно сбалансировать отрицательные вибрации, которые ты создашь только в следующем веке? Я решил, что после сердечного приступа пострадал и разум Бруно. Вскоре ты поймешь, Азар, что прошлое, настоящее и будущее это все микротермины и иллюзии, которых не существует с макроточки зрения. Время синхронно. Теперь вернемся к твоему вопросу о цели. В одной из предыдущих жизней я был ревнивой женой-собственницей, которая превращала жизнь своего мужа в ад. В нынешней жизни я уже 25 лет женат на женщине, которая тоже постоянно отравляла мне жизнь. Двое моих детей уже взрослые женатые люди, и я оставляю свою жену финансово обеспеченной, так что теперь я могу эволюйти, потому что уже получил в этой жизни все уроки, которые выбрала моя душа. Но раз уж ты достиг своей цели, сказал я, почему нельзя еще немного здесь побыть и просто насладиться жизнью? По моему сознанию вновь прокатился его телепатический смех, и он ответил, я отправляюсь в место, которое намного лучше, чем эта планета Земля. Я приглашаю тебя к себе в гости, когда ты научишься астрально путешествовать и посещать не физические измерения, а пока прощай. Тело Бруна задрожало в конвульсиях, глаза широко открылись, осталась только легкая дрожь, которая еще после смерти не успела утихнуть, он совершил эволюход. Всем своим существом я на миг провалился в бледяную пустоту, когда увидел на его бездыханном лице ясные карие глаза Нэнси, девушки из моей альфы. Позже, снова, в 2150 году рано объяснила мне, что каждый человеческий ум сам выбирает, когда ему умирать. Этот выбор обычно делается не на сознательном, а на подсознательном или душевном уровне. В конце той недели я обнаружил, что Бруно был прав, когда предсказывал, что многие души откажутся от моего предложения их исцелить. Я удивился тому, сколь многие настаивали на полезности страданий. Помню одну женщину средних лет, которую очень сильно беспокоил артрит. Когда я предложил ей свою помощь, ее подсознательный разум ответил, пожалуйста, не облегчай мою боль, потому что она меня мотивирует и в конце концов заставит мое микро-я отказаться от своих ограниченных эгоистичных привычек, которые психологически искалечили других и сейчас калечат меня. Если ты облегчишь мою боль, мне придется заново проходить этот урок, так что лучше уж я буду расти сейчас. Я понял, что эта женщина никогда сознательно не позволяла себе таких мыслей. Если бы она услышала слова своего подсознательного разума, то никогда бы не поверила, что это говорила ее собственное высшее «я». Когда я ее спросил, нельзя ли учиться менее болезненным способом, она ответила, «Я еще не научилась брать на себя ответственность за тот вред, который нанесла другим, поэтому мне приходится несколько раз проходить одни и те же уроки. Когда-нибудь боль заставит меня усвоить этот урок и сознаться в своей вине, тогда я смогу признать свои неудачи, простить их, учиться на них и в конце концов их преодолеть. Я уже долго с этим борюсь, но когда-нибудь одержу победу». Когда я спросил Урана, почему человек должен себя прощать, она ответила, что прощение это принятие. Когда человек себя прощает, он с радостью принимает свои ошибки и потому учится на них и растет. Болезненное же покорное принятие своих ошибок наполняет человека чувством вины, от которого он убегает в наведенную амнезию, и тогда он будет допускать одни и те же ошибки снова и снова. Рана рассказала мне о законе любви, который превыше закона кармы. Только принимая себя такими, какие мы есть, с радостью и любовью, мы сможем увидеть все стороны своего «я», которое включает в себя не только микро, но и макро-я. Мы видим других только то, что видим в себе, даже если это только скрытый потенциал, и мы принимаем других настолько же, насколько принимаем себя. Только осмотрев каждого пациента в нашей университетской больнице, я согласился со словами Раны о том, что все болезни вызваны образом мышления самого человека. Я обнаружил, для того, чтобы кого-то вылечить, я должен вначале уговорить их простить себя. Тогда исцеление происходило вдоль секунды, к ужасу и удивлению больничного персонала. И еще я понял, что человек ужасается, когда созданному им мифу грозит опасность. Когда я изложил в своем дневнике все последние события, Карл и Неда начали сильно волноваться о предстоящем мне посещении микроострова. Карл постоянно цитировал предупреждения об опасностях, которые меня там ожидали. В ответ я цитировал те отрывки из дневника, которые усиливали мое желание туда поехать. Неда утверждала, что у меня все обязательно получится, поэтому не стоит и волноваться. В итоге мне стало очевидно. Постоянные заверения Неде, что все будет хорошо, доказывали, что она в этом совершенно не уверена. К счастью, нам регулярно заходили Гриф и Джат, и тогда Неде было на что отвлечься. Они оба искренне пытались жить по-новому. Парни бросили свою шайку мотоциклистов и нашли работу. Джат в авторемонтной мастерской, а Гриф на стройке. Они очень интересовались моими последними приключениями в 2150 году. Наконец неделя закончилась. Мы с Карл попрощались со своей Альфой, Бетой и большей частью Гаммы и побежали в здание за озером. Пробегая мимо других Гамм, я увидел столько народов, сколько никогда еще не видел в 2150 году. Практически все население вышло поддержать нас телепатически и словесно. Прибыв к большому административному зданию, мы увидели, что у готового к полету воздушного корабля собралась чуть ли не вся остальная наша дельта. Я был растроган мощным потоком любви, который исходил от этих макролюдей. Когда мы подошли ближе к кораблю, я увидел Рану, Эли и мою возлюбленную Лию. Я подбежал к Лии и обнял ее. Мы стояли в полной тишине, и никто в толпе не издал ни звука, когда наши умы соединились в союзе, которого могут достичь только близнецовые души. Для меня Лия была самой утонченной, чудесной и совершенной женщиной во всем мире. Переполненной чувствами, со слезами на глазах я нежно ее поцеловал. Затем, дотронувшись до моего лица руками, она тоже поцеловала меня, и этот поцелуй был самым большим откровением, которое моя душа когда-нибудь переживала, находясь во плоти. Затем Лия повернулась к Кэрол, дотронулась до ее лица и скрылась в толпе. Я Я пожал руки Хьюго, нашему Дальтару, и Эли, нашему Кайтару. Я вспомнил, что видел Эли всего два раза, во время знакомства с членами моей Альфы и в его астральном теле, когда он посещал свой Кайтон. К сожалению, мне так и не удалось узнать его поближе. Я был убежден, что никогда прежде не встречал такого красивого и мудрого человека. Он взял меня за руки и крепко обнял, затем долго и пристально смотрел мне в глаза и, наконец, сказал, ты никогда не спрашивал и по просьбе раны никто тебе не говорил, но женщина, которая была твоим наставником, наш мутар, таким образом она член совета трех. Наверное, на меня было очень странно смотреть, и у меня дыхание сперло, когда я вспомнил слова Си о том, что Совет трех состоит из мутаров, лидеров стомиллионных коллективов, двух мужчин и одной женщины, чьи решения безабелляционно принимаются всеми членами макрообщества. Меня просто поразило, что этой женщиной была моя наставница Рана. Теперь, впрочем, стало понятно, почему ее решение о том, что мне достаточно достичь только третьего уровня для полного перемещения было принято без возражений. Я вдруг почувствовал себя очень скованно в присутствии Раны и смотрел на нее с благоговением. Она подошла ко мне, взяла меня за руку и сказала, «Теперь ты понимаешь, почему я не хотела, чтобы ты знал о других моих обязанностях. Выросшие в макрообществе не трепещут при виде своих лидеров и не чувствуют непреодолимой дистанции, но я знаю, что ты был воспитан по-другому». Я не знал, что сказать, но все же выдавил из себя нескладный вопрос, «Когда я вернусь с микроострова, ты останешься моей наставницей?» Улыбнувшись, она ответила, «Я буду вашей наставницей, пока вы оба этого хотите и верите в то, что это возможно». Затем мы с Карл сели в воздушный корабль и герметические двери начали закрываться. Внезапно из толпы вышел Эли. В моем сознании его звонкий голос звучал, как в огромном зале. «Спасибо за твое восхищение, Джон. Знай, что это взаимно. Я думаю, тебе надо также знать, что одна душа ненадолго заглянула в двадцатый век, всего на тридцать лет. Ее единственной целью было родить ребенка, поскольку у нее было еще много других обязанностей. Она осталась там только до тех пор, пока можно стало доверить ее маленького сына любовной опеки другой души, которую ты называешь Карлом Джонсоном». Створки двери замкнулись, и уже когда мы взлетали, я услышал ответ Эли на мой незаданный вопрос. «Если это прибавит тебе сил, то знай, любимый сын мой, что я твоя мать». Глава пятнадцатая Микро остров За три часа мы пролетели почти шесть тысяч километров и теперь приближались к северо-восточному берегу микроострова. Этот большой субтропический Тихоокеанский остров поднялся из океана в ходе глобальных катастроф конца двадцатого века. Он был размером с половину Австралии 1976 года. Здесь, на восточном побережье острова, находилась постоянная база макрообщества, с которой в основном и осуществлялись контакты с островитянами. На нее мы и должны были приземлиться. Кэрол сказала мне, что база хорошо защищена невидимым, но непробиваемым силовым полем. Когда мы приблизились к этому анклаву макрообщества, я, к своему удивлению, увидел на берегу вокруг него тысячи людей. Ты смотри, сколько народу, воскликнул я, островитяне всегда так толпятся вокруг макробазы. Насколько я знаю, нет, ответила Кэрол, вообще-то на микроострове закон запрещает подходить к нашей базе ближе, чем на десять километров. Раньше эту зону даже охраняли полицейские с собаками. Значит, сказал я, либо они отменили этот закон, либо на берегу стоит огромная толпа правонарушителей. Силовое поле на секунду отключилось, и мы приземлились на расчищенный участок земли возле гамма-корпуса, окруженного прекрасными садами и парками с большими бассейнами и зонами отдыха. Из здания вышел очень высокий человек и побежал к нам. Скоро Кэрл уже представляла меня Ориону, гаммару базы. Сама она познакомилась с ним на прошлой неделе по видеосвязи через Си, так что они держались как старые друзья. Почему такая толпа, спросил я? Видимо, президент Элгон-десятый объявил праздник в честь вашего прибытия. Он и его вице-президент Сэла, девятая, ждут сейчас на берегу, чтобы приветствовать тебя. Извини, что здесь больше нет никого из макрообщества, но остальные члены нашей гаммы используют этот праздник как возможность поработать наставниками для островитян. А как же закон, запрещающий подходить к базе ближе, чем на десять километров, спросила Кэрл. Ради такого случая, объяснил Орион, Элгон на один день его отменил. А почему они вообще приняли такой закон, спросил я. Ну, это понятно, сказал Орион. Элгон и его помощники боятся нашего влияния на их людей. Они не хотят, чтобы кто-то уходил от них к нам, поэтому любой островитянин, которого заметили за разговором с членом макрообщества, сурово наказывается. А вам вообще удается находить здесь новобранцев для макрообщества, спросил я. Если бы не этот закон, мы находили бы больше, но даже сейчас каждый год набирается человек сто, готовых переехать на материк. Глядя на толпу, отступившую невидимое силовое поле, я удивился множеству маленьких детей, которым позволили стоять такой толчие без присмотра родителей. А где родители этих малышей, почему они не следят за детьми, спросил я Ориона. Они там, Жон, со своими детьми, пояснил он. Ты просто не привык видеть такие огромные семьи. На микроострове контроль рождаемости строго запрещен, поэтому в семьях бывает от 15 до 25 детей. Чем больше супружеская пара имеет детей, тем выше ее престиж. Но почему хотя бы некоторые не ограничиваются столькими детьми, сколько они могут нормально одеть и прокормить? Ты только посмотри на этих оборванцев, заметил я. Да, я знаю, грустно покачал головой Орион, они жертвы своих религий, которые запрещают контроль рождаемости как смертный грех. Разумеется, Элгон изменил бы все это, будь это в его интересах, однако его цель, как он открыто заявляет, превзойти макрообщество количественно, чтобы начать претендовать на нашу территорию. Разве женщины не устают от постоянной беременности, спросила Карл. Еще как, ответил Орион. На самом деле наша самая большая проблема это то, что Элгон и его помощники запрещают выдавать противозачаточные таблетки людям, которые просят. Понимаешь, у Элгона и компании хорошо развиты способности телепатии и ясновидения, поэтому, если бы их присутствие мужчина или женщина просто захочет получить противозачаточные таблетки, они сразу же это почувствуют и этого человека накажут, так же, как если бы он вступил в общение с членом макрообщества. Ты, наверное, знаешь, что наши средства делают человека бесплодным на период от 1 до 5 лет в зависимости от вида таблетки. В такой культуре быть физически неспособной иметь детей это счастье, заметила Кэрол. Не совсем так, Кэрол, возразил Орион. Видишь ли, здесь с любой женщиной, которая не может иметь детей, обращаются как с проституткой и запрещают ей выходить замуж. Это считается позором, потому что они очень почитают брак. Единственной допустимой причиной развода является неспособность женщины рожать. Тогда и если женщина хочет развестись, ей достаточно просто принять противозачаточную таблетку, сказал я. Но если разговаривать с нашими и брать у них таблетки запрещено законом, то как здешним людям удается их получать? Они знают, что мы телепаты, ответил Орион, поэтому им достаточно просто пройти мимо нас на улице, посылая запрос. И тогда мы телепортируем им таблетку, пока никто не видит. Единственная проблема в том, что кто-то из тысячи помощников Элгона может перехватить сигнал. Тогда провинившегося сразу же тащат на ближайшую площадь для публичных наказаний и... Нет, лучше я не буду рассказывать тебе об этих зверствах. Сам вскоре все увидишь. Толпа, стоящая за барьером, вновь привлекла мое внимание, и я вспомнил, что президент Элгон и вице-президент Сэла ждут нас. Я спросил у Ориона, как ты считаешь, нам скорлопастно идти навстречу с их президентом? Сейчас нет, ответил Орион, они планируют устроить тебе королевский прием, показать тебе то, что считают преимуществами микрообраза жизни, а затем уговорить тебя, чтобы ты позволил им навсегда оставить тебя здесь. Значит, ухмылился я, они считают, что я буду им так благодарен, так расчувствуюсь, что захочу навсегда остаться с ними? Орион пристально посмотрел на меня и сказал, они очень умны и прибегнут к самым разным ухищрениям, чтобы осуществить твое окончательное перемещение во времени. Понимаешь, они считают, что если им удастся это сделать до того, как ты достигнешь третьего уровня, то ты начнешь регрессировать и уже не сможешь счастливо жить в макро обществе. Понятно, сказал я, значит, нам будет опасно находиться вне базы, только когда они поймут, что я не поддался на их уговоры. Мы планируем вернуться прежде, чем это произойдет. Вдруг я почувствую, что Орион не верит в то, что мне это удастся, и изо всех сил пытается скрыть свои сомнения по поводу моего успеха на микроострове. Под его влиянием и я начал себе сомневаться, но все же взял себя в руки, храбро улыбнулся и сказал, возможно, все закончится не так плохо, как ты думаешь, Орион, но в любом случае я должен рискнуть и чему-то научиться из того, что со мной произойдет, что бы это ни было, так что будь добр, отключи силовое поле. Мы выйдем и встретимся с президентом Лгоном и этой толпой. Помедлив, Орион кивнул головой в знак согласия, провел нас к границе силового поля, там остановился и напутствовал нас. И не забывайте, когда к кому-то из них обращаетесь, называть после имени номер. Это очень важно, потому что номера у них означают уровни осознания, на обладание которыми они претендуют. Пристально глядя в глаза Кэрол, он прижал ее руки к своим губам и поцеловал их. Я был очень удивлен, когда он повернулся ко мне и так же нежно попрощался. Затем он отключил силовое поле и выпустил нас за пределы охраняемой территории. Выйдя наружу, мы с Кэрол телепатически увидели, как силовое поле снова включилось и поняли, что теперь мы стоим, не защищенные ничем, кроме своих собственных разумов, перед, как нам показалось, всем населением микроострова. Некоторое время мы стояли неуверенно рассматривая громадную толпу. Затем послышались приветственные возгласы, народ раступился, и к нам вышли два очень ярких персонажа. Таких я прежде видел разве что на рок-концертах. Один из них был мужчиной крепкого телосложения, ростом по два метра, с красивым мужественным лицом, словно высеченным из гранита. На нем было белое одеяние, усыпанное голубыми, желтыми и зелеными драгоценными камнями и тысячами блесток, сверкавших на полуденном солнце. Я подумал, что это, наверное, и есть президент Элгон-десятый, 80 лет назад бывший в макрообществе на седьмом уровне. Он регрессировал на более низкие уровни осознания, но это не помешало ему объявить себя десятым и даже сделать это слово своим постоянным титулом. Разумеется, при этом он перестал носить тунику, отображающую его ауру. Рядом с Элгоном была не менее яркая женщина, по всей повидимости Села девятая, его бывшая альфа-партнерша, регрессировавшая с шестого уровня. Я знал, что она ушла из макрообщества 70 лет назад, поэтому ей должно было быть уже заста, но она выглядела никак не старше двадцати пяти. Ее красота была пышной, сексуальной, блестящей красотой кинозвезды. Прелести Села были так соблазнительны, что я почувствовал, как все мое тело напряглось. Снакшибательно откровенный наряд оставлял обнаженный неестественно большую упругую грудь с торчащими сосками, намазанными каким-то блестящим красным веществом. Блузка была оторочена чем-то вроде горностаевого меха и усыпанной изумрудами, а на юбке кроваво-красного бархата глубокие разрезы с обеих сторон доходили до самой талии, открывая самые роскошные и волнующие ноги, какие я когда-либо видел. Внезапно по моему сознанию прокатился мелодичный смех Кэрол, и она телепатически спросила, надеюсь, ты еще не забыл о Лии и обо мне? Чтобы оторвать глаза от целы, мне понадобилось больше усилий, чем я ожидал. Я повернулся к Кэрол и очистился от похотливых мыслей в ее свежем чистом очаровании. Наконец, я выдавил из себя кривую улыбку. Спасибо, что вытащила меня, пока я не утонул. Я тоже едва справилась с вожделением колгону, призналась Кэрол, и поняла, что в толпе должно быть. Находятся сотни его помощников, которые пытаются телепатически внушить нам, что мы не можем жить, не познав сексуального удовольствия с этими двумя людьми. Так вот почему начал я, но Кэрол торопливо предупредила, подготовь свой разум к тому, что его будут постоянно атаковать, и вспомни свой последний макроконтакт. Не успел я освежить в памяти свой последний макроконтакт, как почувствовал приятное прикосновение тела с Элой и невероятно возбуждающее ощущение, когда ее влажный язык дотронулся до моих губ и легко проскользнул мне в рот. Я смутно расслышал слова Кэрол. Пожалуйста, отпусти меня, Элгон, ты прекрасно знаешь, что такие чересчур сексуальные приветствия не в наших обычаях. Где-то глубоко внутри я нашел силы мягко, но решительно оттолкнуть от себя селу. Она насмешливо улыбнулась, и я заметил, что в ее великолепных глазах пляшут опасные гипнотические огоньки. Они были темнее самой темной ночи в аду. Затем я обратил внимание на ее потрясающую гриву блестящих волос цвета красного дерева, которые спускались к талии пышными, изящными волнами. «Добро пожаловать на микроостров», сказал Элгон низким звучным голосом, который, как я сразу же понял, обладает гипнотической силой. «Я Элгон десятый, президент». «Спасибо». Мне удалось произнести это достаточно спокойно, но если вы не хотите, чтобы мы сейчас же повернули назад и нашли убежище за силовым полем, пожалуйста, прекратите свое гипнотическое давление. Элгон вперил в меня взгляд, и я почувствовал, что стою на краю опасного обрыва. Собрав воедино все свои ментальные силы, я смог преодолеть смертоносное желание упасть в развершуюся передо мной пропасть. Я с трудом отвел от него глаза и услышал раскаты его громкого смех. Когда я повернулся к Кэрол, он сказал «Не бойся, Джон десятый, ты только что продемонстрировал десятый уровень осознания, потому что тебе удалось противостоять не только моему разуму и разуму Сэлы девятый, но и тысячам других телепатически объединенных умов, которые посылали тебе гипнотические внушения. Твой успех превзошел все наши ожидания, и я обещаю, что тебе больше не придется отражать наше телепатическое давление. «Теперь ты Джон десятый, такой же могущественный, как я». «Господин», воскликнула Сэла и упала передо мной на колени, «позволь нам показать тебе наш остров и ответить на все твои вопросы, чтобы наконец правдой уравновесить ложное представление о нас, внушенные тебе вашей Си». Я повернулся к Элгону и сказал, «Хорошо, покажите нам свой остров». Сэла быстро вскочила на ноги и, качая головой, произнесла, «Приглашение осмотреть наш остров касается только тебя, Джон десятый». «Извините, но я вынужден настаивать на том, чтобы Кэрл бездес сопровождала меня», твердо сказал я, подчеркнуто обращаясь к Элгону и, игнорируя с Эллу. Элгон пожал своими мощными плечами и сказал, «Наше восхищение тобой, Джон десятый, настолько велико, что мы готовы исполнить любое твое пожелание». С этими словами он сделал знак толпе, и люди мгновенно расступились, освободив нам проход к площадке, на которой стоял огромный воздушный корабль с поднятым верхом. Мы с Кэрл вошли вслед за Элгоном и Селой, хвостовую часть этого транспортного средства, которое состояло из кабины для двух пилотов, и салона с шестью подвижными сиденьями. Эти два отсека разделяла стеклянная перегородка. Мы уселись в кресло, кроме Элгона, который стоял внутри корабля, жестами отвечая на приветственные возгласы, беснующиеся в восторге толпы. Так мы и тронулись с места. Когда толпа осталась позади, корабль поднялся метров на сто над землей и медленно, со скоростью не больше восьмидесяти километров в час, направился внутрь острова. Последний раз, махнув рукой провожавшим Элгон, повернулся к нам и начал рассказывать о микроострове. Я перескажу здесь самое главное. Население микроострова насчитывает чуть более трех миллионов человек. Вся территория разделена на пять штатов, в каждом из которых свой язык, своя религия и свой цвет кожи. Когда Элгон, благодаря своим превосходным макроспособностям, вступил в должность президента, он установил между этими пятью штатами четкие границы. Практически круглая форма острова позволила Элгону разделить его как пирог на пять равных секторов, так что все штаты сходились к общему центру кругу площадью приблизительно в 200 квадратных километров, который принадлежал Элгону как верховному правителю. Когда я спросил у него, почему он позволил все эти разделения на штаты, религии, расы и языки, он ответил, мировая история доказала, что люди быстрее всего развиваются, когда они разделены, так как конфликты и соперничество благоприятствуют росту. ими. Я сначала решил, что он шутит, но, увидев фанатичный блеск в его глазах, понял, что он абсолютно серьезен. Я знаю, продолжал он, что в макрообществе промыли тебе мозги, внушив благочестивые идеи о единстве и любви, но с микроточки зрения, которую мы поддерживаем, это всего лишь иллюзия. Если бы Бог хотел, чтобы макроединство существовало на микроуровне, он бы притворил это в жизнь. На этой планете мы живем на микроуровне, где все подчиняется универсальным законам конфликтов и соперничества. Макро-человеку, который отрицает эти законы, не место здесь, и он, в конце концов, будет вытеснен в какое-то другое измерение. Согласно макрофилософии, ответил я, это микро-человек был вытеснен в другие измерения, потому что планета поднялась на более высокий уровень развития. Это ложь, парировал Элгон, увековеченное упадочными макросуществами, которые стремятся разрушить стойкость и силу микро-человека. Но позволь мне показать тебе, какой захватывающей и интересной жизнью живут наши люди, а ты сравнишь ее с жалким существованием в макро-обществе. Видимо, Элгон послал пилотам телепатический приказ, потому что корабль вдруг резко снизился, и мы увидели множество людей, работавших на полях и фабриках. Элгон гордился тем, что микролюди работают в промышленности, сельском хозяйстве или сфере обслуживания по восемь часов, шесть дней в неделю. Они бездельничают, как члены макро-общества. Я спросил у него, почему в день, который он сам объявил государственным праздником, люди продолжают работать на полях и заводах. Он ответил, что сегодня люди работают только в этом штате, специально для того, чтобы мы могли посмотреть на их труд, если я захочу. Я отказался. Рассматривая людей, трудившихся на полях, я удивился насыщенному желтому цвету их кожи, потому что, насколько я помню, в толпе, собравшейся вокруг макробазы, были только белые люди. Когда я задал Элгону этот вопрос, он объяснил, что из-за грешного смешения всех рас изначальный цвет кожи людей изменился, но микролидеры при помощи искусственных красителей восстановили пять основных цветов кожи черный, коричневый, красный, желтый и белый. Все пять штатов назывались по цвету кожи населяющих их людей. Наш воздушный корабль приземлился возле селения, очень похожего на наши маленькие городки начала двадцатого века. Элгон открыл нам дверь и сказал, «Мы хотим, чтобы вы поговорили с людьми этого или любого другого селения. Мы с вами не пойдем, а то вы еще подумаете, что эти люди лгут для того, чтобы нам угодить». Я все равно не верил, что люди смогут свободно с нами разговаривать, но все же мы приняли предложение, подошли к двери первого попавшегося дома и постучали. Дверь открыла пожилая женщина лет семидесяти. Она сказала, что видела наше прибытие по телевизору и очень горда тем, что первой мы посетили именно ее. Она пригласила нас в маленькую искудно обставленную комнату, и когда мы сели на твердые металлические стулья, предложила мне задавать ей любые вопросы. «Расскажите мне о своей жизни», — попросил я. она широко улыбнулась, обнажая ряд кривых уродливых зубов, и сказала, «Мы ведем честную, приличную, богобоязненную жизнь. Наши мужчины и женщины женятся, рожают много детей и живут в отдельных домах, а не в огромной ужасной гостинице, как на макроконтиненте». «Почему вы красите кожу в желтый цвет?» спросил я. «Потому», объяснила она, «что у моих предков была желтая кожа, пока макрообщество не загрязнило нашу кровь межрасовыми браками. Теперь нам приходится красить кожу, чтобы помнить о своем великом расовом наследии. Вы увидите, что наш желтый штат с желтой религией и желтым языком самый лучший штат на острове». «Подождите», сказал я, «но вы же говорите на универсальном языке макрообщество, а не на желтом языке». «Мы учим язык своего президента в школах, не на этом языке обещает наше телевидение», ответила она гордо, «но дома мы говорим только на желтом языке и правительство нашего штата тоже использует только его». «Но зачем вам два языка?» спросил я. «Люди», ответила она, «которые забыли язык своих предков, не могут собой гордиться. Благодаря своему желтому языку и желтой религии мы желтые люди желтого штата, самые уникальные люди во всем мире». «Расскажите мне о вашей желтой религии», попросил я. Она вновь улыбнулась своей кривозубой улыбкой и сказала, «Наша желтая религия говорит, что когда Бог создавал человека, Он использовал пять цветов, чтобы получилось пять различных рас желтых людей Бог создал последними и самыми лучшими и с тех пор желтая раса стала избранной. Ее призвание показывать другим расам, как надо верить в Бога и жить по Его заповедям». До сих пор Карл молчала, позволяя мне задавать вопросы, но сейчас она сказала, «Я чувствую, вы искренне верите в то, что говорите и испытываете к нам острую неприязнь». «Только к тебе, из макрообщества, но не к этому человеку», сказала она, презрительно глядя на Кэрол. «Он пришел из великого века микролюдей, когда желтая раса числом превышала все остальные. Наш президент Элгон десятый надеется, что ваше макрообщество еще не успело так испортить Джона, что мы уже ничем не сможем ему помочь. Мы должны открыть ему глаза на правду». Испепелив Кэрол взглядом, она вновь повернулась ко мне, по-матерински улыбнулась и продолжила. «Мы остаемся верными древним добродетелем религии, расы, языка и микросемьи с ее приличными и неизвращенными моральными устоями». Затем она указала своим кричковатым пальцем на Кэрол и сказала «Вот, шлюха древнего Вавилона, живущая только ради безнравственного наслаждения, безбожная, бездетная, безродная, обреченная прозябать в неведении о святой благопристойности брака и воспитания своих собственных детей, она и ей подобная мерзость этой земли и скоро Бог уничтожит этих порочных богохольников». «Спасибо, что поговорили с нами, сказал я, но нам уже пора идти. Ваш президент ждет нас на улице и мы не хотим его задерживать». Она проводила нас до двери, пожелала мне счастья и познания истины, и полностью проигнорировала Кэрол. Мы вернулись к кораблю и попросили показать нам еще один штат. Пилоты опустили на пассажирский салон корабля прозрачный колпак, чтобы можно было двигаться с большей скоростью, и мы вновь поднялись в воздух. По пути в следующий штат настал черед селы подчивать нас чудесами микроострова. в начале она обратила мое внимание на то, что каждый человек имеет право иметь детей, а женщины верны своим мужьям. «Скажи мне, Сэлла девятая, сказал я, а ты верна Элгону десятому?» Она засмеялась и сказала, «Я не замужем, потому что макрообщество лишило меня способности иметь детей». «По сведениям Си, Сэлла девятая, ты сама выбрала постоянную стерилизацию, но ты пока еще можешь это изменить», ставила Кэрол. Си также говорит, что с женщинами, которые не могут или отказываются рожать детей, обращаются на микроострове как с проститутками. Сэлла взглянула на Кэрол с отвращением, затем повернулась ко мне и с улыбкой сказала, «Макрообщество придумало больше лжи, чем любое другое общество за всю историю человечества, а потом построило машину под названием Си для того, чтобы эту ложь распространять». «Знать, что у вас нет проституток?» спросил я. «Конечно есть», ответила она, «Микрочеловеку всегда было нужны сексуальные разнообразия. Это самая древняя женская профессия. Мы верны древним микрообычаям, которые позволяют человеку обладать всем, за что он может заплатить. Разумеется, как и другие удовольствия, посещение проституток запрещено законом». «Что ты подразумеваешь под другими удовольствиями?» спросил я. «Наши законы запрещают многие удовольствия, чтобы люди научились их ценить и много работали, для того, чтобы позволить их себе», ответила Сэлла. «Ты хочешь сказать, что вы сами поощряете преступления, принимая законы, которые люди заведомо будут нарушать?» спросил я недоверчиво. «Конечно», ответила она. «Разве не всегда было так. Это один из наших лучших источников государственного дохода. Кроме того, вспомни-ка мировую историю. Преступление, необходимый компонент жизни, оно делает жизнь интересной и захватывающей. В конце концов, без определенных законов не будет конфликтов и конкуренции». То есть ты и Элгон десятый сами организовали преступность, таким образом, чтобы вы и ваши последователи могли извлекать из нее выгоду», подытожил я. «Правильно, Джон десятый, так всегда было и раньше», ответила она, пожав плечами, отчего ее пышная обнаженная грудь качнулась, но я постарался не обращать на это внимания. «Однако людям от этого лишь одна польза. Наша организованная преступность позволяет любому человеку, который готов за это заплатить самое потрясающее наслаждение, бунт, мятеж, свободу. Ради этого стоит нарушать закон, микрочеловек всегда к этому стремился. Я не могу поверить, что вы двое выросли в макрообществе, достигли высоких уровней макроосознания, а потом отказались от всего этого ради такой жизни, заметил я. Послушай, Джон десятый, воскликнула Сэлла, мы не отказались от своего осознания, мы лишь сильнее его развили. Я теперь на девятом, а Элгон на десятом уровне. Ты не понимаешь, мы отказались только от скуки. Здесь мы можем наслаждаться запретными плодами, за которые борются, и которые получают только самые сильные и самые смелые. Уверяю тебя, Джон десятый, без гордости и конфликтов жизнь становится смертельно скучна. Стоит ли вообще жить такой жизнью? Ты, наверное, забыла, сказал я, что я пришел из мира 1976 года, где из-за конфликтов и конкуренции люди загрязняют и разрушают эту планету. Мы не забыли, что пока человеческая жизнь полностью подчинялась законам конкуренции и конфликтов, у нас не было опасности загрязнения и перенаселения планеты, потому что сильные выживали, а слабые погибали или жили жизнью минимального потребления и загрязнения. Но, удивился я, разве все ваши помощники не обладают макроспособностями и не называются контролерами, и разве не их задача сдерживать конфликты и управлять конкуренцией так, чтобы они служили вашим личным интересам? Конечно, откровенно ответила Сэлла, потому что мы сильны, а сильные всегда правят миром, если, конечно, их мозги не скованы мифами о любви, равенстве и единстве. Но ты должна признать, что ни одна общественная структура, включая ваше микрообщество, не сможет выжить без сотрудничества. Да, легко согласилась она и с этим. Мы сотрудничаем таким образом, чтобы лучше наслаждаться плодами конфликтов и конкуренции. В этом месте наш разговор был прерван приземлением у маленького городка в Красном Штате. Мы с Кэрол вышли из корабля и на этот раз прошли вглубь селения, состоявшего по большей части из маленьких неприглядных домов, однако среди них было и несколько больших знаний. Мы выбрали один из самых больших и роскошных домов в селении. Прежде чем постучать в дверь, Кэрол отметила, как мало людей в этом городке и какими пустынными кажутся улицы. Не успели мы постучать, как дверь отворилась, и на пороге показался маленький человек средних лет с брюшком и ярко-красной кожей. Он пригласил нас в большую богато обставленную гостиную и сказал, что, как и все, следит за нашим путешествием по телевидению, а прерывается эта передача только на гладиаторские игры, которые транслируют из столицы Элгонии. Тогда понятно, сказал я, когда мы сели в превосходное удобное кресло, принявшее форму наших тел, почему на улицах нет людей? Расскажите нам об этих гладиаторских играх. Лицо хозяина просияло, и он широко улыбнулся, открыв два ряда белейших, явно искусственных зубов. «Это просто чудо», воскликнул он, «наши гладиаторы представляют Красный Штат в играх, и таким образом мы можем показать свое превосходство над другими». «То есть красные гладиаторы дерутся с гладиаторами других раз?» спросил я. «Да», ответил он, «но у нас есть еще много других соревнований, кроме древних гладиаторских поединков с мячами, кулачных боев и борьбы. У нас есть еще командные состязания, такие как футбол, бейсбол и баскетбол, а также еще более масштабные, например, захват флага». «Мне кажется, сказал я, я играл в эту игру в детстве, у вас в нее как играют?» «Когда мы устраиваем местные соревнования, объяснил он, то участвуют небольшие команды гладиаторов, но когда проводятся соревнования между штатами, то стандартная команда насчитывает сто человек и играют на огромном поле. Цель состязания захватить флаг другого штата. В игре участвуют команды как с мячами, так и без оружия». «И что, вы по-настоящему убиваете друг друга в этих состязаниях?» «Конечно». Но поскольку на бои с мячами гладиаторам разрешается надевать кольчугу, то во время этих игр убивают не так уж много людей. Десять, двенадцать в неделю и все равно это самое захватывающее состязание из всех, какие мы проводим. «Как часто вы смотрите эти игры?» спросила Карл. «Поскольку мы работаем шесть дней в неделю, а в воскресенье утром ходим в церковь, то у нас для просмотра игр остаются только вечера и вторая половина дня в воскресенье», с некоторым сожалением ответил хозяин. «Боже мой», воскликнул я, «Неужели вы не устаете от стольких боев?» он засмеялся и сказал, «Бои — это единственное, отчего красные люди не устают». «А ваша религия позволяет вам такую жестокость?» спросил я. «Красная религия учит, что Бог создал четыре человеческие расы и разочаровался в них, затем он создал красную расу, чтобы она дралась за славу Божью, мы избранные наша самоотверженная смелость и верность расе и Богу должны служить примером людям других рас». «Где-то я это уже слышала», тихо сказала мне Кэрол. «Насмехайся сколько хочешь, безнравственная женщина», разгневался красный человек, «но наши женщины гордятся тем, что они удостоены чести рожать воинов, и наши женщины замужем, только за одним мужчиной, в отличие от вас». Чувствуя, что надо переменить тему, я спросил, как представители избранной красной расы, как вы относитесь к президенту Элго, но чья кожа не красна. «Это правда, что его краснота не видна», объяснил он, «но в душе наш президент красный, он носит белую кожу, сочувствуя слабости белой расы». «Откуда вы знаете, что в душе он красный?» спросил я. «Потому что, когда мы его об этом спросили, он ответил, что никогда этого не отрицал», гордо заявил толстяк. «Да, элгон хитер», подумал я про себя. Прежде чем уйти, я решил задать еще один вопрос. «Скажите, чем вы так хорошо зарабатываете, что можете себе позволить такой большой роскошный дом?» «Я надеялся, что вы об этом спросите», гордо ухмыльнулся хозяин. «Видите ли, на микроострове смелость, трудолюбие и хорошие деловые качества неплохо вознаграждаются. В молодости я был самым знаменитым гладиатором на острове и заработал много денег, которые потом вложил в землю и различные коммерческие предприятия. Сейчас я обладею половиной всех домов в нашем селении и большей частью окружающих земельных угодий. «А вы не боитесь воров?» спросила Кэрол, рассматривая дорогостоящие предметы интерьера. Краснокожий презрительно засмеялся и сказал, «Мы верим в ценность частной собственности, поэтому у нас царит закон и порядок. Каждый десятый человек на острове полицейский и мы гордимся нашими мерами по борьбе с преступностью. Меня самого лично президент Элгон десятый назначил одним из десяти главных блюстителей порядка в Красном штате». Кэрол не удержалась и вставила. «Микроостров — единственное место в мире, где все еще есть необходимость полиции, потому что это единственное место в мире, где существуют преступления. Если бы вы не придавали столько значения частной собственности, вам бы не пришлось тратить столько человеческих ресурсов на охрану общественного порядка». Толстое красное лицо хозяина дома еще сильнее покраснело от ярости, и он отрезал. Богатство всегда принадлежало сильным, смелым и умным людям, которые не боялись рисковать и жили увлекательной и насыщенной жизнью. Затем он презрительно фыркнул на Кэрол и сказал, «Фаша макрообщество уничтожило всякое чувство приличия и гордости, заставило своих членов погрязнуть во всех мысливых пороках и отказаться от таких добродетелей, как смелость, верность своей расе и накопление личного богатства». Вскочив на ноги и, сердитый, пройдясь по комнате раскачивающейся походкой, он вскрикнул, «Еще никогда! за всю мировую историю нигде не расцветало столько зла, порока и богохульства, но Бог восторжествует! Ты и все твое безбожное труцливое племя скоро исчезнете с лица земли!» Я решил, что лучше нам побыстрее уйти, пока хозяина не хватил апоплексический удар. Я поблагодарил его за уделенное нам время, и мы поспешно направились к кораблю. Разговор с Толстиком очень удручил нас. Не было сомнения в том, что он горячо верил в то, о чем говорил. Никто ведь не заставлял нас посещать именно этот дом. Когда мы вновь поднялись в воздух, Элгон спросил о моих впечатлениях от увиденного, когда я откровенно признался, что увиденное меня угнетает, он искренне опечалился, несколько раз тряхнул своей большой головой с длинными черными кудрями и сказал «Мне очень жаль, что макрообщество уже успело настроить тебя против нас, и ты не видишь, как горды и счастливы наши люди, и какой свободной и достойной жизнью они живут». Элгон десятый, ты действительно считаешь, что на микроострове все счастливы, даже самые бедные и больные люди, спросил я. Элгон ответил очень искренне и убедительно. Ты не понимаешь, Джон десятый, что самое важное для человека это не богатство, не здоровье и даже не слава, а гордость, ощущение превосходства над всеми остальными. он сделал паузу, чтобы позволить этой информации улечься у меня в голове, а затем продолжил. Здесь, на микроострове, мы обеспечили человека всеми необходимыми условиями для ощущения гордости. У каждого есть своя семья, своя раса, своя религия, свой язык, своя собственность и свой штат. Макрообщество лишило человека всего этого и тем самым превратило жизнь в такую вечную скуку, что людям стало все равно жить или умирать. Они приезжают к нам на микроостров и нарушают закон, чтобы иметь удовольствие хотя бы интересно умереть, если они не могут интересно жить. На сей раз я покачал головой. Извини, лгон, я на все это смотрю по-другому. Я не заставляю тебя верить моим словам, ответил он, твои глаза и уши сами предоставят тебе доказательства их истинности. Поговори еще с нашими людьми, поговори с бедняками, поговори с теми, кого ты считаешь неудачниками в нашей системе. Уверяю тебя, что даже самый жалкий трусливый неудачник имеет больше уважения к себе и больше радуется жизни, чем любой член макрообщества. Если ты мне не веришь, посмотри вокруг себя и сам убедишься. Я согласился последовать совету Элгона и поговорить еще с несколькими людьми. Он высадил нас возле какого-то поселка в Коричневом штате. Здесь мы с Кэрол беседовали с отцом и матерью восемнадцати детей. Матери было всего тридцать шесть лет. Она вышла замуж, когда ей было двенадцать и родила своего первого ребенка в четырнадцать, а затем рожала чуть ли не каждый год, и все дети выжили. Эта семья была очень бедной. В крохотном доме они все спали, всего на двух кроватях. Тем не менее оба очень гордились своей семьей и тем, что пятеро старших сыновей учились на гладиаторов. Вся семья трудилась на арендованной земле, но денег, которые они зарабатывали своим трудом, не хватало на жизнь, поэтому две старшие дочери уже несколько лет работали проститутками, чтобы пополнять бюджет семьи. Вся семья ими гордилась. По нормам макрообщества состояние их здоровье было чудовищным. Мать, державшая на груди двоих младенцев, была бледной, болезненной и выглядела лет на пятьдесят, но когда я спросил ее о возрасте, с гордостью ответила, что она на четырнадцать лет моложе. Тридцатидевятилетний отец выглядел моложе жены, однако от зубов у него остались практически лишь гнилые пеньки, а обрюзгшее нездоровое тело все заплыло жиром. В отличие от него, почти все дети в их семье были тощими, с такими же, как у родителей, болезненно бледными лицами. Когда мы зашли к ним, все со счастливым видом смотрели гладиаторские бои по телевизору, который, как я узнал, покупала каждая семья, даже если не было денег на все остальное. Они трогательно гордились своей кожей, выкрашенной в коричневый цвет, своей коричневой религии, коричневым языком и коричневым штатом, который, как они считали, породил самых храбрых и сильных в мире гладиаторов. Мы вновь услышали историю о том, что Бог создал четыре расы и разочаровался, а потом создал коричневую расу, чтобы она показывала другим пример честной, смелой и богобоязненной жизни. Они в это слепо верили и были бесконечно довольны тем, что им выпало счастье родиться представителями бога избранного народа. Кэрол эта семья не презирала, а искренне жалела за то, что ей выпало огромное несчастье родиться в макрообществе. К моему удивлению, они действительно испытывали сострадание к этой красивой, здоровой, молодой девушке. Когда я спросил, не тяготятся ли они своей бедностью, глава семейства ответил, нам жалко богатых, потому что они уже не могут испытывать славные надежды когда-нибудь разбогатеть. Мы с нетерпением ждем момента, когда наши сынопья начнут участвовать в играх гладиаторов, тогда мы будем купаться в деньгах, у нас есть все причины наслаждаться жизнью. На этой ноте мы с Карл оставили их дом, вновь угнетенный всем увиденным и услышанным, но уже не удивляясь стремлению Элгона показать нам как можно больше людей, было ясно, что он хвастается результатами самого удачного пропагандистского аппарата, когда-либо созданного человеком. Позже по пути в Черный Штат я спросил у Элгона, знает ли он, какова средняя продолжительность жизни на микроострове? — Знаю, — ответил он, — мужчины живут в среднем 53 года, а женщины около 52. Разумеется, тебе кажется это ужасным, но позволь снова напомнить тебе, льжон десятый, что дело не в том, как долго человек живет, а в том, насколько стабильно и комфортна его жизнь. Вернее, в конце концов, самое главное, это насколько ты гордишься своей жизнью и сколько наслаждения от нее получаешь. — Не буду отрицать, сказал я, что тебе прекрасно удалось уговорить людей верить твоим словам. Я удивлен тем, что только сто человек в год уезжает с твоего острова. — Это в основном старики, объяснил Алгон, не успевшая оценить реформы, которые мне, с Эли девятой и тысячи наших контролеров удалось провести в жизнь за последние тридцать лет. Первые сорок лет я потратил на организацию жизни на микроострове, и сейчас наше микрообщество предлагает всем своим людям интересную и увлекательную жизнь. Итак, тебе потребовалось семьдесят лет, чтобы организовать практически идеальный аппарат пропаганды, заставляющий людей мыслить так, как тебе хочется, подвел я итог. В ответ на эту реплику Алгон лишь улыбнулся своей властной улыбкой и предложил нам посетить еще несколько домов. Мы так и сделали, но следующие две семьи, черная и белая, вновь повторили то, что мы уже слышали. Они гордились своим цветом кожи, своей религией, своим языком, своей семьей и своим великим штатом. Естественно, они имели счастье быть богоизбранным народом и всеми силами стремились произвести на свет как можно больше представителей своей расы. В черной семье было восемнадцать детей, а белая благодаря многоплодным родам могла похвастаться рекордным показателем пятьдесят три ребенка. Невероятно плодовитая белая мать посетовала на нарастающую проблему диссидентов, которые отказываются принять мудрость Алгона десятого и поддаются нечестивым идеям макрообщества. Она сказала, что больше всего от этой проблемы страдают. Ну, разумеется. Другие штаты. Я начал подозревать, что Алгон высаживает нас у показательных селений, где жителям надежно промыли мозги, и очень порадовался тому, что люди, поддерживающие макроидеи, оказывается, были для микрообщества нарастающей проблемой. В черной семье мне тоже удалось узнать несколько интересных фактов. Отец тут был юристом и объяснил мне, что после гладиаторов его работа на микроострове, ну, разумеется, самая престижная и высоко оплачиваемая. По его словам, дело было в огромном количестве противоречивых законов. Он признал, что на острове существует столько законов, регулирующих различные сферы жизни, что каждый человек ежедневно нарушает хотя бы два или три из них. Разумеется, имея хорошего адвоката, можно справиться со всеми проблемами, однако, поскольку в каждом штате свои законы, пересекать границы чрезвычайно опасно. Юристы не имеют права работать в другом штате, а человек, попавший на чужую территорию, обязательно нарушает тот или иной закон. Естественно, не местный цвет кожи также был серьезным затруднением. Я был поражен, что этот юрист защищал правовую систему, где богатые могли нанять адвокатов, обеспечивающих им практически полную судебную неприкосновенность, в то время как бедные постоянно страдали от отсутствия юридической помощи. Я понял, что островная правовая система немногим отличалась от системы 1976 года, где бедные люди в сто раз чаще попадали в тюрьму, чем богатые, и только бедные же подвергались смертной казни. Хозяин дома объяснил, что, поскольку государство больше нуждается в богатых, чем в бедных, вполне естественно, что первые должны иметь возможность покупать себе неприкосновенность. При этом он настоятельно подчеркивал, что перед законом все равны, и все дело лишь в грамотности юристов, чей адвокат лучше, тот и чист перед властями. Я понял, что микроправительство 2150 года рукоплескало бы действием моего правительства 1976 года, которое боролось с инфляцией, создавая безработицу среди бедных, позволяло третьей всего населения жить в нищете и в то же время тратило миллиарды на поддержку коррумпированных правительств в тысячах миль от наших берегов. Что же подобное притягивается к подобному, и неправильное вас всегда будет поддерживать такую же. Когда мы посетили все пять штатов, Элгон сказал, что пришло время осмотреть столицу, которая находится в центре острова, где все штаты сходятся. По пути туда я спросил у Элгона об их системе образования. Он ответил, что почти для 90% детей обязательное образование начинается в 5 лет и заканчивается в 12. С этого возраста все начинают работать на полях, заводах и в магазинах и обязаны жениться и рожать детей. Однако, сдав определенные экзамены, можно проложить образование в школах гладиаторов, юридических и медицинских учебных заведениях. Поскольку эти школы работают по ночам, молодые люди, сдавшие экзамены, могут днем работать, а ночью учиться. Богатым легче, потому что они могут нанять учителей для подготовки к экзаменам во все школы, кроме гладиаторской, разумеется. Когда я спросил о местной администрации штатов, оказалось, что только юристы могут занимать правительственные должности, иногда сразу 4 или 5. Что же касается центрального правительства всего острова, то есть 10 тысячи должностей, Элгон и Сэла занимают самое важное, а более тысячи других постов отдано прочим, бывшим членам макрообщества. Я прокомментировал это так. Наверное, ты очень ценишь свое макроокружение, раз твои самые лучшие и надежные лидеры происходят оттуда. Разве это не противоречит тому, что ты говоришь о микроострове, ведь если бы жизнь здесь была такой замечательной, ты бы выбирал своих ближайших помощников из островитян? Элгон засмеялся. Макрообщество помогает своим людям развить макроспособности, а затем жизнь этих людей становится такой скучной и так им надоедает, что они присоединяются ко мне, поэтому мне не приходится организовывать здесь школы для развития макроспособности. Но, видимо, люди, которые остаются с тобой, обладают не слишком развитыми макроспособностями, иначе ты бы не считал, что я достиг десятого уровня в то время, как я всего лишь на втором уколол я его. Элгон просто сменил тему разговора, указав кивком головы на столицу микроострова Элгония. «Ты только посмотри», сказал он, «это единственный большой город на земле, ведь макрообщество отказывает своим людям в радостях городской жизни». Я посмотрел вниз и увидел город, который в 1976 году считался бы захолустным. Его население было всего 30 тысяч человек, из которых больше четверти составляло правительство Элгона. Вообще, в Элгоне работало свыше 100 тысяч человек, но поскольку личная территория президента около 15 километров в диаметре, не принадлежала ни к одному штату, большинство рабочих и служащих предпочитало жить в своих штатах, а в город только ездить на работу. В центре города находилось множество правительственных зданий, расположенных вокруг величественного президентского дворца, похожего на индийский Тадж-Махал. Элгон X, по-видимому, очень гордился своей столицей и долго разглагольствовал о значении сильного центрального правительства. Он, не переводя дыхание, продекламировал длинный список правительственных организаций, решавших вопросы сельского хозяйства, коммерции, труда, права, образования и разведки. Меня особенно поразило то, что у Элгона было девять различных разведывательных служб, которые собирали данные о гражданах. Когда я спросил об их функциях, Элгон ответил, что разведывательные службы лучше всего работают, когда их операции держатся в полной тайне, а поэтому он не может никому о них рассказать, даже мне. Затем, к моему удивлению, он добавил, однако, когда ты у нас останешься, Джон десятый, и я сделаю тебя вице-президентом, я смогу тебе рассказать все. Спасибо, Элгон десятый, я покачал головой, но я хочу остаться в макрообществе. Он громко расхохотался и сказал, неужели ты до сих пор веришь в то, что человек, выросший в микрообществе двадцатого века, может счастливо жить в макрообществе? Поверь мне, Джон десятый, если я, проживший пятьдесят лет в макрообществе, не выдержал такой жизни, то ты тем более не сможешь там жить. Тебе разонравилось макрообщество, потому что там ты не мог удовлетворить свою гордость и жажду власти, сказала Элгону Карл, но Джону не нужна власть, поэтому перспектива высокого поста в твоем правительстве его не заинтересует. На скулах Элгона заиграли желваки, а его аура покраснела. Тем не менее, он довольно спокойно возразил Карл, что она еще слишком молода, чтобы понимать радости микросуществования. Наш корабль приземлился на красивой площадке за президентским дворцом, и Элгон настоял на том, что он лично покажет нам все местные красоты. Здания и сады были прекрасны, но на мое восхищение накладывались воспоминания о лицах десятков голодающих детей, которых мы видели в течение дня. В конце концов, я перебил объяснение Элгона и спросил его, как людям здесь удается производить на свет столько детей. Он объяснил, что каждый может купить таблетки, усиливающие способности зачать и обеспечивающие многоплодные роды. Большие семьи были не только источником огромной гордости и исполнением религиозного и государственного долга, но и экономическим преимуществом, так как дети старше двенадцати лет, закончившие учебу, могли зарабатывать деньги гладиаторскими боями или проституцией. Через час мне надоело осматривать роскошно обставленные комнаты, коридоры и внутренние дворы, наполненные редкими и ценными вещами, в которых Элгон и Сэла души не чаяли. Элгон почувствовал мое настроение и провел нас в шикарную гостевую зону, где мы могли выбрать себе любые покои. Затем Элгон и Сэла наконец оставили нас одних, перед уходом напомнив, что ждут нас к ужину. Как только они ушли, я бросился на огромную кровать с балдахином и сказал «Я уже устал от микроострова, а особенно от Элгона десятого и Сэлы девятой. Давай немного передохнем, чтобы как-то выдержать этот вечер». Кэрол не сразу ответила, и я увидел, что она стоит задумчиво прикусив нижнюю губу. В первый раз за все время я увидел, как ее аура стала ярко-розовой, постепенно обретая красный цвет тревоги. Я установил с ней мысленный контакт и почувствовал, что она борется с какими-то сомнениями, пытаясь утаить их от меня. «Пожалуйста, Кэрол попросил я, скажи мне, что тебя беспокоит. Раньше ты никогда не пыталась утаить от меня свои мысли». Наконец, она медленно кивнула в знак согласия и сказала, «это произойдет раньше, чем думала рано и отвернулась от меня». «Ну, хватит, Карл, не держи меня в напряжении», умолял ее я. «Что именно произойдет раньше, чем думала рано?» «Я не знаю точно, что», ответила она, беря меня за руку. «Рано сказала, что они подождут два или три дня, а потом начнут сильно давить на тебя, но у меня сильное предчувствие, что это случится очень скоро». Я знал, что в предвидении Карл намного сильнее и чувствительнее меня и сказал, «Ты уверена, что не можешь точно сказать, какая неприятность нас ждет в будущем?» Карл пристально посмотрела на меня, а затем, тихо вскликнув, закрыла лицо руками. Через секунду мы покрывали друг друга поцелуями. Вскоре наше желание слиться воедино стало таким сильным, что мы не смогли перед ним устоять, скинули с себя туники и начали радостную любовную игру, известную только двум близким душам. Вдруг я телепатически услышал ноты наших душ, которые постепенно нарастали по мере того, как наши тела и умы искали полного единства, пока мы не достигли экстаза, макропогружения. Некоторое время спустя, когда мы лениво плавали в громадном бассейне, я вспомнил, что Кэрл не ответила на мой последний вопрос о ее предчувствии. Я решил не давить на нее, если она не хочет мне говорить, и немедленно получил за это ее телепатическую благодарность. Вернувшись в свою спальню, мы обнаружили, что туники, отражающие нашу ауру, исчезли, а вместо них разложено новое одеяние, красивая позолоченная туника, усыпанная сверкающими драгоценными камнями для Кэрл, и мерцающая белая тога для меня. К Кэрл, казалось, вновь вернулось ее обычное хорошее настроение, она обнашивала свою новую тунику и жаловалась на ее тяжелый вес, когда появились пять слуг мужчин, представлявших все пять микрораз, и пригласили нас к ужину. Столовая во дворце Элгона была такая огромная, что в ней, пожалуй, запросто уместилось бы два футбольных поля. Этот зал, иначе не скажешь, был заполнен мужчинами и женщинами в удивительно красивых костюмах и изысканных богатых плотах. Нас подвели к извышению в одном конце зала, где за маленьким столиком лицом другим столом сидели Элгон и Селла. Когда мы вошли, голоса, наполнявшие столовую, постепенно начали затихать. Когда Элгон и Селла посадили нас с Кэрл между собой, в комнате воцарилось гробовое молчание, и я почувствовал, что нас медленно, но беспощадно сжимают какими-то огромными тисками. Я слышал, как Элгон произносил речь в честь моего прибытия, но моя голова болела, словно ее сдавливал стальной обруч. Я понял, что Кэрл тоже чувствует это давление. Дальше у меня остались только смутные воспоминания о сменяющих друг друга странных блюдах и напитках, к которым я едва прикоснулся. Я осознавал, что Элгон и Сэлла обращаются ко мне, и я, очевидно, правильно им отвечал, потому что они все время казались очень довольными, но я не помню, о чем мы говорили. Последнее, что вспоминается из этого вечера, пять слуг вновь отвели нас в нашу комнату, где мы с Карл сразу же легли спать, даже не раздеваясь. Я очнулся в 1976 году, нащупал и включил свой ночник и увидел, что было три часа ночи. Я не мог избавиться от какого-то смутного чувства страха. Непонятно, отчего я был так напуган, ни с Карл, ни со мной ничего страшного не произошло, если не считать этого странного чувства тревоги. Я потряс головой, пытаясь отогнать мрачные мысли. Я вспомнил, что у меня что-то сильно давило на голову во время ужина с Элгоном, интересно, что именно вызывало это мучительное ощущение, из-за которого во время трапезы я не отдавал себе отчет в собственных действиях. Я постепенно почувствовал, что ответ на этот вопрос сам придет из неизмеримых глубин моего сознания. Я подождал, пока в голове у меня сложится четкая картинка столовой. Картинка сложилась. Повсюду были сотни совершенно пустых, одинаковых лиц. Один единственный глаз пронзительно смотрел на меня с каждого лба. Это явно был символ телепатической ментальной сети, которую Элгон вновь сфокусировал на мне. Почему же мне все еще было безумно тревожно и страшно? Я вдруг почувствовал неистовое желание вернуться в 2150-й год и проверить, все ли в порядке с Кэрол? Разумеется, чем сильнее я старался уснуть, тем меньше было надежды на успех. Наконец, я понял, что надо успокоить себя, приняв все происходящее как проявление совершенства. Однако, у меня и это не получалось, и я решил вспомнить свой макроконтакт. Только после этого я вновь провалился в сон и проснулся в 2150-м году, лежа один на кровати с балдахином, все еще одетый. Я мгновенно вскочил на ноги и пробежал по всем пяти огромным комнатам наших покоев, зовя Кэрол, но она не отвечала. Я решил найти Элгона и потребовать объяснений. Выбежав в коридор, я столкнулся с тремя десятками, не меньше, бывших членов макрообщества, которых легко можно было узнать по росту. Я спросил у них, где мне найти Элгона десятого, но они не отвечали, а только пристально смотрели мне в глаза. Я вновь почувствовал, как невидимые тиски сжимают мой разум, ослепляя меня. Я быстро попятился назад в свою комнату, безрассудно пытаясь дверью закрыться от этих пронзительных глаз. Давление на мой разум все усиливалось, и мне с трудом удавалось удерживать себя в сознательном состоянии. Я подошел к кровати и упал на нее. Внезапно я почувствовал, что мой разум отделился от тела. Наверное, так себя чувствуют люди, разбитые параличом. Я понял, что в комнате появились другие люди, и они меня раздевают. Затем меня вынесли в ванную и швырнули в глубокую часть огромного бассейна. Я быстро нырнул под воду, проверяя, как долго мне удастся задерживать дыхание, и борясь с этим странным бессилием. Я не помню, сколько продолжалась эта бессмысленная борьба, но вскоре я начал осознавать, что мне нужно использовать ПК, чтобы подняться на поверхность воды. Когда я сосредоточил все свои усилия на этом действии, то почувствовал, что ощущение бессилия покидает меня и вынырнул на поверхность. Не знаю, отпустила ли меня телепатическая сеть лгона, но я уже не чувствовал себя парализованным. Я с легкостью плавал, глубоко втягивая в легкие драгоценный воздух. Вернувшись в свою спальню, я нашел там Селу. Она лежала на кровати совершенно обнаженная, ее, очевидно, позабавило мое изумление, потому что она засмеялась и сказала «Не удивляйся, Джон десятый. Элгон десятый и я решили, для того, чтобы ты оценил уникальное преимущество жизни на микроострове, ты должен попробовать наше самое величайшее наслаждение — меня». С этими словами она изогнула свое роскошное, обнаженное тело, так что огромное, упругая грудь, приглашающе раскинулась прямо передо мной. Она облизала кончиком розового языка полные алые губы, оставляя на них мерцающий блеск влаги, и начала совершать тазом медленное волнообразное движение, часто прерывисто вздыхая. Внезапно мой разум снова сдавили телепатические тиски, которыми управляло тысяча человек во главе с Элгоном. Я быстро потерял контроль над своим телом и с ужасом увидел, что оно начало жить своей отдельной жизнью, подошло к кровати, упало в объятья селы и начало ласкать ее. В какой-то момент мое тело вновь стало мне подвластно, и я почувствовал огромную, чувственную силу бархатистой пышной плоти, которая прижималась ко мне в горячих страстных объятиях. В течение долгого-долгого мгновения я сгорал от похоти, которая, казалось, поглотила все остальные мои желания. Я чувствовал, как тону в бездонном темно-красном море. Если бы я не испытывал макропогружения и не вспомнил безупречного совершенства объятий моей близнецовой души Лии, то, уверен, села бы победила. С того момента я бы ходил за ней, как пёс бродит за течной сучкой. Но когда я стоял на обрыве над этим бескрайним морем похоти, мой разум вдруг наполнился воспоминанием о моей возлюбленной Лии. Я сбросил с себя разврат на стонавшую Селу, встал с кровати, прошёлся по комнате и сел на один из богато украшенных стульев с высокими спинками. Мысли выиграли первую битву. Несколько минут Села каталась по кровати, крича и воя от ярости. Вдруг буря миновала. Она села на кровати и улыбаясь сказала «Следующий раз, Джон десятый, я выиграю, и будь уверен, следующий раз обязательно наступит». Я покачал головой. «Нет», Села сказал я, «Элгон может опутать меня всего своей телепатической сетью, завладеть моим телом и заставить его к тебе прикасаться, но знай, Села, что мой разум никогда не захочет минутных микронаслаждений, а это все, что вы можете предложить». Ее глаза вспыхнули темным блеском. Она отвернулась и сказала «Я, Села, девятая, ты, видимо, забыл о приличиях, а свою альфа-партнершу Карл Третью ты тоже забыл». «Нет, и не надейся», сказал я, «А ты не хочешь мне рассказать, что вы с Элгоном десятым с ней сделали?» Телепатически я прочитал мысли к Селле только то, что Карл накачали наркотиками и спрятали где-то во дворце, но я не хотел признаваться, что мне это известно. Села не успела мне ответить, потому что дверь отворилась, и в комнату вошел Элгон с тремя служанками, которые тотчас начали одевать в тунику, усыпанную драгоценными камнями. Я все еще был обнажен, а потому попросил, чтобы мне вернули мою одежду. В ответ Элгон лишь улыбнулся и сказал, «Только микрочеловек испытывает стеснение от своей ноготы. Ты что, уже об этом забыл?» Я проигнорировал этот вопрос и спросил, когда я смогу увидеть Кэрол. «Это, ответил Элгон, зависит от того, когда ты позволишь нам завершить твое перемещение во времени». «Почему для вас так важно переместить меня сюда?» спросил я. Элгон засмеялся и сказал, «Я думаю, тебе известно, что ты первый человек, преодолевший время и занявший ментально созданное физическое, человеческое тело». «Очень знаменит. Мы знаем, что макрообщество отказалось навсегда перемещать тебя во времени, пока ты не достигнешь третьего уровня осознания, что абсолютно невозможно в отведенное тебе время. Но люди микроострова будут рады спасти подобного им микрочеловека. А ты будешь рад расстроить планы макрообщества, ответил я. «Конечно», легко согласился Элгон, «но сейчас мы оставим тебя в покое и дадим тебе время подумать. Решай, когда ты захочешь стать постоянным членом микроострова». «Никогда», отрезал я. Он снова засмеялся и сказал, «Я бы на твоем месте не был так в этом уверен, Джон десятый. Я предвижу, что ты передумаешь. Не пройдет и двух недель». Он повернулся и пошел к двери, сопровождаемой Сэлой и ее тремя служанками. Уже повернувшись ко мне спиной, он бросил через плечо, «Можешь посмотреть видео в своей комнате, Джон десятый, это поможет тебе скоротать время». С этими словами он закрыл за собой дверь, и я увидел, что большой видеоэкран, расположенный на стене напротив кровати, светится. Затем появилось изображение Кэрол, лежащей на полу в пустой комнате. Я бросился к экрану, чтобы получше ее рассмотреть. На Кэрол был тот же наряд, в котором она была за ужином. Она лежала явно без сознания, с руками скрещенными на груди, и на черно-белом экране выглядела мертвой. Вначале картинка была беззвучной, но вскоре я услышал голос Элгона. Сейчас твоя подруга Кэрол Третья пребывает в кататоническом трансе, вызванном наркотиками. Она будет находиться в этом состоянии, пока ты не согласишься ступить с нами в переговоры, или же пока она не умрет. На этом звукозапись закончилась, и на экране осталось только изображение, как постоянное напоминание об угрозе Элгона. Остаток дня я провел, бродя по своим комнатам, и пытаясь придумать какой-то способ спасти Кэрол и вернуться в макрообщество. Я попытался установить контакт с подсознательным разумом, Кэрол, но телепатическая сеть Элгона не давала мне это сделать и преграждала путь в коридор. Несмотря на это, я не чувствовал отчаяния, потому что знал, если я попрошу помощи у макрообщества, высшие макроспособности наших друзей всегда смогут освободить нас, Кэрол, из плена Элгона. К концу дня вид бездыханного тела Кэрол на экране начал меня угнетать. Я принял две питательные таблетки из браслета и поэтому не был голоден, но тем не менее где-то внутри ощущал какую-то неприятную пустоту, предвещавшую смерть. Но чью? Мою, Кэрол, или нас обоих. В конце концов, я решил лечь спать, надеясь проснуться в 1976 году и обсудить ситуацию с Карлом, моим оказывается опекуном и Недой. Я заснул, но не проснулся в 1976 году. Мне приснился сон. В этом сне я лежал на спине в пустой комнате рядом с Кэрол, у меня было такое ощущение, что я парализован, потому что я не мог пошевелить никакой частью тела. В итоге, устав от бесплодных попыток подняться, я расслабился и начал смотреть в лицо Леи, которое парило в воздухе надо мной. Я телепатически попросил ее от помощи, но она покачала головой и сказала, подумай, как следует, прежде чем просить меня о помощи, Джон, я должна напомнить тебе, что если мы тебе поможем, ты не продемонстрируешь третий уровень осознания в отведенное тебе время, и тогда мы не сумеем навсегда переместить тебя сюда. Хорошо, сказал я, но тогда хотя бы помоги Карл, верни ее обратно на материк. Лея снова покачала головой, я не могу ей помочь, пока она сама не попросит меня о помощи, но пока что она просила позволить ей остаться с тобой, даже если это будет грозить ей смертью. И только затем я проснулся, наконец, в 1976 году, с криком «Не дай ей умереть, Лея, не дай ей умереть!» Глава шестнадцатая Корма Я оделся, позавтракал и долго ходил по комнате взад-вперед. Было только шесть сорок пять, но я все равно решил позвонить Карлу. Он обычно просыпался около семи утра, но сегодня ответил после первого же гудка. Оказалось, что он уже полчаса не спит, терзаемый ощущением, что нужно срочно мне позвонить. Через пять минут мы с Карлом и Недой сидели за кухонным столом и пили его любимый морковный сок. Я рассказал им о тайне, которую раскрыл мне Эли. «Я всегда тебе говорил, чтобы ты меня больше слушал!» — воскликнул Карл, смеясь, затем с озабученным видом добавил. «То есть мы с тобой не случайно вместе, Джон?» «Ты мой самый дорогой и самый верный друг, и я в этом никогда не сомневался», сказал я, обняв его за плечи. Я почувствовал боль в груди, словно глубокая невысказанная любовь, которой я всю жизнь носил себя, хотела вырваться наконец наружу. Я рассказал им о своих неприятностях в 2150 году, завершив описанием телепатического общения с Лией во сне. Карл встал из-за стола и изрек, «Это твое макрообщество будет больше виновата в смерти Кэрол, чем сам Элгон, потому что они запросто могут ее спасти, но не делают этого». «Но, Карл, они же не воспринимают смерть так, как ты», возразила Неда. «Если смотреть с макро-позиции, это не трагедия, потому что мы живем совершенно справедливо в Вселенной, и со всеми нами происходит только то, что мы сами для себя выбрали». «Как насчет демографического взрыва, который планирует Элгон? Боже мой, если у них семьях по тридцать-пятьдесят детей, они скоро задавят весь мир одним своим количеством?» «Да», ответил я, «я тоже об этом уже думал, но макрообщество не может препятствовать свободной воле других людей». «Ну, они же заставляют людей жить на микроострове», возразил Карл. «Это неправда, Карл», ответила Неда. «Откуда ты, черт возьми, знаешь?» взорвался Карл. «Потому что Джон не сказал». Ответила Неда, встала, улыбнулась, Карл обняла его, и его раздражение мгновенно исчезло. «Она права», сказал я. «Си сказала мне, что изначально макрообщество собирало микролюдей, уцелевших после стихийных бедствий и пагубных изменений и перевозила их на микроостров. Таким образом, они не наказывали этих людей, а спасали». «Как это?» спросил Карл. «Они планировали использовать микроостров как школу, где смогли бы учить людей принципом макрофилософии», объяснил я. «Элгон» и «Селла» были среди первых людей источников, которые приехали на остров. Из-за злоупотребления своими силами, с помощью которых они управляли своими учащимися, эта парочка начала регрессировать на более низкие уровни осознания. Элгон настаивал, что есть один и только один способ достичь макроосознания, тот, который он сам использовал. Он уже не был скромным источником знаний, но объявил себя учителем и единственным авторитетом в области макроосознания. Затем Элгон собрал вокруг себя такие души, на которые он мог воздействовать принуждением, угрозами, гипнозом или просто уговорами и основал свою собственную маленькую семью. Целью Элгона было упорядочить макрообщество, дав ему жесткие правила жизни, полицию, которая бы следила за соблюдением этих правил и великого харизматического лидера, к которому бы люди обращались за мудрым советом, то есть себя. Пока его ученики делали так, как он говорил, он нежно любил их, хвалил и называл своей семьей. Тех же учеников, которые его не слушались, он называл низшими существами, исключал их из семьи и запрещал своим последователям впредь общаться с ними. Вернуться в семью Элгона можно было, только признав его всеведение. Но почему все эти люди остаются на микроострове, если макрообщество их там не держит, спросил Карл. Пропаганда Элгона внушила им, что они живут самым лучшим из возможных миров, тем, кто недоволен, не разрешается уезжать. Элгон знает, что если люди увидят макро-жизнь, они перестанут его бояться, и тогда он потеряет свою власть. Но, Джон, если вы в макрообществе об этом знаете, то почему не захватите Элгона и его тысячу помощников и не посадите их на какой-нибудь другой остров поменьше, чтобы они больше не распоряжались жизнями других людей? Потому что это будет означать, что они распоряжаются жизнью Элгона и его последователей, что в итоге только усложнить проблему, пояснила Неда. Что ты хочешь этим сказать? Это все равно, что лечить человека, который еще не извлек урок из своей болезни. Ему придется заново проходить этот урок. Если бы эти души не хотели использовать опыт микрожизни как возможность для развития, они бы не воплотились под опечных Элгона, растолковал я. Если мы просто прекратим для них эту ситуацию, они будут вынуждены устроить себе другую такую же ситуацию, чтобы все-таки выучить запланированный урок. Нет, если это должно закончиться, им придется постараться самим. Но это же безнадежно, воскликнул Карл. Тебе гадят на голову, а ты должен только радостно улыбаться. Будь я проклят, но я не верю в этот бред о смирении. Ты прав, Карл, сказала Неда, ты будешь проклят своей отрицательной энергией. Это и есть ад и вечное проклятие. Их причина твой микроотказ принять результаты своих собственных действий. Еще чего, возразил Карл. Джон, не ты ли говорил мне, что макрообщество не верит в ад и вечное проклятие? Не верит, ответил я, но помни, что подсознательный разум содержит запись всех твоих прошлых мыслей и действий. Если мы не будем применять на практике те уроки, которые извлекли из своих предыдущих жизней, мы будем вынуждены их повторять. Иными словами, мы притягиваем к себе тот жизненный опыт, который сознательно отвергаем. Я была потрясена, добавила Неда, когда узнала, что мы ненавидим, равно как и любим, только то, что находится в нас самих. Все это бред, не соглашался Карл. Я, например, могу ненавидеть насильника или убийцу, но не носить его в себя. Я покачал головой. По словам макрофилософов, тому, у кого душа чиста, все вокруг кажется чистым, значит, если ты что-то ненавидишь или осуждаешь, ты не только совершил то же самое в прошлом, но и вскоре снова совершишь в будущем, может быть, даже в этой жизни, а может и в какой-нибудь другой. Не верю я в это, упрямо ответил Карл. Я не удивляюсь тому, что ты отказываешься мне поверить, ведь я и сам узнал правду, только когда постепенно начал вспоминать свои прошлые жизни. Неда напомнила, что Карлу пора уходить на утреннюю лекцию, поэтому я попрощался и вернулся к себе домой, там я засел за дневник. Остаток дня я провел, обдумывая, как бы мне связаться с Карл и заставить ее уехать с микроострова. К концу вечера я так и не придумал иного способа спасти Карл, как уступить Элгону и стать постоянным жителем микроострова. Ужиная с Карлом и Недой, я признался, что чувствую себя бессильным перед телепатической сетью Элгона и его тысячи помощников. Другими словами, сказал Карл, что бы ты ни пытался делать, они все равно помешают тебе, оказав воздействие на твой ум. Ты переживаешь этот жизненный опыт, потому что, когда ты был жрецом Древней Атлантиды и обладал макроспособностями, ты использовал свою силу, чтобы управлять умами других людей, правильно? спросил Аннеда. Да, согласился я, но тот факт, что я помню об уроках, которые не смог выучить в прошлом, еще не означает, что мне нравится вновь их проходить. Тогда, сказал Карл, есть только один простой способ спасти Карл. Все, что ты должен сделать, это договориться с Элгоном. Иначе говоря, добавила Аннеда, все, что он должен сделать, это продать душу Элгона. Это неправда, запротестовал Карл, потому что, как только он позволит Элгону и его шайке переместить себя во времени, он освободит Карл и станет постоянным жителем 2150 года, а потом у него будет еще целая жизнь для того, чтобы убежать с микроострова с помощью или даже без помощи макрообщества. Ты забываешь одну вещь, Карл, напомнил ему Неда, мудрейшие люди макрообщества сказали, что если Джона навсегда переместят во времени, прежде чем он достигнет третьего уровня осознания, он регрессирует и потеряет свое макроосознание. Но не макроспособности, заметил я, и это действительно будет бедой, потому что человек без макроосознания всегда использует макроспособности в микроцелях. Черт возьми, воскликнул Карл, чем больше вы говорите, тем безнадежнее все это выглядит. Неужели все действительно так плохо, Джон? спросила Неда. Я покачал головой. Не вижу никакого выхода. Вот уж воистину куда ни кинь всюду, Клин, и так плохо, и так еще хуже. Нет, Джон, сказала Неда, макрообщество не бросило бы тебя в безвыходной ситуации. В конце концов, Рана сказала, что она в тебя верит, значит, она еще тогда знала, что твое будущее не безнадежно, она также считает, что чем больше провал, тем больше успех, и это еще одна вещь, бессмысленная с микроточки зрения. Подожди-ка, стрел Карл, если в следующие две недели тебе удастся достичь третьего уровня осознания, макрообщество об этом узнает и навсегда переместит тебя в 2150-й год, правильно? Я думал об этом, сказал я, но, по словам Си, переход со второго на третий уровень, это все равно, что перевод из первого класса школы сразу в девятый, и никому еще не удавалось сделать это меньше, чем за месяц. Тогда ответил Карл, ты будешь первым, с другой стороны, они ведь раньше и перемещение во времени никогда не делали. Нет, Карл, ответил я, это слишком легкий выход из положения, за все мое пребывание в 2150-м году не видел я ни одной проблемы, у которой имелся бы легкий путь решения, каждый раз, когда я пытался его найти, в конце концов ужасался собственному невежеству, я не могу просто взять и перепрыгнуть на третий уровень, не избавившись от микрообраза мышления. Избавление от микрообраза мышления, вот, ключ к разгадке, если бы я смог посмотреть на эту ситуацию с макропозиции, решение пришло бы ко мне, само собой, не знаю, Карл, я вновь поднимусь к себе и лягу спать. Утро вечера мудренее, может быть, когда я проснусь в мире 2150, то что-нибудь придумаю. Я уже подошел к двери, и тут на сердце у меня как-то просветлело, я повернулся и сказал, эй, ребята, спасибо, спасибо вам обоим, увидимся завтра. Вечер подошел к концу, и я сделал так, как сказал. Однако, когда я проснулся в 2150 году, мне в голову не пришло никаких новых идей. До конца недели в реальности 2150 я тщетно пытался установить связь с Кэрол и вырваться из своего заточения, а в реальности 1976 ходил по комнате взад и вперед или обсуждал с Карлом и Недой возможные способы решения этой головоломки, сводившей меня с ума. Но, несмотря на все эти долгие размышления и обсуждения, решения найдено не было. Затем, однажды вечером, Неда спросила меня, все ли мои макроспособности заблокированы телепатической сетью. Я ответил утвердительно и на этом наш разговор окончился. Ночью, стараясь подольше не заснуть, чтобы не возвращаться в свою тюрьму в 2150 году, я вспомнил вопрос Неда и начал перебирать в памяти все семь макроспособностей. Вначале я подумал о ясновидении, телепатии и предвидении. Из этих трех способностей только первая еще срабатывала, но она ничем не могла мне помочь. Второй препятствовала телепатическая сеть угона, а третью я так по-настоящему и не развил себя, но в любом случае вряд ли знание будущего поможет мне в этой ситуации. Следующие три способности ретропознания, психокинез и телекинез тоже не годились, потому что первая работала, но не могла мне помочь, а вторая и третья были заблокированы. Оставалась только последняя, седьмая, астральная проекция. Интересно, неужели она тоже под контролем у Элгона? Я не знал, потому что никогда сознательно не пользовался этой способностью, не видя в ней особой практической пользы. Но для пленника астральная проекция, когда человек покидает свое ограниченное физическое тело и переходит в астральное тело, не знающее физических границ, явно имеет определенное преимущество. Я мог бы попасть в комнату Кэрол, перенестись в макрообщество, увидеть ли ее? Похоже, астральная проекция была единственным способом это сделать, но получится ли у меня? Даже если я смогу быстро научиться этому искусству, не помешает ли мне телепатическая сеть? Я решил, что единственный способ ответить на эти вопросы проверить на практике, поэтому я сразу же попытался освободиться от своего физического тела, и мне, естественно, не удалось это сделать. Потратив полчаса на напрасные попытки отделить астральное тело от физического, я сдался и решил вспомнить все, что Си рассказывала о седьмой макроспособности. Я вспомнил, что мои путешествия в будущее осуществлялись в астральном теле, которое было соединено с физическим телом 1976 года, чем-то вроде бесконечно гибкой энергетической пуповины. Мистики прошлых времен называли ее серебряным шнуром. Когда этот шнур, состоящий из очень высоких электрических вибраций, рвется, физическое тело умирает. Когда я впервые попал в 2150 год, меня снабдили еще одним физическим телом и вторым серебряным шнуром, соединяющим мое астральное тело с этим новым физическим телом. Макрообществу удался этот эксперимент, потому что у твоей близнецовой души та же астральная структура, что и у меня. Макроученые использовали ее как образ для создания физического тела и серебряного шнура, а также для привлечения моего астрального тела через пространство и время. Возможно, для микрочеловека это звучит не слишком понятно. На самом деле объяснения Си были гораздо более сложными, но я решил, что мне не нужно так много знать об этой сфере макрожизни, и потому слушал не очень внимательно. Теперь я об этом жалел, но, несмотря ни на что, два главных компонента успешного обучения, желание и вера у меня были, а значит, я мог научиться астральной проекции. Разумеется, я верил в то, что это возможно, потому что уже бывал в своем астральном теле в полном сознании. Следовательно, все дело в желании. Я сделал макропаузу, то есть расширил свою перспективу от микро до как можно более макро. Мне сразу же стало ясно, что и тут я, как всегда, слишком боюсь потерпеть неудачу, поэтому мой ум больше сосредоточивается на провале, чем на успехе. Как только я смог посмотреть на свои попытки с макропозиции, то вспомнил, что каждый провал ведет к успеху, и снова начал пробовать совершить астральную проекцию, теперь уже без всяких «а что, если не получится?» Я начал вспоминать ощущения своего первого визита в 2150-й год, когда я проснулся в астральном теле. Затем я попытался представить свое астральное тело в ногах своей кровати. Я верил и очень сильно хотел. Я постарался представить себе эту картинку со стороны. Вот кровать, вот я лежу на ней. Внезапно что-то щелкнуло, и это больше не было визуализацией. Я стоял перед кроватью, глядя на свое спящее физическое тело. Я вновь ощутил удивительную свободу от всех физических ограничений и неудобств. Теперь и в 1976-м году у меня были две целые здоровые ноги. Си говорила мне, что на астральном уровне одежда создается с помощью мысли, и я мысленно представил себя одетым в свою тунику 2150-го года отражающую ауру. Вскоре это облачение стало таким реальным, что я смог его потрогать и подергать, и оно повторяло каждое движение моего тела как настоящая туника 2150-го года. Затем я начал ходить по комнатам так же, как передвигался в 2150-м году в своем физическом теле, только не касаясь пола. В астральном теле левитация не требовала таких затрат энергии ПК, как в моем тяжелом физическом теле. Подойдя к двери, я на секунду забылся, попытался ее открыть и почувствовал странное ощущение, когда моя рука прошла сквозь дверь. Я быстро последовал за рукой и оказался в коридоре. Затем, вместо того, чтобы идти в квартиру Карла и Неды, я просто представил себя в их гостиной и сразу же там очутился. Пройдя через дверь спальни к кровати, на которой спал Карл, я попытался его разбудить. Конечно, он меня не слышал, и я не смог потрясти его за плечо, потому что моя рука проходила сквозь него, как сквозь воздух. Я посмотрел на Неду, спящую рядом с ним, и попытался телепатически с ней связаться и попросить, чтобы она проснулась. Через несколько секунд она открыла глаза и огляделась. С помощью пока я зажег ночник на ее тумбочке она вздрогнула, но не испугалась. Я поднял карандаш и написал слово «Джон» на листке блокнота, который она использовала для записи своих снов. Неда начала было тревожиться, но я телепатически успокоил ее, убедив, что все в порядке, и мысленно передал ей концепцию астральной проекции. Я увидел, что у меня не совсем все получилось, потому что она разбудила Карла и сказала... Я слышала, как Джон звал меня и просил проснуться. Когда? — сонно пробормотал Карл. — Только что, — ответила она. Я открыла глаза, вначале ничего особенного не видела, а потом вдруг включилась лампа. — Ты, наверное, сама ее включила во сне? — Я тоже так вначале подумала, но когда я взяла блокнот, чтобы записать свой сон, то увидела вот это, — ответила Неда, протягивая Карлу блокнот. Он посмотрел туда, куда указывала Неда, увидел на бумаге мое имя, написанное моим собственным почерком, и, окончательно проснувшись, стал с кровати. — Скажу, посмотрю, все ли с ним в порядке, сказал он, отыскав халат и шлепанцы, и вышел из комнаты. Я решил, что самый легкий способ успокоить Карла — вернуться в свое физическое тело, что и было сделано. Я встретил Карла по пути в мою квартиру, объяснил ему свой эксперимент с астральной проекцией и извинился за то, что разбудил. Он настоял, чтобы я пошел с ним, и все рассказал Неде. Я быстро переговорил с Недой, чтобы они могли поскорее лечь спать, а я вернулся в 2150 год. Мне не терпелось испытать свою новую макроспособность в действии. Вернувшись к себе, я быстро заснул и вскоре оказался на знакомой кровати с Балдахином во дворце Элгона. Больше всего я боялся того, что телепатическая сеть Элгона помешает мне покинуть физическое тело или, когда я из него выйду, заставит меня вернуться обратно. Я сразу же представил свое астральное тело в ногах кровати. Выйдя из физического тела, я визуализировал путешествие обратно в свою Альфу и через мгновение стоял посреди Альфа комнаты. Без Кэрол в комнате было очень пусто, и от этого мне еще сильнее захотелось вызволить ее из беды. Я решил отправиться за советом к остальным членам нашей Альфы. Было время завтрака, и все сидели в столовой, разговаривая о нас с Кэрол. Когда я вошел, Стив первым меня заметил и обратил на меня внимание остальных. Вскоре меня увидели все, кроме Адама и Нэнси, которые никак не могли настроиться на меня. Я был рад, что хотя бы хорошо их слышу. Мне сообщили, что всему макрообществу известно о том, что произошло со мной и Кэрол, но, к сожалению, они не знают, как нам вырваться из власти Лгона, не прибегая к помощи высших макроспособностей, членов макрообщества. Я решил поговорить с Раной, возможно, решить эту проблему сможет она, но перед моим уходом произошло нечто невероятное. Адам и Джойс попросили меня взять их с собой во дворе Лгона. Я отказался. Если мы с Кэрол и сможем оттуда выбраться, то вы станете еще двумя пленниками Лгона. Мы понимаем, Джон, сказала Джойс, но мы с Адамом хотим побыть с тобой следующие несколько дней. Если мы не сумеем тебе помочь, то по крайней мере сможем поддержать тебя. Они напомнили мне, что если я не смогу подняться на следующий уровень осознания и не начну сотрудничать с Лгоном, то в мире 2150 мне остается быть всего несколько дней. Я был тронут предложением Адама и Джойс разделить мое заточение, даже если это будет означать, что они сами станут пленниками. Я поблагодарил их, но объяснил, что осознание того, что Элгон держит плену нас четверых, а не двоих, лишь удвоит мою тревогу. Если мне теперь понадобится поддержка, я могу просто прийти к ним в своем астральном теле. Затем Адам сказал, — Ладно, Джон, надеюсь, мы сможем помочь тебе в следующий раз. Понимаешь, мы в долгу перед тобой, потому что ты очень сильно помог нам жизни, тогда ты знал нас как Грифа и Джадда. Сказать, что у меня перехватило дыхание, что я не имел от изумления или был вне себя от радости все равно, что ничего не сказать, никакие слова не могли бы выразить то, что я почувствовал в тот момент. Энергичная Джойс и высокий и красивый Адам внешне не имели абсолютно ничего общего с Грифом и Джадом, с которыми я встретился в 1976 году. Тем не менее, настроившись на их макроя, я узнал, что это действительно те же души, которые 174 года назад жили в телах двух хулиганов и несказанно обрадовался такому их росту. Я обнял Адама и Джойс, поблагодарил за заботу и убедил, что их долг сполна выплачен искренним желанием отказаться от своей жизни здесь и отправиться со мной во дворе Элгона. Перед тем, как уйти, я заставил их пообещать мне не пытаться последовать за мной на микроостров, затем я попрощался с остальными членами своей Альфы. Встретившись взглядом с Нэнси, я почувствовал, как тепло разливается по всему моему астральному телу. Интересно, знает ли она, знал ли Бруно? Но сейчас у меня не было времени с этим разбираться. Я послал ей поток теплой положительной энергии и перенесся в комнату для занятий, чтобы встретиться с Раной. Было все еще утро, а раньше я всегда встречался с ней вечером, тем не менее меня переполняла уверенность, что наставница будет меня ждать. Я не был разочарован, потому что, как обычно, дверь отворилась передо мной. Войдя в комнату, я увидел Рану, спокойно сидящую на одном из стульев и улыбающуюся мне, как будто это было обычное занятие по личной эволюции. Не буду спрашивать, откуда ты знала, что я приду сюда сегодня в астральном теле, сказал я, потому что уверен, что твое предвидение работает так же хорошо, как телепатия, с помощью которой ты сообщила мне, что будешь ждать меня здесь. Рана кивнула в знак согласия. Я так же знаю, сказала она, что ты надеешься на мою помощь в решении проблемы с Алгоном. Думаю, тебе будет приятно узнать, что я нашла это решение в твоем собственном разуме. «Боже мой, спасибо, Рана, спасибо», воскликнул я с радостным облегчением, а затем спросил, что же я должен делать. Она покачала головой. «Вынуждена разочаровать тебя, Джон, не могу сказать тебе, что я вижу в твоем будущем». «Как?» спросил я, пораженный таким поворотом событий. «Ты знаешь решение проблемы, но не хочешь мне говорить? ты боишься, что если ты мне скажешь, этого не произойдет?» «Не в этом дело, независимо от того, скажу я тебе это или нет, на этот раз будет только один ход событий». «Если это все равно не повлияет на мои действия в будущем, тогда, не понимая, почему, ты не хочешь мне говорить», сказал я в полном замешательстве. «Потому что, если я скажу тебе, то это повлияет на твои мысли в будущем». И хотя не изменит твоих действий в ситуации с элгоном, повлияет на другие, твои будущие действия. «Я не понимаю, Рано, что ты имеешь в виду?» «Я говорю о проблеме добра и зла, которая будет твоим последним испытанием, необходимым для достижения третьего уровня осознания. помни, что эти понятия как и все остальное зависят от твоей перспективы. Эволюция разума человека измеряется тем, насколько он готов принять неприемлемое. То, что может быть неприемлемым на микроуровне, всегда приемлемо на макроуровне». «Да, согласился я, и я помню, что в абсолютной макроперспективе все совершенно, но какое это имеет отношение к решению моей проблемы? Я хочу сказать, что ты не осознаешь единственного удовлетворительного выхода из ситуации Солгона, потому что смотришь с микропозиции, и этот выход кажется тебе неприемлемым и даже аморальным. Значит, ты не хочешь мне говорить об этом выходе из ситуации, потому что тогда я последую твоему совету, но только потому, что ты мне сказала, а не потому, что я сам к нему пришел, правильно? Абсолютно верно, Джон. Это не изменит твоего ближайшего будущего, зато повлияет на следующее десять тысяч лет и отдалит то время, когда вы слие сольетесь воедино на физическом и астральном уровнях. Жаль так говорить, но все же спасибо, что ты мне не сказала рано, выдавил я после долгой паузы. Я возвращаюсь во дворец Элгона, посмотрим, сколько времени мне потребуется, чтобы найти единственное возможное решение, проблемы, которые, как ты говоришь, уже у меня в голове. Когда я повернулся, чтобы уйти, рано предупредила меня, чтобы я был осторожен и не встречался с Лией до своего возвращения на микроостров. Я спросил ее, почему. Потому объяснила рано, что она, как твоя близнецовая душа, не сможет скрыть от тебя решение, которое ты ищешь, и в результате получится так же, как если бы я тебе все рассказала. Я еще раз поблагодарил ее и согласился последовать совету. Затем я вернулся во дворец Элгона, даже не пытавшись связаться с Лией. Там я понял, что видеоизображение пустой комнаты, в которой лежит Кэрол, не поможет мне отыскать ее местоположение. Чтобы найти эту комнату, я должен был осмотреть весь дворец. И тут я допустил серьезную оплошность. Я забыл, что Элгон поставил возле моей комнаты нескольких телепатов. Когда я прошел сквозь стену в коридор, они сразу же увидели меня и попытались остановить. Я представил себя в огромной столовой и исчез из их поля зрения, но они уже оповестили остальных членов телепатической сети о моем астральном выходе. Оказавшись в столовой, я буквально со скоростью мысли начал обегать комнату за комнатой в поисках лестницы, ведущей на нижние этажи дворца, потому что чувствовал, что Кэрол находится где-то там. К тому времени, как я нашел нужную лестницу и спустился на этаж, где, по моим предположениям, находилась Кэрол, телепаты Элгона обнаружили меня. Я вновь почувствовал, как невидимые тиски все сильнее сдавливают мой мозг, но на этот раз решил не сопротивляться этому давлению. Я попытался послать им в ответ поток макролюбви и жизнеутверждающей энергии, продолжая тем временем искать Кэрол. Подвалы дворца Элгона оказались настоящими катакомбами, но в конце концов я вошел в нужную дверь и оказался в комнате в центре которой словно мертвая лежала Кэрол. Двинувшись по направлению к ней, я услышал громкие раскаты смеха Элгона, исходящие из полумрака комнаты. Давление тисков тут же усилилось, и я понял, что Элгон теперь лично направляет на меня макроспособности тысячи умов телепатической сети. Безусловно, если бы на моем месте оказались Рана и Лилия, они бы справились с такой телепатической атакой, но мои макроспособности второго уровня не шли ни в какое сравнение с этой мощной силой. Вскоре давление одолело меня, я больше не мог его спокойно принимать, а когда начал с ним бороться, мои силы быстро иссякли. Я потерял сознание и очнулся в 1976 году. Было всего четыре часа утра. Я решил побыстрее заснуть снова и посмотреть, что со мной произошло в 2150 году. Мне потребовалось некоторое время, чтобы успокоить свой ум после давления тисков, но вскоре удалось уснуть. Я проснулся на кровати с балдахином и увидел склонившуюся надо мной Сэллу. Когда я открыл глаза, она сказала, «Ты дурак, Джон Второй». Я цинично, в стиле Карла, ухмыльнулся ей и заметил, «Я вижу, вы больше не притворяетесь, что я на десятом уровне». «Верно», ответила она, «Мы поняли, что твои макроспособности очень ограничены, вряд ли ты достигнешь третьего уровня за эти несколько дней, но я не поэтому назвала тебя дураком, разве ты не понимаешь, что перемещаясь в астральное тело, ты оставляешь свое физическое тело незащищенным, и каждый, кто умеет, например, я, может разорвать твой серебряный шнур». «Да», сказал я, «Я об этом знаю, но вы же хотите, чтобы я стал постоянным живым жителем микроострова, а не мертвым, если я умру, то уже не сгожусь для вашей пропаганды». Сэлла страстно посмотрела на меня, вытянула полные губы, изображая поцелуй, и сказала, «Я не хочу, чтобы ты умер, Джон, я хочу, чтобы ты стал моим любовником, но я знаю, что если мы не поможем тебе завершить перемещение во времени, то твое потрясающее тело умрет, а твой разум вернется на 174 года назад. Сэлла, я больше не желаю микросуществования. У тебя нет выбора. Ты можешь жить либо на микроострове в 2150 году в хорошо организованном микрообществе, либо в 1976 году в хаотичном микрообществе». Когда я ничего не ответил на эту реплику, Сэлла покорно вздохнула и произнесла «Ты не оставляешь нам другого выбора, кроме как отпустить Кэрол, чтобы она сама искала себе дорогу обратно в макрообщество. Надеюсь, ты понимаешь, что поскольку она не подчинится нашим законам, нам придется приговорить ее к смертной казни». «Но это же убийство». «Это не убийство», возразила Сэлла. «Когда человек нарушает законы, знаю, что это грозит ему смертью, это самоубийство. Конечно, ты всегда можешь спасти ее от смерти, согласившись стать постоянным жителем микроострова». «Дайте мне немного времени», сказал я. «Мне надо еще над этим подумать». «У тебя было достаточно времени, Джон, но знак нашей щедрости мы дадим тебе еще один день». «Если к завтрашнему утру ты не согласишься сотрудничать с нами, мы казним Карл, а ты будешь смотреть на смерть причины, которой стал ты сам». Сэлла долго молчала, ожидая моего ответа. Не дождавшись, она ушла, а я начал расхаживать по комнатам взад и вперед, тщетно пытаясь найти выход из положения, который, по словам Раны, уже скрывался у меня в голове. Интересно, что же это за выход? Что мне кажется самым плохим решением проблемы? С одной стороны, послать лугуна к черту и отказаться от его условий? Это плохо, потому что я потеряю не только Кэрол, но и возможность остаться в 2150 году. Да уж, несомненно, ужаснее всего для меня будет смотреть, как микроостровитяне казнят Кэрол и знать, что я мог это предотвратить. Я вспомнил слова Раны. Нет ничего ужасного, если смотреть с макропозиции. Различные события нашей жизни кажутся ужасными, только с микропозиции, которая слишком узка и не дает увидеть, что мы живем в совершенно справедливом и уравновешенном макрокосме, и с нами происходит только то, что мы сами для себя выбрали. Если Кэрол умрет, подумал я, значит, она сама выбрала смерть, и меня это волнует только потому, что я считаю ее своей собственностью, которую могу потерять. Макрофилософы говорят, что мы всегда можем добиться того, чего желаем и во что верим, потому что у каждой души есть свобода выбора и абсолютная макросила. Хорошо, согласился я. В макроперспективе это не представляет проблемы, но я же живу на другом уровне. Там, где я живу, существует много проблем, а для меня сейчас самое важное из них спасение, Кэрол, от смерти, а меня от утраты мира 2150-го. И эта проблема будет решена успешно, если я соглашусь сотрудничать с Алгоном. Тогда я смогу потратить хоть всю оставшуюся жизнь на то, чтобы найти дорогу обратно в макрообщество, но найду ли. Я провел оставшуюся часть этого длинного дня, мучаясь над тем, что мне сказать утром Алгону. К вечеру совершенно обессиленный, я пришел к выводу, что я скорее выберу спасение Карла от смерти и жизнь на микроострове Алгона. Наконец ко мне пришел сон, принося с собой ужасный кошмар. Я снился себе, одетым в длинную черную тогу судьи в бесконечной пустыне. Передо мной насколько хватало взора, тянулась длинная очередь людей, которых я должен был судить. По словам судебного пристава, стоявшего рядом, все они совершили какое-то преступление, которое карается смертной казнью. Тем не менее, когда я выслушал объяснение и оправдание каждого из этих людей, мне показалось, что все они так трогательно просили меня о помиловании, что я каждому отменил смертный приговор. Затем местодействие сменилось. Мы с приставом шли по гигантскому двору тюрьмы, где находились все, кого я спас от смерти. У каждого одна нога была прикована цепью к тяжелому ядру, так что они едва могли ходить, и вместо благодарности люди выкрикивали в мой адрес проклятия. В ужасе я увидел, что все они страдают от какой-то жуткой болезни, которая разрушает их тела медленно, по кусочку разъедая плоть и отделяя ее от костей. Я почему-то не мог оторвать глаз от спасенных мною узников, которые теперь превратились в ужасных, нелепых жертв проказы, которые медленно и болезненно пожирало их тела. Один из них позвал меня. Обернувшись, я содрогнулся от ужаса и проснулся в слезах, потому что узником, который больше всех проклинал меня за спасение его жизни, был Карл. Меня тошнило от ненависти к самому себе при мысли о том, что я мог так поступить с Карлом даже во сне. Почему мне приснился такой сон? Что он может значить? Задав себе эти вопросы, я вспомнил слова раны. Все страдания, несчастья и болезни — результат сопротивления неизбежному тому, что мы сами выбрали для своего духовного развития. Каково же решение проблемы? В моей голове вновь зазвучали слова раны. Единственный способ искупить свою вину за отрицательные действия — это компенсировать их положительными. Любовное принятие восстанавливает утраченное равновесие. Единственный грех, который может совершить человек — непризнание совершенства того, что есть. Значит, мой сон — это попытка моего высшего я показать последствия моего отказа, признать совершенство и необходимость происходящего. То есть, я должен изменить свое решение и позволить Карлу умереть? Может быть, в прошлом я позволил умереть Карлу? Не потому ли он был в моем сне? Из какого-то дальнего уголка моего разума пришли два воспоминания — Карл, допивающий бутылку морковного сока, и Карл, набирающая на пульте кафетерия свой привычный заказ — морковный сок. Затем еще два воспоминания наложились одно на другое слова Карла о том, что в своей прошлой жизни в 1976 году она была аспирантом, который боролся против загрязнения окружающей среды и слова Карла о том, что он бы уничтожил этих гадов, которые загрязняют нашу планету. Голова у меня шла кругом. Кэрол, девушка, которую я люблю, моя родственная душа, моя альфа-партнерша Акару, он, мужчина, человек, дороже которого у меня нет, мой лучший друг, мой сводный брат, мой однокашник. Боже мой, воскликнул я вслух, Господи всемогущий. Я обхватил себя руками и начал кататься по кровати вне себя от боли, сомнений, страха и радости. Когда все это, наконец, уложилось у меня в голове, и я принял совершенство этого нового озарения, я спустился вниз и выложил новость Карлу и Неде. Известие сразило их на повал, так же, как и меня, и все закончилось слезами радости и восхищением, невероятным совершенством вечного переплетения жизней. Но на важный вопрос все еще не было найдено ответа. Должен ли я позволить Кэрол Карлу умереть? Я провел остаток дня в поисках ответа на этот вопрос и признался Карлу и Неде, что я содрогаюсь при мысли о том, что мне придется смотреть, как Кэрол умирает, и осознавать, что я мог воспрепятствовать ее смерть. До поздней ночи мы обсуждали эту проблему. Карл доказывал, что самым здравым и порядочным будет спасти себя и Карл, а Неда уверяла, что я должен искать ответа у своего высшего Я, как бы сложно это ни было. Я только покачал головой и вернулся в свою квартиру. Лежа в кровати, я не хотел засыпать, не решив, что мне завтра сказать Илгону. Я ворочался сбоку-набок пока в отчаянии, не вспомнил совет Кэрол. Когда что-то не получается, надо вспомнить свой последний макроконтакт. Сосредоточившись на воспоминании о последнем общении со своей макросущностью, я почувствовал, как тревога и напряжение покинули мое тело. Чистота и силы дыхания изменились, я вновь вспомнил неописуемый союз всех противоположностей и ощутил себя вне пространства времени и слов. Очевидно, я все-таки заснул, потому что, когда я открыл глаза, надо мной склонились Сэла и Илгон. И Илгон сказал, «Я рад, что ты наконец проснулся. Мы готовы услышать твое решение». Не думая, я ответил, «Я решил получить те уроки, ради которых пришел сюда и позволю Карлу сделать то же самое». «То есть ты будешь смотреть, как она умирает у тебя на глазах?» спросила Сэла. Я не ответил, и Сэла указала на видеоэкран. «Ты уверен, что сможешь жить с этим решением?» Я посмотрел на гигантский экран, расположенный в другом конце комнаты. Там уже не было прежнего изображения Кэрол на полу в пустой комнате. Вместо этого она была прикована за руки и ноги к стене во дворе, где совершались казни. Видимо, она была в сознании, потому что ее обнаженное тело явно корчилось от боли. Затем ее лицо было показано крупным планом, и стало видно, что ее глаза открыты, и она пристально смотрит куда-то перед собой. Затем ракурс изменился, и я увидел, что Кэрол смотрит на орущую и забывающую толпу микроостровитян, которых сдерживала высокая стальная сетка. «Если мы уберем эту перегородку, сказал она иностранка наказание за упомянутые преступления. Смерть! Ты уверен, что не хочешь с нами сотрудничать, Джон?» Я покачал головой, не доверяя своей способности выражаться словами. Элгон и Сэлла молча и пристально смотрели на меня. Поцарившаяся тишина еще больше усиливала всеобщее напряжение. Вдруг Элгон кивнул головой и звук, сопровождавший видеокартинку, стал громче. Я старался не смотреть на экран, но глаза меня не слушались. Я уставился на толпу, которая теперь ринулась через упавшую перегородку к маленьким острым твердым камням, наваленным грудой в нескольких метрах перед Карл. В течение следующего получаса мужчины, женщины и дети из толпы бросали маленькие острые камни в корчащиеся от боли тело Карл. Я видел это кровавое зрелище от начала до конца, от первых поверхностных порезов на ее прекрасных ногах, руках, груди и лице до огромных зияющих ран, расползшихся по всему телу. И, наконец, до момента, когда ей выбили один глаз, и он вытекал по окровавленной щеке, поскольку камешки были не очень большими, Карл оставалась в полном сознании до самого конца, когда ее прекрасное тело буквально превратилось в скелет, с которого клоками свисали остатки плоти. Несмотря на то, что я освежил в памяти воспоминания о своем последнем макроконтакте, эти полчаса были самыми мучительными в моей жизни. Наконец, Элгон прервал молчание. Смотреть на смерть другого человека — это одно, а самому через это проходить — совсем другое. С этими словами Элгон подозвал нескольких своих помощников, и они вывели меня из дворца в тот же двор. Из него выносили останки моей любимой Карл, освобождая место для меня. Маленькие белые камни, покрасневшие от крови Карл, кололи мои босые ступни. Когда меня приковали к стене, еще влажной от крови, собралась та же самая толпа и начала выкрикивать обвинения и ругательства в мой адрес, после того, как на моих запястьях и лодыжках защелкнулись кандалы, все, что я помню, это смутные мысли о Лии, о тех коротких мгновениях, которые мы провели с ней вместе, о ране и о многих уроках, которые я должен был усвоить, но усвоил ли, усвою ли, о Неде и ее невероятном преображении, о Карле, моем верном друге, о той травме, которую я нанес ему за последние несколько месяцев, о его параллельном я, моей возлюбленной Кэрол, чья теплая кровь отделяла меня от грубой кирпичной стены, которой я был прикован. Я увидел, как Элгон и Селла прошли ко мне сквозь толпу, хотя они стояли совсем близко от меня, мне почему-то казалось, что нас разделяют километры. Элгон окунул пальцы в лужу крови передо мной, затем, вытерев пальцы о мою грудь, он презрительно спросил, не передумал ли я, я ничего не сказал, потому что ответ и так ярко светился в моих глазах. Повернувшись ко мне, Элгон наклонился и поднял два окровавленных камня, он показал их толпе, протянул один сели, затем повернулся ко мне и бросил первый камень. Я услышал где-то в глубинах своего разума голос раны, «В древней Иудее, Джон, ваши скарлдуши воплотились в жестокой и гордой семье, вы выросли красивыми, но тщеславными, вы легко осуждали людей и не раз лично участвовали в повивании осужденных камнями». Я знал, почему это происходило со мной сейчас, но мои глаза и ум были замутнены ненавистью к Алгону, и в моей голове снова звучал голос раны, «Эволюция сознания измеряется тем, насколько ты готов принять неприемлемое». Я попробовал макропаузу. Я старался заставить себя смотреть на свою казнь с макропозиции, которая предполагала благодарное принятие всего сущего. Я пытался любить Алгона и принимать его и все происходящее как совершенное, однако все мои усилия были тщетны. Я не выдержал своего последнего испытания, принятия неприемлемого. я не мог с любовью принимать Алгон. Всему есть пределы и боли тоже. В мое тело вонзались сотни зазубренных камней, и наступил момент, когда я ощутил, что больше не могу жить ни секунды. Я уже ничего не видел, но перед моим мысленным взором предстала Лия. Помни, Джон, эволюция сознания измеряется тем, насколько ты готов принять неприемлемое. Эти слова все еще звенели у меня в голове, когда я проснулся в 1976 году. Глава 17. Эволюход После моей смерти в 2150 году прошел целый месяц, и эта долгая разлука с макрообществом была тяжела для меня. Однако, греясь на теплом весеннем солнце у себя на балконе, я знаю, что смирился с этой разлукой и даже с болью и ужасом моего последнего часа в мире будущем. Я больше не осуждаю Элгона, Сэллу или кого-либо еще и не держу на них зла, потому что я сам избрал для себя это испытание. Злость и насилие – это последняя отчаянная попытка микросуществ отказаться от ответственности за свою собственную жизнь и свалить вину на других, поэтому, пока человек не научится принимать на себя полную ответственность за все, что происходит в его жизни, злость и насилие будут присутствовать в нашем мире, надеясь, что я в своей духовной эволюции этого рубежа достиг. А теперь, Карл, я доверяю тебе свой дневник, как когда-то моя мать доверила тебе меня самого. Сделай с ним, что сочтешь, нужно. Дописав эту страницу, я спущусь к вам с Недой, и мы разделим нашу последнюю трапезу, а в конце этого вечера я поцелую вас обоих и скажу, что буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи, а вернувшись в свою квартиру, я в последний раз лягу там спать, после чего совершу эволюход, мирно умру во сне. Мне понадобилось так много времени, чтобы понять, любой провал это успех, а любая смерть рождение. Знаешь, Карл, прошлой ночью у меня было еще одно яркое сновидение. Мне приснилось надгробие, я зарисовал его для тебя на следующей странице. Не сердись, пожалуйста, что прощаюсь письменно, а не устно, ты мне дороже, чем я могу высказать. Запоминай свои сны, Карл, и я буду в них, я всегда буду с тобой. Я люблю тебя. Мы одно. Джон. Эпилог Прошло три месяца с тех пор, как мы кремировали тело Джона Лейка и развеяли пепел в лесу невдалеке от дома, где прошло наше детство. Мне было очень трудно принять смерть Джона. Он назвал это эволюходом. Добровольной смертью ради будущего. Я же поначалу, до наших долгих разговоров с Недой, называл это банальным самоубийством. Я говорил, что это бегство от реальности и трусость, недостойная макрофилософа. Однако время шло, Неде понемногу удалось изменить свои микровоззрения, и сегодня я вижу действия Джона совершенно в другом свете. Наверное, самым важным фактором, в конце концов изменившим мою точку зрения, был разговор с Джоном за несколько дней до того, как он нас покинул. Джон не включил его в свой дневник, о чем я очень сожалею, потому что в нем как раз отражен подход макрообщества к вопросам жизни и смерти. Мы с Недой восстановили этот разговор почти слово в слово. Если мне не изменяет память, начался он с того, что я упомянул о самоубийстве одного из студентов нашего факультета. Я сказал, что самоубийство это бегство. А Джон ответил, ты осуждаешь сознательное самоубийство, Карл, которое вовсе не обязательно может быть попыткой отказаться от ответственности за свою жизнь. Ты забываешь о том, что все микросуществование это бессознательное самоубийство. Твоя жизнь может закончиться мгновенно из-за несчастного случая, но жизнь может быть и медленным процессом микростарения, то есть постепенного упадка и разложения тела. Такое саморазрушение — естественный результат твоего отказа принять на себя ответственность за свои действия и последствия избранного тобой образа жизни. Хорошо, сказал я. Не буду спорить с твоей теорией бессознательного самоубийства, но студент, о котором мы говорим, совершил самоубийство сознательно. Он оставил предсмертную записку, в которой извиняется перед родителями, я считаю это трусостью. Джон широко улыбнулся и сказал, по мнению французского социолога Эмиля Дуркгейма, которого мы с тобой изучали в университете, существует два типа самоубийств, анемическое и альтруистическое. Анимическое самоубийство совершается как попытка бегства от столь невыносимой жизни, что человек просто чувствует себя не в состоянии с ней справиться. Я это называю сознательным микросамоубийством. Оно никогда не приносит душе удовлетворения, потому что, когда человек оказывается в своем астральном теле, его разум все еще отказывается принять на себя ответственность за свою жизнь и наполнен ненавистью к самому себе, которую испытывает каждое микро-я, когда терпит неудачи. Неда перебила его, но Джон ты нам говорил, что все действия совершенны, если смотреть с макро-точки зрения, но разве самоубийство может быть совершенным? На макро-уровне ответил он, каждое отрицательное действие компенсируется положительным, они как бы взаимно отменяют друг друга, оставляя после себя абсолютное равновесие, с макро-точки зрения каждая неудача это успех, который в конце концов приведет к получению нужного жизненного урока, если душа совершает микро-самоубийство единожды или хоть тысячу раз, чтобы понять, что нельзя убежать от ответственности за свою собственную жизнь, значит, это данной душе необходимо, и это является для нее совершенным. «Понятно», сказала Неда, кивая головой, «а что такое альтруистическое самоубийство?» «Вы знаете, что некоторые пассажиры остались на борту тонущего Титаника, лишь бы не занять чье-то место в ограниченном количестве шлепок? История знает много других случаев альтруистического самоубийства, когда люди сознательно отдавали свои жизни ради того, чтобы другие могли жить и брать с них пример». «Самоубийство как пример?» Неда задумалась. Пожалуй, так можно назвать те случаи, когда члены макрообщества позволяют микроостровитянам себя убивать? Возможно, своим примером они пытаются показать, что физическая жизнь — это не самоцель? Отчасти так оно и есть. Самым же знаменитым примером такого самоубийства была смерть величайшего из всех макрофилософов, живших на этой планете, и Иисуса из Назарета. Он позволил себя убить, дабы продемонстрировать, что макро-я — это хозяин микрофизического я, и что оно даже может восстановить или воскресить, убитое физическое тело. Я думаю, он также продемонстрировал свою веру в то, что физическое существование, необходимое микрочеловеку, это лишь одна очень ограниченная перспектива в ММ-континууме. Значит, цель эволюции, добавила Неда, не утвердиться навсегда на микрофизическом уровне, а двигаться вперед ко все большему осознанию, пока каждая душа не вернется к полному осознанию своего макрокосмического происхождения. Верно, сказал Джон, и это подводит нас к третьему типу самоубийства, о котором микрочеловек еще не знает, эволюционному самоубийству, макрообщество называет его эволюходом. Кажется, ты уже о нем говорил, Джон, сказал я. Да, когда я ходил по больнице, пытаясь спасти жизни людей, бывало так, что подсознательный разум пациента отказывался принять мою помощь, потому что решил умереть. Вспомни Бруно, который сказал мне, что он воплотился в это тело для того, чтобы сбалансировать вибрации. Теперь, когда он достиг своей цели в этой жизни, он завершает ее, чтобы продолжать свое развитие в другом измерении. Как ты помнишь, наш Дельтарх Юга тоже планировал сознательно прервать свое физическое существование, то есть эболюйти. Никто не умирает, пока не будет точно знать на макро- или подсознательном уровне, что он научился в данной жизни всему, чему хотел и мог. Это правило применимо и к загадочному синдрому внезапной детской смерти, и к массовым смертям при землетрясениях или наводнениях. Ты хочешь сказать, что подсознательный разум знает, что произойдет в будущем и может помешать тому или иному несчастному случаю, если захочет, спросила Неда. Именно это я и хочу сказать, кивнул Джон с воодушевлением. С макро-точки зрения несчастных случаев не бывает. Но вернемся к эволюционному самоубийству, сказал я. Разве это не такое же бегство от действительности, как самоубийство аномическое? Если ты научился всему, чему хотел, ты должен продолжать жить и помогать учиться другим. Это все равно, что сказать, что все должны оставаться в первом классе, чтобы давать там уроки, ответил Джон. Но кто-то же должен их учить, перебил его я. За всю историю нашей Вселенной еще никогда не было нехватки учителей, не доставало всегда тех, кто хотел учиться. Как говорят макрофилософы, когда человек готов учиться, учитель всегда найдется. Просите, и дано будет вам. Вот тебе еще одна формулировка этой макроистины. Тут подразумевается и сильное желание, и твердая вера. Если твое желание учиться, слабее какого-то другого желания, или если ты не веришь, что сможешь, или достоин учиться, то тебе придется дождаться, пока твои желания и вера будут одинаково сильны, только тогда тебя ждет успех. Я все еще не вижу разницы между бегством от действительности и эволюционным самоубийством, сказал я, качая головой. Все дело в мотиве, Карл, объяснил Джон. Что было причиной самоубийства? Желание убежать от своего прошлого или желание двигаться вперед в будущее? Самоубийство, бегство, это желание убежать от своего прошлого или настоящего, а эволюционное самоубийство, это желание двигаться вперед в будущее. Но ведь часто сложно сказать, что является причиной. Разве человеку не свойственно скрывать от себя желание убежать от жизни? Разумеется, так бывает очень часто. В каждой жизни есть уроки, которые нужно выучить. И если ты обманешь себя, внушишь себя, что научился в первом классе всему, чему мог, и устроишь своему телу какие-нибудь суровые передряги, из-за которых твоя физическая жизнь прервется, фактически ты совершишь самоубийство. И в следующей жизни вновь проснешься в первом классе. Понимаешь, в этой планетарной классной комнате нельзя надолго выбыть из учебного процесса, нельзя убежать от своего собственного высшего «я». Микрочеловек считает физическую жизнь на этой планете конечной стадией, а не подготовкой к опыту более многомерной жизни. Естественно, с таким мировоззрением он полагает, что самоубийство — это конец всему, он становится жертвой своей собственной микрофилософии. — Так самоубийство не грех? — спросила Неда. — Сложно говорить о самоубийстве в общем, Неда, поскольку любая смерть — это сознательное или неосознанное самоубийство. Задумчиво ответил Джон. Что же касается греха, то есть только один грех — отрицание, совершенство макрокосмического единства всего, что есть, было и будет. Однако даже это можно назвать грехом только с микроточки зрения. Если смотреть с макропозиции, греха не существует, поскольку все имеет свою цель, и все эволюционно, совершенно. Самое главное — принять совершенство того, что есть, и относиться ко всему с любовью и пониманием, освобождая себя таким образом от уз, тревоги, страха и осуждения, которые привязывают тебя к физическому существованию. Тогда и только тогда возможен эволюход. Я возразил. Хорошо. Если бы я был макрочеловеком, я бы знал, кто живет по закону благодарного принятия действительности, а кто нет. Я бы знал, почему тот или иной человек прекращает жить. Тогда бы я смог точно сказать, где самоубийство, как мы это обычно называем, а где эволюход. Но проблема в том, что я не макро, поэтому я все равно не могу отличать одно от другого. Помнишь монографию, которую мы изучали на курсе культурной антропологии? Там говорилось об одном индейском племени, люди которого, когда были готовы умереть, просто со всеми прощались, поднимались на холм и умирали, сказал Джон. Да, похоже на план твоего. Хьюга начал я. Вот именно, Карл, прервал меня Джон. Если ты умираешь с помощью какого-то орудия, то это самоубийство. А когда ты просто подводишь к концу все свои дела в данной жизни, а затем ложишься и умираешь, то это эволюход. Вот что нам с Недой удалось вспомнить из того разговора. Объяснение Джона об эволюходе плюс мои сны о Джоне постепенно расширили мою перспективу, и я полностью изменил свое мнение о смерти Джона. Я до сих пор ужасно по нему скучаю, и Неда все время напоминает мне, что с макро точки зрения не произошло ничего ужасного. Так что я не обольщаюсь насчет своего уровня осознания. Тем не менее, я помню. Джон говорил, что этот наш уровень постоянно меняется, и что за сутки средний микрочеловек, такой как я, может испытать широкий спектр осознания от самого низкого микро до довольно высокого макро. Последнее обычно случается, когда мы спим и видим сны. Описанием одного из таких снов я и завершаю этот эпилог. Это последний из целой серии моих снов о Джоне. В большинстве из них мы просто беседовали, как прежде, но этот сон был особенный. Мы знаем, что это символический сон, ведь Джон рассказал нам, что в 2150 году нет могил и надгробных плит, а оставленные душами физические тела просто распыляются на молекулы. В этом сне Неда, я и Джон стояли перед большой надгробной плитой, очень похожей на ту, которую Джон нарисовал на последней странице своего дневника. На плите было выгравировано следующее. Умерли Джон и Кэрол. Возродились Джон и Кэрол. 9-927-4-927-Дельта-927-Макрообщество 2150. От автора. В завершение я хочу сказать, что главная цель этой книги, как и всех других моих публикаций, стимулировать развитие объединенного гармоничного общества Эры Водолея. Я прощаюсь с вами самыми оптимистичными словами, которые когда-либо были произнесены. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. С макролюбовью и радостью Тия Александр. Из записей Джона О макрофилософии Макрофилософия представляет собой систему определения взаимосвязи всего сущего от наименьшего, микро, до наибольшего, макро, ее основное положение. Все в мире не просто взаимосвязано, но макрокосмически едино. Все сущее – совершенно. Вещи могут быть обособленными и делимыми только с микроограниченной точки зрения. Макрофилософия предполагает существование микро-макрокосмического континуума, ММ-континуума, в котором нейтроны, протоны и электроны являются неотъемлемыми составляющими бесконечно увеличивающихся физических тел, таких как человек. Продолжая этот ряд, человека можно представить неотъемлемой частью планеты под названием Земля. Расширяя перспективу, Землю можно представить неотъемлемой частью Солнечной системы, в свою очередь являющейся неотъемлемой частью одной из галактик, которая в свою очередь и так далее. Человек ощущает боль и одиночество, переживает болезнь и смерть лишь постольку, поскольку он, первое, чувствует себя отделенным и обособленным от себя самого, от других, от Вселенной, от Бога-макрокосма. Второе – отрицает совершенство всего сущего. Третье – отказывается принимать на себя и только на себя ответственность за все, что с ним происходит. Почему ощущение обособленности вызывает беспокойство? Потому что все, включая вещи, явления и других людей, которые представляются нам обособленными, иными или чуждыми, представляет потенциальную угрозу и тревожит. Если же человек чувствует единство или слияние с чем-либо или кем-либо, он ощущает комфорт, одобрение и любовь, то есть наблюдается противоположное беспокойству состояния. С точки зрения макрофилософии, все человеческие страдания, страх, ненависть, боли, болезни – суть следствия недостатка веры в то, что все едино, все есть любовь, все есть то, что можно назвать Богом, все совершенно. Это не означает, что отрицательных мыслей, чувств и поступков не существует, они существуют, но лишь как плоды неуравновешенного микромышления. Все великие религии мира заявляют, что посеешь, то и пожнешь. Макрофилософия формулирует это так, и положительные и отрицательные образы мышления имеют свои последствия. Если вы чего-то боитесь, это обязательно произойдет, потому что вы вложили в это свою энергию. Более двух тысяч лет тому назад в книге притчей Соломоновых, глава 23 стих 7, мудрец заявил, каковы мысли в душе его, человека, таков и он. Согласно макрофилософии, отрицательные мысли вызывают отрицательное чувство и приводят к негативному жизненному опыту. Соответственно, положительные мысли вызывают положительное чувство и приводят к позитивному опыту. «Ни одна мысль никогда не забывается. Все наши мысли остаются в бессознательном уме, который древние называли сердцем, где каждая отрицательная мысль продолжает вызывать отрицательное чувство до тех пор, пока она не уравновешивается или не уничтожается положительной мыслью равной силы. Плюс и минус равны нулю». С микроточки зрения ваш способ мышления и, соответственно, чувствования определяется наследственностью и окружающей средой. Ни то, ни другое не поддается контролю человека, поэтому ваши ученые говорят об отсутствии свободы воли и о том, что всем вашим поведением руководит слепой случай. И это верно, с микроточки зрения. К сожалению, такая точка зрения отрицает существование более широкой перспективы или угла зрения. Мир плоский – это ясно любому дураку, и с ограниченной микроточки зрения мир действительно плоский, иногда, правда, вогнутый в долине, либо выпуклый на холме. Таким образом, ширина перспективы определяет истину в имеющейся системе координат. Большинство ваших ученых отрицает существование или, во всяком случае, практическую ценность более широких перспектив, таких как макроперспектива, в которой находится место для души, реинкарнации и многомерных миров. Как это ни парадоксально, психология от греческого «наука о душе» в вашем времени отрицает существование души и утверждает, что психолог может знать только физические, сенсорные данные. Макрофилософские концепции оказываются совершенно неприемлемыми для таких ученых с их микроориентацией. В макроперспективе человек представляет собой великий разум, неограниченный временем и пространством. Его же называют бессмертной душой. Он то и дело решает временно вселиться в то или иное тело для приобретения нового опыта и большего осознания на своем пути к еще большей степени совершенства, то есть осознания того, что все сущее – едино. Конечная цель всех душ заключается в достижении этого макрокосмического осознания своего единства со всем, что есть, было и когда-либо будет. Некоторые называют это Богом. Различные уровни осознания можно представить и следующим образом. Первое. Микрочеловек со своим индивидуальным телом, личностью и ограниченным сознательным разумом, верящий в то, что всем этим он и исчерпывается. Второе. Развивающийся я или подсознательный разум, знающий о том, что он лишь крошечная часть души. Третье. Макро-я или вселенский разум, который знает о единстве всего сущего и поэтому осознает, что вмещает в себе совершенное равновесие положительных и отрицательных полярностей во всех измерениях. В отдельных душах может наблюдаться временный дисбаланс, определяющий недостаток у них макроосознания. Но в макроперспективе такие дисбалансы видятся как проявление естественных ритмов жизни идеально уравновешенного макрокосма. Таким образом, на макроуровне не существует никаких проблем. В конечном счете все души достигнут этого совершенного уровня полного осознания. Какой бы темной ни была ночь, в конце концов неизбежно взойдет солнце и придет свет дня. Это конечное макроосознание описывали мистики всех времен и народов. Пожалуй, самое известное описание макроперспективы содержится в 17 главе Евангелия от Иоанна, где великий макрофилософ говорит о макроцели всех душ следующее «Да будут все едино, как ты, отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино». Только в такой макропозиции, в которой человеческая душа и подсознательный ум понимают свое единство со всеми остальными умами, со сверхсознанием, вселенским разумом, макрокосмосом или Богом, душе ничто не угрожает, и ей нечего бояться, поскольку все едино, и лишь в такой макропозиции душа может следовать высшей макрозаповеди «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 12 Макрофилософия учит, что для каждого человека правильное и неправильное определяется его системой координат или углом зрения, или перспективой. Например, христианам разрешается есть свинину, а евреям и мусульманам нет, в мирное время убивать других людей считается преступлением, а в период войны допускается. О макрообществе В 2150 году практически весь мир объединен универсальной системой обучения, которая начинается с рождения человека и формально завершается, когда ему исполняется 30 лет. Эта единая система обучения объединила пять старых общественных институтов, семью, образование, религию, бизнес и государство в единое взаимосвязанное целое под названием «макрообщество». Антиутописты XX века, такие как Оруэлл и Хаксли, смотрели на мир, как и большинство людей в их время, с ограниченной микроточки зрения. С этой микроточки зрения человек – это в сущности неуравновешенное животное, обреченное на самоуничтожение из-за своего собственного эгоизма, использующее все свои знания для изобретения все более разрушительного оружия и все больше загрязняющее окружающее среду. В XX веке преобладал гедонистический микрообраз мышления, для которого высшей ценностью является удовольствие здесь и сейчас. Типичный пример человека с таким образом мышления – политик, который ставит свое личное временное благосостояние превыше длительного благосостояния своего народа, в том числе и собственных детей, и голосует против принятия мер борьбы с загрязнением, потому что промышленники его района считают их слишком дорогостоящими. Есть много других примеров эгоистичного, недальновидного микромышления, например, оправдания войны и вера в то, что трата миллиардов долларов каждый год на вооружение – это благородный патриотический долг, более важный, чем удаление основной причины общественных конфликтов – невежества. Возможности для обучения в XX веке были неравными и ограниченными частными микроинтересами, которые предполагали помощь привилегированному меньшинству за счет большинства. Основной институт общества «семья» обычно обучал каждое новое поколение узким микроэтноцентрическим ценностям и предрассудкам и увековечивал общественную модель стратификации и сегрегации. Таким образом, традиционная микросемья поощряла разделение людей, проповедуя верность биологическому, а не духовному родству, всеобщее братство людей категорически отрицалось. При подобной ущербной микрофилософии, поддерживающей узкие микроценности, обособленности конфликты были неминуемы. В конце концов, когда развитие вооружений полностью вышло из-под общественного контроля, человечеству пришлось выбирать между полным исчезновением или выработкой более широкой макроперспективы, предполагающей всеобщее человеческое братство. К концу XX века микрообраз мышления привел к такому загрязнению окружающей среды, перенаселению и разгулу насилия, что для выживания человеческого рода требовалось уничтожение микросемьи. Люди, выжившие в начале XX века, признали практическую пользу макрофилософии, парадигмы, давным-давно предложенной такими титанами мысли, как Лаудзы, Будда Гаутама и Иисус. Это мировоззрение провозглашало одного духовного, макрокосмического отца, всего сущего, «И отцом своим не называйте никого на земле» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 9, и выдвигало один категорический императив «любите друг друга» Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 17. Поскольку старые микроинституты увековечивали невежество и отрицание этих макроконцепций, они были заменены единой всеобъемлющей структурой под названием макрообщество. Развитие и существование макрообщества зависело от его способности научить своих членов макрофилософии, которая должна была сводить к минимуму эгоистичное микроповедение и развивать неэгоистичное макроповедение. Макрообщество считает насилие и враждебность продуктами микрообраза мышления, который имеет целью защитить микрочеловека или группу микролюдей от других людей, которых первые считают чужими. С макроточки зрения чужих не бывает. Разумеется, явным и огромным преимуществом макрообщества является наличие единого языка, единой культуры, единого мировоззрения, макрофилософии, единого правительства и единой расы, общечеловеческой. Поскольку макрообщество живет по принципам всеобщего духовного братства, его организация значительно отличается от микросемьи. Основной принцип макрообщества называется законом обратной лояльности. Чем меньше группа людей, тем меньше преданности группе ожидается от ее членов. На шкале ценностей выше всего стоит Бог, макрокосм, вселенский разум, все сущее, а ниже всего отдельные малые группы людей. Закон обратной лояльности очень важен для макрообщества, поскольку оно имеет четкую иерархическую структуру, плод долгой борьбы за мир, недобрую волю для всех людей. Таблица Организационная структура макрообщества Группа Альфа Состав 10 человек Число людей 10 Лидер Альфар Бета 10 Альф 100 людей Бетар Гамма 10 Бет Тысяча людей Гаммар Дельта 10 Гамм 10 тысяч людей Дельтар Эйтон 10 Дельт 100 тысяч людей Эйтар Зитон 10 Эйтонов Миллион людей Зитар Кайтон 10 Зитонов 10 миллионов людей Кайтар Мутон 10 Кайтонов 100 миллионов людей Мутар Самая маленькая группа макрообщества называется Альфой. Она состоит из 10 человек, 5 мужчин и 5 женщин, один из которых является Альфаром, лидером группы. Лидер выбирается каждый год всеми членами группы, и его обязанностью является разрешать все внутренние конфликты группы для достижения максимальной гармонии и сотрудничества. Члены Альфы живут в общем блоке, который делится на 7 комнат. 5 комнат занимают по 2 Альфа-партнера, это всегда мужчина и женщина, 6 служит кухней и столовой, а 7 используется как общая комната всей Альфы. Поскольку количество человек в каждой группе макрообщества кратно 10, то следующая по количеству группа Бета включает в себя 10 Альф и состоит из 100 членов, 50 мужчин и 50 женщин. Они тоже каждый год избирают лидера Бетара, который выполняет те же функции, что и Альфар, только для большей группы людей. Если при выборах любого уровня два члена группы набирают одинаковое количество голосов, то лидер следующий по количеству группы решает, кто из этих двух претендентов станет лидером. Бета занимает целый этаж здания, на котором располагаются 10 жилых блоков для Альф. Следующие по размеру группы называются Гамма, 10 Бет или 1000 человек, Дельта, 10 Гамм или 10 тысяч человек и Эйтон, 10 Дельт или 100 тысяч человек. Лидер Гаммы называется Гаммаром и тоже избирается ежегодно. Лидеры двух следующих групп Дельтар и Эйтар избираются каждые три года, потому что они должны накопить больше опыта на этих более ответственных постах. Каждая Гамма расположена в отдельном 12-этажном здании. 10 этажей занимают беты, один этаж технический и еще на одном этаже расположены учебная аудитория, комнаты для собраний и зона отдыха. Дельта – городок, состоящий из 10 зданий Гамм, обычно располагается вокруг искусственного озера длиной 8 километров, шириной 3 километра и средней глубиной 9-10 метров. 10 Гамма-корпусов стоят в полутора километрах друг от друга по обоим длинным берегам озера. На одном коротком берегу озера расположены здания, в котором находятся административные и технические службы, а на противоположном коротком берегу – здания службы информации Си. У всех 12 зданий дельты по 12 этажей. Эти здания и озера находятся в центре большого участка земли, который поделен на парки, сельскохозяйственные угодья и зоны отдыха. Лидеры следующих по размеру групп – Зитар, Кайтар, Мутар и Максар – избираются каждые 6 лет лидерами меньших групп. Так, каждый Кайтар, лидер 10-миллионного коллектива, избирается 10-ю Зитарами и должен иметь опыт работы на постах Эйтара и Зитара. Максар, лидер миллиардного коллектива Максона, должен иметь по меньшей мере 21-летний опыт работы на постах Эйтара, Зитара, Кайтара и Мутара. Но в макрообществе 2150 года при его 300-миллионном населении пока еще не было ни одного Максара. На ранних стадиях макрообщества жизнь его членов была организована таким образом, чтобы способствовать их личной эволюции. Чтобы работа не становилась микронеприятной и не могла быть использована как оправдание для уклонения от самосовершенствования, все работали только по 6 часов в день, 5 дней в неделю. Каждые 3 месяца всем людям, достигшим 15-летнего возраста, полагался недельный отпуск. Сейчас, в середине 21 века, эти правила уже устарели, так как высокоразвитые макросущества больше не разделяют свою жизнь на работу и досуг. Они понимают, что для продуктивности и креативности труда нет ничего полезнее, чем подчинение воле своего высшего «я». Доказательством правильности этого подхода служат гигантские позитивные преобразования, совершенные макрообществом, на планете, претерпевшие невиданные экологические бедствия, войны и природные катаклизмы. Поскольку эффективная личная эволюция – главная цель макрообщества, каждый человек работает над достижением этой цели и по окончании формального обучения сколько считает для себя нужным. Официальное обучение начинается с рождения и заканчивается, когда человек достигает 30-летнего возраста, однако в любом возрасте высоко ценится и приветствуется обучение неформальное. Свои первые 30 лет человек учится в 10 триадах, возрастных группах, в каждой из которых он проводит 3 года, отсюда и название. Первая триада начинается с рождения и заканчивается по достижении 3 лет. Вторая триада начинается в третий день рождения и заканчивается в шестой. Таким образом, окончание одной триады является вступлением в следующую. Эта система способствует пониманию того факта, что окончание одного периода жизни всегда является началом другого. Таблица. Учебные триады. Триады. Возраст. Жизненный опыт. Первая. Вторая. Возраст. От нуля до трех и от трех до шести. Жизненный опыт. Хотя во всех триадах человек получает любовь, возможности для изучения мира и необходимый минимум общения, первым двум триадам уделяется особое внимание. Им назначаются десять братьев и сестер из членов старших групп, достигших 21 года. Третья. Четвертая. Пятая триады. Возраст. От шести до девяти. От девяти до двенадцати. И от двенадцати до пятнадцати. Триады. Начиная с третьей триады учащиеся выбирают себе Альфара. С третьей по шестую триаду учащимся назначается только один старший брат и сестра из групп возрастом 15-30 лет. Шестая триада. От пятнадцати до восемнадцати лет. Начиная с шестой триады учащиеся выбирают себе Бетара и начинают профессиональное обучение. Седьмая, восьмая, девятая, десятая. От восемнадцати до двадцати одного. От двадцати одного до двадцати четырех. От двадцати четырех до двадцати семи. От двадцати семи до тридцати. С седьмой по десятую триады членам Альфы назначается только один старший брат и сестра из людей 30 лет и старше самых мудрых членов общества. Такая система образования способствует сосредоточению на задачах духовного, ментального, эмоционального и физического развития, которые человек должен пройти за первые 30 лет своей жизни. Триады организованы таким образом, чтобы старшие могли заботиться о младших. Старшие ученики закрепляют свои знания, передавая их младшим, и развивают в себе чувство ответственности перед собой и другими. Первые три года жизни играют важнейшую роль в развитии человека. Поэтому только люди с недюжинным терпением, любовью и мудростью имеют право работать с детьми первой триады. Каждый новорожденный ребенок попадает в альфа-группу детей первой триады, и ему назначается по пять старших братьев и сестер. Эти старшие братья и сестры тщательно выбираются из учеников восьмой, девятой и десятой триад возрастом от 21 года до 30 лет и из старших неучащихся членов макрообщества. Одной из главных проблем микрородителей была усталость, вызванная часами и днями постоянного общения с детьми. Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, каждый старший брат и каждая сестра, как и другие работающие члены макрообщества, в среднем работают по четыре часа в день. Но они постоянно меняют эти часы для того, чтобы иметь возможность наблюдать и бодрствование, и сон ребенка. Следующий важный период обучения – годы от трех до шести. И снова только пять мужчин и пять женщин с недюжинным терпением, любовью и мудростью назначаются старшими братьями и сестрами детям второй триады. Старшие братья и сестры всегда работают только с той триадой, к которой они лучше всего подходят. Минимальный возраст кандидатов в старшие братья и сестры детей второй триады – 21 год. Тот, кто имеет дар работать с маленькими детьми, сможет продемонстрировать здесь свои способности и попрактиковаться в них. Тот, кто продемонстрировал терпение, любовь и мудрость в работе с детьми второй триады, продолжает работать с первой, если докажет, что пригоден для этой работы. В каждой паре альфа-партнеров третий и четвертый триад назначаются старшие брат и сестра, которые также являются альфа-партнерами. Эти братья и сестры выбираются среди учеников триад с шестой по десятую. Учащимся триад с третьей по шестую назначают духовных наставников, которые имеют опыт работы с этими триадами. Благодаря откровенности, открытости и доброжелательности конфликта поколений не существует. Все учащиеся имеют в неделю минимум пять часов наставлений по личной эволюции. Это время для того, чтобы научиться понимать себя, других людей, макрокосм и свою связь с ним. Наставник учит вас ответственно создавать свой собственный жизненный опыт и понимать, что он избран вами самими. Извлекать уроки из каждого жизненного опыта и применять их в своей повседневной жизни, подвергать себя риску, необходимому для духовного развития, принимать все, что происходит, как абсолютно совершенное, идеально подходящее для данного времени в данном месте. Учащимся триад с седьмой по десятую от восемнадцати до тридцати лет также назначаются ЛЭ-наставники из самых мудрых и зрелых людей макрообщества возрастом не менее тридцати лет. У этих учащихся тоже минимум пять часов наставлений по личной эволюции в неделю. Типичный распорядок дня, учащихся триад с третий по пятую. С семи до девяти часов. Макросозерцание и медитация, подтверждение плана жизненного роста и завтрак в альфа-группе. С девяти до десяти. Изучение различных сфер жизни при помощи СИ. С десяти до двенадцати. Макро-разбитие. Обсуждение в группах из десяти человек во главе с мастерами-наставниками сфер жизни, изучаемых при помощи СИ. С двенадцати до тринадцати. Обед и отдых в альфа-группе. С тринадцати до четырнадцати. Работа с СИ. С четырнадцати до семнадцати. Отдых и физическая тренировка. С семнадцати до девятнадцати. Макро-танец. Плавание. Ужин. С девятнадцати до двадцати одного. Наставление по личной эволюции. Макро-созерцание. И медитация. Подтверждение плана жизненного роста. Макро-пауза. Практикуется в любое время дня для оперативного расширения перспективы. Триады с шестой по десятую имеют такой же распорядок дня, однако минимум три часа в день уделяется профессиональной деятельности. Она может быть связана с наставничеством, сельским хозяйством, другими прикладными науками или искусствами. Кроме того, старшие ученики проводят много времени в одиночестве, созерцая и медитируя, обычно в ближайшем парке. Начиная с третьей триады, с шести до девяти лет, учащиеся выбирают себе альфара. Ученическая бета состоит из десяти альф, охватывающих триады с первой по десятую, от рождения до тридцати лет. Однако бетара выбирают только ученики старших, шести триад, с двенадцати до тридцати лет. Поскольку макрообщество поддерживает количество людей возрастом до тридцати лет на уровне десяти процентов всего населения, каждая дельта содержит одну ученическую гамму и девять взрослых гамм. В 2100 году только компьютеры и сервомеханизмы выполняют весь монотонный тяжелый труд, из-за которого человеческая жизнь во все предшествующие века была такой скучной. Макрообщество считает, что всему свое время. Когда-то человек должен пребывать в обществе, а когда-то должен и побыть один. Каждый день человеку предоставляется время для созерцания и медитации, и у каждого человека есть свой отдельный рабочий кабинет и комната для медитации, где он может побыть один. Помимо этого домашнего уединения, человек также может прогуляться по чудесному лесу, который окружает каждый корпус, и побыть наедине с природой. Здесь в 2150 году ни один член макрообщества не боится одиночества. Однако никто не спит один, потому что в каждой Альфе есть пять спален, где мужчина и женщина всегда спят вместе. В макрообществе секс не используется в качестве механизма защиты или бегства от действительности, потому что в умах макролюдей нет укромных темных уголков, где прячется страх. Считается, что каждому человеку нужен партнер, с которым он будет расти и проверять свое восприятие реальности, которого он будет любить и который будет любить его. Их общая цель – ускорение эволюции. Альфа-партнеры обещают друг другу жить вместе и помогать друг другу, пока это максимально содействует нашей эволюции. Главная цель макрообщества на любом уровне – создавать уравновешенный гармоничный союз. Тирания и взаимная невротическая зависимость традиционной микросемьи теперь вспоминаются как турной сон. Макро-человек посвящает свою жизнь достижению осознания единства всего сущего и способен любить все сущее от малого до великого. Впервые за всю историю формального образования процесс обучения стал приятным, практичным и непринужденным. Никакого нудного, бессмысленного запоминания ненужных фактов ради того, чтобы блеснуть на экзаменах. Только демонстрация знаний на практике определяет компетентность в той или иной сфере. С помощью людей-источников, ЛН-наставников и обучающей машины, которая называется СИ – служба информации, все учащиеся могут в полной мере развить свои лингвистические и математические способности, а также любые особые склонности и дарования. С развитием макро-осознания исчез последний страх микро-человека – страх смерти. Макро-человек расширил свое осознание до такой степени, что он помнит свои прошлые жизни. Таким образом, теорию реинкарнации, эволюции души благодаря переживанию многих человеческих жизней и личной ответственности, что посеешь, то и пожнешь, уже больше нельзя назвать теорией. Это живая, осознанная истина, каковой она всегда и была для людей, обладавших макро-перспективой. Поскольку главная цель макро-общества – расширение осознания, самыми большими заслугами считаются проявление мудрости и любви к другим людям, XX век ценил своих атлетов и людей шоу-бизнеса выше, чем мудрых и добрых людей. Не мудрено, что они пожинали хаос. Макро-общество XXI века не забывает об этом уроке. Число людей разных уровней осознания в макро-обществе 2150 года. Десятый уровень – 127. Девятый уровень – 3306. Восьмой уровень – 39710. Седьмой уровень – 3 миллиона. Шестой уровень – 30 миллионов. Пятый уровень – 97 миллионов. Четвертый уровень – 78 миллионов. Третий уровень – 62 миллиона. Второй уровень – 20 миллионов. Первый уровень – 10 миллионов. Распределение населения макро-общества по группам. Альфа – 10 человек. Количество групп – 30 миллионов. Бета – 100 человек. Три миллиона. Гамма – 1000 человек. 300 тысяч. Дельта – 10 тысяч человек. 30 тысяч. Эйтон – 100 тысяч человек. Три тысячи. Зетон – 1 миллион человек. 300. Кайтон – 10 миллионов. Человек – 30. Мутон – 100 миллионов. Три. Макро-общество – 300 миллионов человек. Одна. О микрочеловеке. Веками микрочеловек, со своим чрезвычайно ограниченным осознанием, доказывал истинность афоризма – кто забывает свое прошлое, тот обречен его повторять. Микрочеловек забыл, что он часть бессмертной души, созданной из материи макрокосма, вселенского разума, Бога, по его образу и подобию. Он забыл, что помимо физического тела из плотной материи, вибрацией которого можно увидеть, он наделен еще телом, который невидимо для физических глаз человека, как рентгеновские лучи. Целую вечность человеческие души сужали и ограничивали свое осознание, опуская его с макрокосмического уровня до микрокосмического. Они утратили свои силы осознания, как рыба, живущая во тьме, океанских глубин утрачивает способность видеть свет. Почему это произошло? Потому что душам хотелось испытать жизнь в эгоцентрических микромирах. Поскольку микрочеловек не помнит своего прошлого, а значит и своей ответственности за выбор жизненного опыта, он обречен прожить множество жизни в страхе, гневе, конфликтах, животной боли и наслаждениях. Его внутренний мир подчинен страху перед смертью, который он отчаянно пытается отвергнуть и подавить с помощью различных действий, направленных на достижение временного забытия. Алкоголь, наркотики, войны и даже работу, игры и секс микрочеловек используют для того, чтобы забыть о своем одиноком, отчужденном существовании, которое рано или поздно навсегда закончится смертью. Он также выдумал мифических богов рай и ад, которые помогают ему избавиться от чувства страха и неполноценности. К счастью, всегда существовало некоторое количество людей, которые обладали большим осознанием и, соответственно, помнили больше, чем все остальные. Часто эти люди подвергались безжалостным гонениям, их сажали в тюрьмы, сжигали на кострах и распинали на крестах. Тем не менее, им удалось наметить путь к освобождению от микроперспективы, с веками эффект их воздействия на остальное человечество накапливался. Микрочеловек устал от микроопыта и начал делать попытки вернуться к своему изначальному состоянию макрокосмического сознания. Когда каждая душа, имеющая физическое воплощение, наконец вспомнит о своем единстве со всем, что есть, было и будет, она больше не сможет обвинять других в своих неудачах. Страдающий микрочеловек всегда демонстрировал воинственную безответственность. Я не просил, чтобы меня производили на свет. Когда человек расширит свое осознание до такой степени, что сможет вспомнить свое макропрошлое, он поймет, что сам выбрал и создал любой свой жизненный опыт. Он осознает, что сам же и несет за него ответственность. Человек с макрокосмическим осознанием увидит, что он неизбежно пожинает то, что посеял, и тогда все конфликты между отдельными людьми, расами и странами прекратятся сами собой. О хрониках Акаши Хроники Акаши – это древнее понятие, которое означает «память макрокосма», его базу данных о самом себе. В макроперспективе все сущее – это один бесконечный разум, в котором всегда записывается все происходящее в мире. Поэтому, когда человек достигнет полного макроосознания, он будет знать и ощущать все, что происходило и произойдет. Хроники Акаши – это особый отдел разума, в котором вы можете вновь пережить, если, конечно, позволяет ваш уровень осознания любое событие, которое произошло за всю мировую историю. У каждой души есть свои хроники Акаши, где записаны все жизни, через которые прошла данная душа с момента своего рождения, то есть с начала обратного развития от полного макроосознания. Таким образом, когда вы изучаете ту часть своей души или макро-разума, в которой хранятся записи всех ваших воспоминаний, вы просматриваете свои личные хроники Акаши. Вы можете заново пережить любое событие, которое пережила ваша душа, постольку, поскольку помните свои хроники Акаши, имейте доступ к ним. Люди на десятом уровне осознания могут пользоваться и вселенскими хрониками Акаши, когда им доступна абсолютная макроперспектива, но это очень и очень непросто. О сновидениях Для человека, изучающего макрофилософию, сновидение обеспечивает самый быстрый и легкий доступ к макроуровням осознания. Как бы ни было ограничено осознание микрочеловека, когда он бодрствует, во время сна над ним все равно господствует его подсознательный разум или душа. Она использует сновидение для того, чтобы показать решение проблем, расширить перспективу человека, расслабить и освежить его тело и ум, помочь ему переварить сегодняшний день и подготовиться к завтрашнему. Когда человек научится запоминать и толковать свои сны с макроточки зрения, он получит доступ к мудрости, которая поможет найти решение всех проблем. Если человек отказывается принять на себя ответственность за свою собственную жизнь, ни его сны, ни что-либо другое ему не поможет, а только усугубить несчастья, созданные им самим. О расширении человеческого осознания Существует три широко распространенных и ментальных способа расширения человеческого осознания. Макропауза – мини-медитация Макропогружение – макроконтакт Первое. Исторически макропауза была первым достижением в сфере сознательного управления макроосознанием. Когда древние мыслители вновь открыли макро-я, или вселенский разум, они начали развивать себя, желание и веру, которые бы позволили им изменить образ мышления. Под изменением образа мышления подразумевается сознательное смещение ментального фокуса с микроуровня физического тела, разума, ограниченного временем и пространством, на макроуровень макрокосмического единства, не ограниченного ни временем, ни пространством. С появлением макрообщества люди начали регулярно практиковать такое смещение ментального фокуса, названное макропаузой. Учиться макропаузе лучше с самого раннего детства. Однако это не означает, что люди постарше не могут ее освоить. Им лишь необходимо Если человек удовлетворяет этим трем условиям, он сможет совершить макропаузу в любой момент, когда его микроперспектива создает ему неприятности или мешает решить какую-либо проблему. Третье условие фактически освобождает разум от микроограничений и позволяет человеку расширить свой взгляд на мир до более широкой макроперспективы. Когда человек достигает макропаузы, никакое событие или явление ему уже не кажется ужасным. Для новичка макропауза – лучший способ борьбы со страхом, гневом и душевными расстройствами. Второе. После того, как все члены макрообщества научились пользоваться макропаузой, они нашли новый способ приближения к макроосознанию – макропогружения. Хотя одновременная совместная инкарнация двух близнецовых душ всегда была очень редким явлением, родственные души, обладающие очень похожими, но не идентичными душевными вибрациями, довольно часто воплощаются в один и тот же период времени и встречаются в этом мире. В макрообществе, которое всегда привлекало к себе души с макропотенциалом, у одной души может быть до 11 родственных душ в каждом воплощении. Макропогружение возможно, когда две близнецовые или родственные души соединяют свои душевные вибрации или ноты. Си способствует этому процессу, предоставляя соответствующую визуальную и звуковую стимуляцию. Для макропогружения необходимо а. признавать макрофилософию, б иметь желание и веру, в с радостью принимать абсолютное совершенство самих себя, других людей и существующего порядка вещей «все отпусти, давай расти», г иметь похожие ноты, вибрации душ, д физически или телепатически воспринимать ноту души своего партнера. Макропогружение – это союз двух людей с очень похожими душевными нотами. Он позволяет партнерам объединиться не только на уровнях физического тела и разума, но и на уровнях астрального тела и души, освобождая сексуальность от всех микроограничений. Макропогружение дарит человеку длительное ощущение удовлетворения и благополучия. Макропогружение позволило макрообществу полностью освободиться от сексуальных микрозапретов. Когда люди научились макропогружению, все другие сексуальные переживания потеряли свою привлекательность. Третье. Макроконтакт – это пока что последний шаг на пути расширения человеческого осознания. Он позволил макрочеловеку добиться более длительного осознания своего макрокосмического единства со всем сущим. Новичок не может достичь макроконтакта, не пережив в начале макропаузы или макропогружения. Кроме того, ему нужна будет телепатическая помощь близнецовой или родственной души, уже обладающей опытом макроконтакта. Однако при отсутствии достаточного желания и веры эта помощь эффективна только при первом макроконтакте. Обычно для достижения макроконтакта необходимо а. признавать макрофилософию, б. иметь желание и веру, в. с радостью принимать абсолютное совершенство самих себя, других людей и существующего порядка вещей. Все отпусти, давай расти. Г. с радостью принимать все положительные и отрицательные аспекты Вселенной, самих себя, других, Бога, макрокосма. Д. Новичку может потребоваться макростимуляция, визуальная и или звуковая. До 2100 года членам макрообщества удавалось достигать лишь очень мимолетного макроконтакта, длившегося не более нескольких секунд, однако за последующие 50 лет большинству членов макрообщества удалось добиться настоящего макроконтакта, который обычно длится час или даже больше. Этим объясняется быстрое ускорение развития макрообщества и появление первых людей с десятым уровнем осознания. Основная проблема с макроконтактом заключается в том, что после одного или двух последовательных контактов человек из-за спокойствия духа и полного принятия всего сущего, вызванного ими, теряет желание развиваться дальше. Однако, эта проблема существует только на низших макроуровнях. Рисунки. ММ-континуум. Кривая макрообучения. Эта кривая применима к любому отрезку времени, будь то один час, день, месяц, год, целая жизнь, много жизни, космический день и т.д. Метрическое время. М-год. Метрический эквивалент 10 М-месяцев. Эквивалент во времени 1976 года – 1 год. М-месяц. Метрический эквивалент 10 М-недель. 0,1 М-года. Эквивалент во времени 1976 года – 36 суток. М-неделя. 10 М-суток. 0,01 М-года. 3,6 суток. М-сутки. 10 М-часов. 0,001 М-года. 8,64 часов. М-час. 100 М-минут. 0,1 М-суток. 51,84 минут. М-минута. 100 М-секунд. 0,001 М-суток. 31,104 секунд. М-секунда. 0,01 М-суток. 0,3104 секунд. В конце каждого метрического года М-года, состоящего из 10 метрических месяцев М-месяцев и эквивалентного 360 суткам по время исчислению 1976 года, устраиваются каникулы. 5 суток каждые 3 года и 6 суток каждые 4 года. Макрогод начинается в весеннее равноденствие. Старые названия месяцев заменены на первый месяц М-1, второй месяц М-2 и так далее. Для удобства читателя все единицы времени в дневнике Джона Лайка даются в эквивалентных 1976 года. Макрокачество и макроспособности Макрокачество Любовь Мудрость Лидерство Макроспособности Телепатия Ясновидение Предвидение Ретропознание Психокинез ПК Телекинез Астральная проекция Примечание Психокинез – это перемещение силы разума, той материи, которую вы видите, например, предмета, лежащего на столе. Телекинез – перемещение силы разума, той материи, которую вы не видите. Обычно из-за удаленности от вас на большое расстояние к телекинезу относится также исцеление на расстоянии. Цветовая символика уровней макроосознания Уровень Десятый Цвет Белый Символизируемое качество – лидерство, как идеально сбалансированная смесь качеств всех предыдущих уровней. Уровень Девятый Цвет морской волны Символизируемое качество – мудрость. Восьмой Голубой Сбалансированное использование интеллекта Седьмой Зеленый Целительство Шестой Желтый Любовь Пятый Фиолетовый Радостное принятие всего сущего Четвертый Пурпурный Сочувствие и лидерство Третий Розовый Управление энергией Второй Оранжевый Энергия Первый Низший Серый Альфа Джона Имя Джон Уровень Первый Пол мужской Кэрол Уровень Третий Пол женский Партнерство Имя Аллан Уровень Шестой Пол мужской Бонни Уровень Четвертый Пол женский Примечание Аллан Альфар Имя Адам Уровень Второй Пол мужской Примечание Новая Инкарнация Грифа Нэнси Уровень Второй Пол женский Новая Инкарнация Бруна Партнерство Дэвид Дэвид Уровень Пятый Пол мужской Диана Уровень Пятый Пол женский Партнерство Стив Уровень Третий Пол мужской Джой Уровень Четвертый Пол женский Примечание Новая Инкарнация Джадда Устройство Альфы и Беты Альфа План Бета План Устройство Типичной Дельты Население Десять Тысяч Человек Карта Микроострова Конец Озвученной Книги